приветствую с вами я веган христолюб и у нас с вами сегодня вот такое вот видео у бога много жилищ или полное название у отца моего обители много а если бы не так то я иисус иду приготовить место вам я к этому видео давно готовился материал к этому видео я готовил около недели я не знаю сколько получится по продолжительности это видео возможно час возможно 2 возможно три вы конечно когда видите это видео уже знаете сколько она по времени но я пока не представляю даже насколько она получится мой формат это длинные видео обучающие глубокие кому это не интересно можете сразу выключать и и пожалеть об этом потому что информацию которую получить в этом видео очень глубокая очень интересная и очень нужная именно для моей земной христианской жизни это не просто праздные размышления о том что у нас ждет там где-то посмертной жизни как ее называют ну или для людей знающих что они вечные все бытие вечное после перехода из одного мира в мир иной как говорят поэтому ролик не праздный он именно откроет вам очень глубокие тайные мироздания и они обязательно сыграют очень важную роль в вашей земной христианской жизни я вам обещаю это и так у меня есть в принципе целые разделы соответственно раздел на сайте соответственно плейлист на канале на котором вы смотрите это видео называется христолюбчить проповедью пищу в пустыне пацифиста веганы и космополита это царство небесное и гиена огненная давайте я вам его его зачитаю дам вам маленькую рекламу и ссылку к этому плейлисту в принципе очень важно царство небесное гиена огненная новая земля и новое небо христово царство любви земля обетованное отечество небесное царство тьмы от гиена огненная кто только не разрешил не размышлял над тем что нас ждет после великого разделения в день страшного суда апостол павел так и писал что и словами не подобрать что чтобы рассказать о том что приготовил бог любящим его и все его творения но может быть хоть что-то нам да известно все ответы на эти подобные вопросы вы найдете в этом плейлисте на этой странице моего сайта размещен плейлист вы можете или отсюда посмотреть или перейти непосредственно на youtube там пока всего 7 видео сегодняшняя будет восьмой она естественно будет добавлен в этом плейлисте давайте вас с ними тоже познакомлю а слух вы воспримите и может кого-то что-то заинтересует но я еще раз задаюсь такими вопросами что мы знаем об адирай о мире света и мире тьмы о царстве небесном и гиене огненной о чем можем говорить с уверенностью о чем гадать на кофейной гуще вот тема на которой я уже рассуждал своих видео деля своими с вами своими мыслями один из роликов называется грани блаженства в раю быть святым любить всех и быть любимым всеми следующее видео дерево жизни на новой земле и его листья для исцеления народов вы помните это в последние в последних главах книги откровения есть такое сказано о древе жизни листья которого будет исцелять народ о чем там речь природа плоти людей до и после греха в небесном и божьем царствах тоже очень интересное видео рекомендую посмотреть двух полю в принципе вот о чем мы с вами сегодня будем говорить более развернутую когда-то я уже об этом разу размышлял но очень кратко и очень так еще не раскрывая со всех сторон эту тему двох полюсная святость или черно-белое бытие сегодня об этом будем говорить достаточно подробно сошествие иисуса христа в ад в глубины преисподней кто знает апостол петр в своем послании говорит о том что иисус якобы пошел за грешниками в ад это может быть и пошел просто там такой сложный перевод что в общем посмотрите это кратко из избранного там мои нарезки откровение и она или апокалипсис 21 2 глава новое небо и новая земля я сюда просто в плейлист добавил ролик с канала чтения библии чтобы он просто здесь тоже был это чтение мной с комментариями последних двух глав книги откровения любовь к незнакомым людям в небесном царстве любви посмотрите ролик тоже очень интересный о том как мы будем ощущать любовь себе и свою к людям которых мы даже не знаком не знаем которым с которыми как бы якобы не были знакомы на земле но если их не любовь как-то до нас доходил ну образно говорят какой пожертвование до сделано через кого-то дошло до кого-то мы будем знать об этой внутренне мы будем ощущать что кто-то нам сделал эту любовь смотрите видео у вас много чего интересного откроется сердце и вот сегодняшняя темой у отца моего обители много а если не так то я иисус иду приготовить место вам на значке вы в принципе видите ну я подобрал там такую любую картинку хотел хотел ее большую вот это оставить у бога много жилищ написать на значке но все-таки добавил я тут слепил такую картинку такой небоскреб так скажем вверх как бы возвышающие и такое подземное бункерное жилище так скажем вниз уменьшающиеся но вот более крупная картинка и как видите как раз вот эта вот тема до что типа весь мир там посмертные мы очень часто делим ошибочно часто делим на черный белый казалось бы об этом говорил даже самый сус до пойдете в муку вечную жизнь вечную но мы с вами сегодня поговорим кому и как почему иисус это говорил на самом деле правильная картинка будет вот такая вот я для вас сделал то есть это градиент как его называют то есть плавный переход от черного к белому вот что такое будущий мир да то есть его невозможно поделить на черное и белое это от самых глубин тьмы и ада восхождение к самой святости с самой святости свет свету небесного царства ну и так переходим конкретно сегодня к теме в принципе страничку на своем сайте я назвал аналогично у отца моего обители много я думаю я знаете стараюсь ролики все называть чтоб потом когда я ищу какую-то тему или кто-то меня что-то спрашивает что у меня ассоциации были какие-то я думаю что это самое правильное название конечно мне хотелось назвать и вот по принципу я хочу что у вас эта картинка тоже в памяти запечатлелось неделю я готовил не просто так материал все эти слайды которые для вас готовлю я хочу чтобы они у вас в голове запечатлевались конечно тяжело мне я не супер владелец пользование фотошоп я что могу стараюсь делать но я не все могу прям вот красиво подать я стараюсь потому что визуальное вот это вот восприятие у человека ну ну как говорят ученые исследователи там на 95 процентов потребления всей нашей информации это через зрение через глаза поэтому я сам люблю очень визуализацию и люблю вот эти вот слайды вообще сегодняшнее видео понимаю очень длинная вы можете слушать его где-то фоном я сам многие видео с youtube и слушаю чисто воспринимаю на слух не смотря их да но я вам рекомендую хотя бы все будет от меня слышать что я буду показывать а сегодня буду показать вы знаете я люблю рисовать еще по картинкам я хочу чтобы вы конечно такие хотя бы моменты брали в руки смартфон или включали видео на компьютере если переходили на вкладку где она и все-таки посмотрели где я что-то буду показывать это очень важно потому что на слух такая информация восприниматься не очень легко будет да я редко пишу текст вы знаете но особенно на канале проповеди в последнее время я стараюсь вот делать именно вот эти вот страницки страниц страниц и под каждую тему все-таки и для себя на самом деле потому что конечно хочется тему ну объять целиком да и если не делать все шпаргалки то что-то обязательно забудешь конечно я могу дословно цитировать библейские тексты но все равно это будет дословное цитирование но она будет по памяти я могу что-то упускать могу какие-то места упускать пусть я сейчас долго готовлюсь к видео но зато они более качественные и плюс я стал не просто какими-то пометками делать я стал понуждать себя и заставлять все написать и мысли которые я хочу сказать чтобы они уже были зафиксированы конечно же кто будет слушать видео обращать на тексты плюс вы видите старой сделать все крупно на экране вы можете из из экрана почитать и обратиться на мою страницу вообще особенно вот такие ролики подобные сегодняшнему возможно вы переслушать вам надо будет не раз бы въехать в тему чтобы въехать и и допонять все что я хочу донести до вас может быть кто-то конечно с первого раза все поймет но опять же зависит от того кто как давно меня слушает же тоже важно потому что кто-то те ролики те ролики посмотрела я там чуть-чуть там чуть-чуть и говорю конечно сегодня такой собирательный ролик по теме вот посмертного бытия его уровней то там будет я как всегда говорю что это важно мне почему это важно не сегодня для моей сегодняшней христианской жизни важно ли это не праздны ли эти вопросы и ответы на или не праздны ранее говорю что не праздны потому что обязательно буду говорить о том что это мне дало сегодня давай и сами все потихонечку поймете. Итак, 10-минутное у меня, как всегда, такое предисловие, но зато, я надеюсь, у вас все раскладывается по полочкам. Я буду вам читать, говорить что-то свое, и, как я уже говорил, показывать что-то на картинках с разными там рисовалками. Это тоже будет очень важно. У вас все будет очень хорошо усваиваться. Итак, у отца моего обители много. Я, Иисус, иду приготовить место вам. Эти слова Иисус произнес на прощальном ужине со своими учениками. Так, меня тут отвлекли мошенники, позвонили. Никогда не отвечайте мошенниками. Они ничего сейчас только не придумывают. В смысле, если ответили, никогда не поддавайтесь. Они все врут всегда, всячески пытаются вас обмануть, что они из полиции, или что они из сотовой карты не так, или еще с чем-то, в общем-то. Меня уже разводили, поэтому будьте осторожны. Видите, я хочу даже вам в этом ролике сказать. Он теперь будет названивать, не отстану даже. Ну, каждый получит по делам. Так, ладно, продолжаем. Эти слова Иисус произнес на прощальном ужине со своими учениками перед своим арестом и жуткой казнью через распятие. О чем говорил Иисус и что хотел донести до своих учеников? Разве у Бога Отца не одно светлое жилище для всех праведников и одно темное место обитания для всех грешников? Давайте разберемся в этой теме и найдем ответы на все вопросы об обителях посмертного вечного бытия. Вот такое вот я написал предисловие. И давайте продолжим с вами разбирать эту тему и находить ответы на все вопросы подобные. Прежде чем перейти непосредственно к теме, хочу напомнить вам слова Иисуса, которые он произнес во время беседы с Никодимом. Это Евангелие от Тана, 3 глава. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, то как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Здесь Иисус, когда разговаривал с Никодимом, здесь перенок как вот верит, не верит. Суть даже не в неверии. Здесь можно подставлять и другие слова, когда Иисус говорил, что не можете вместить. Мы, в общем-то, с вами еще сегодня и такую фразу Иисуса будем вспоминать. Иисус, когда был на земле в свое первое пришествие, неважно с кем он общался, с учениками, с народом, с противящимися иудеями, фарисеями, книжниками, законниками, он действительно говорил на самом деле очень простые, добрые, понятные жизненные вещи о том, как нам надо реально жить праведно, свято, чтобы попасть в небесное царство. Поэтому суть Евангелия – это в благовестии того, что после так называемой смерти, на самом деле просто после перехода из одного мира в другой, мы все дадим отчет, и от этого отчета будет зависеть наше будущее бытие. Иисус говорит, что «я вам об этом говорю, и вы ничего не понимаете и не можете вместить. Что толку мне рассказывать вам о небесном?» То есть вот как раз о будущем, о том, о чем мы с вами сегодня будем говорить. Иисус Никодиму рассказывал о рождении свыше, то есть на самом деле о покаянии и сотворении плодов, достойных покаяния, но только приточным языком. И Никодим не мог его понять, несмотря на то, что был пожилым человеком, учителем Израиля. Иисус его в этом укорял, что он вот такой вот вроде бы учитель Израиля, мудрец, но не может элементарных вещей понять о том, что надо покаяться, сотворить плоды, достойные покаяния. То есть родиться свыше, жить в любви ко всему Божьему творению. Я читаю дальше свои тексты. О посмертном бытие в основном Иисус говорил, как о черно-белой конструкции. Но так ли будет на самом деле? Может быть Иисус говорил так, потому что мы еще младенцы и не способны были вместить больше. Но когда начинаем жить по-христиански в любви ко всему творению Бога, возрастать и укрепляться в этой любви, то Христос Духом Своим Святым открывает нам все сокровенное от создания мира. Я уверен и знаю на опыте, что так оно и есть на самом деле. Поэтому не стоит смущаться тем, что мы с вами размышляем и доискиваемся различных тем, которые не раскрыты в Евангелии и даже во всей Библии в такой вот полноте и прямо. Ибо Иисус также сказал и следующие слова. Еще много имею сказать вам эти слова Иисус произнес по дороге в Гессиманском саду своими учениками уже в прощальной беседе буквально вот прям за несколько часов до своего ареста, который закончится ужасной казнью его на кресте. Иисус говорит, ну точнее, это вернее, еще даже не прощальная. Ну да, это прям вот уже есть прощальная беседа, да, я ее так называю. Это 13-14 глава Евангелия Тана. И они сидят на ужине, празднуют Пасху. Потом они выходят, идут в некую Гессиманию, Гессиманский, там есть сад, поэтому называется Гессиманский сад, да, и идут последние диалоги Христа с учениками. И он говорит им, 16 глава, 13-14 это прощальная беседа, 15-16 это прощальная беседа на ужине, 13-14, 15-16 прощальная беседа по дороге в Гессиманию, но и в самом Гессиманском саду. И уже 17-я глава Евангелия Тана это молитва Иисуса в Гессиманском саду, которая целиком, 17-я глава Евангелия Тана размещена. Иисус говорит своим ученикам, еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить, то есть не способны понять, не можете вместить это, ну, по-другому, это тоже такой символьный язык, по-простому сказать это не можете понять, уразуметь. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, на всякую правду, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Еще раз, то есть Дух Святой, когда приходит к человеку, он что? Он открывает ему всякую истину и возвещает будущее. Дальше я читаю, что сам написал. Всем, кто ради добра и совершенства в познании истины и любви искренне стремится найти ответы на все свои вопросы, Дух Святой, Дух Божий, Дух истины даст ответ и будущее откроет. Это очень важная формула, да, и истина. То, что в Библии практически ничего нет о кругах Небесного Царства и огненной гиены не должно нас смущать, ибо, как пример, о своем тысячелетнем царстве на земле после своего второго пришествия прямо Иисус тоже ничего не говорил, а говорил лишь косвенно и приточно. Давайте еще раз я своими словами вам скажу о том, о чем только что прочитал. Еще раз. То есть, во-первых, я много раз об этом говорю, и это каждый христианин знает и без моих слов на опыте собственной жизни, что, конечно же, Евангелие для нас открывается постепенно с уровнем нашей святости. Нашей святости, с нашей обоженности, как и угодно здесь слова, вы знаете, богоподобие с нашим возрастанием в любви, с нашим светом внутренним, он, естественно, проявляется внешне. Вы знаете, один святой сказал, истина познается по силе жития. Ну, по сути, он познает по силе святого жития. То есть, чем ты возрастаешь в истине, а истина есть любовь, то есть, чем ты возрастаешь в любви к Божьему творению, тем у тебя больше раскрывается познание истины, которая есть любовь. Через эту любовь и она открывается. Эту любовь, через вечную жизнь, через свободу. Три сущности бытия, я вам о них все время повторяю. Это любовь, свобода и вечная жизнь. Бог просто есть вечность, Бог просто есть свобода, и Он просто есть любовь. Это очень важно. И этой природой бытие обладает все его бытие, в котором он всячески во всем присутствует, и мы с вами, естественно, в том числе. И мы видим с вами, что Евангелие, конечно же, открывается постепенно. Он икодим, то же самое, говорит, мы с вами, христиане, кто постепенно, живя, раз за разом, перечитывая Евангелие, мы видим, как открываются все новые и новые вещи. Все новые и новые вещи. Я о Тысячелетнем Царстве до войны рашистов с украинцами тоже практически ничего не говорил. Думал, да когда оно там будет? Да и вообще Иисус о нем практически не говорит или вообще не говорит, мне казалось, в одно время. Для нас об этом открыто только в книге Откровения. Но когда пришло время, когда вся эта война, войну рашисты развязали, когда-нибудь она будет началом третьей, будет ее датировать как началом Третьей мировой войны. И я стал, скажем, этим вопросом глубже задаваться и Бог не стал открывать. И вы помните, я записал не одно видео, где оказывается Иисус и просто сами эпизоды евангельские показывают нам, окажется, что Иисус придет на третий день, на третье тысячелетие, в начале третьего тысячелетия. И в Евангелии есть и притч, Иисус говорит, и косвенно говорит, и сами события, где он там, как говорится, Иоанн. Раз он приходит, Иисус видит идущего к Иордану 2, и на третий день он говорит, вот там Иисус, вернее, раз, ну вы помните, я все эти места показывал, то есть нам такими образами и символами, и притчами показано это тысячелетнее царство, но прям вот так вот в лоб Иисус, казалось бы, нам о нем не говорит, но у нас есть о нем в книге Откровения, очень достаточно понятно, ну подробно, не со всеми мелочами, но как это будет, да. И поэтому, конечно же, пока мы, пока вот тот же сам Никодим, да, он Иисус стал признавать, стал, так скажем, его уважать, говорил сам, что разве может такие чудеса творить обычный человек, и с ним не будет Бог, но при этом он был достаточно боязненным, да, и Иисус приходил тайно под покровом ночи, и поэтому сам, и сам, видимо, человек был далеко еще не святым, понятное дело, и поэтому ему все это было закрыто, он даже не понимал речи Иисуса, и мы с вами все это проходили, вот еще проходит, да и я до сих пор иду, в плане, что в этом плане, в бытовом, будет Евангелие, можно сказать, бесконечно, мы можем еще разные вопросы искать, разные вопросы искать для себя ответы, будем их находить, но это все со временем происходит, и именно с твоим духовным ростом, да, вот, но и мы с вами знаем, что все, кто искренне действительно кается в своей жизни, принимает Иисуса, принимает истину, принимает Бога, бытие, любовь, свободу, вечность в своей жизни, то есть рождается свыше, тот принимает Святого Духа, и что, этот Дух Святой, как Иисус сказал, откроет нам все эти истины, потому что все это происходит по времени, и будущее возвестит вам, то есть вот вам ответы, чтобы вы изначально не смущались, мы вот такими вопросами задаемся, они очень важны, они открывают нам, как я вам еще раз скажу, помимо будущего, мы с вами сегодня, естественно, подведем итог, как это будущее влияет на мое знание об этом будущем, да, это истина о будущем, знание об этом будущее, влияет на мою христианскую жизнь, сегодня, это очень важно, итак, следующее у нас с вами, так, по блокам с вами идем, 10 минут у меня было предисловие, 10 минут, вот поговорили с вами, о том, что не стоит смущаться, и теперь переходим к вопросу, вообще, об обителях, еще раз эту цитату, я для вас произнесу, то есть Иисус на прощальном ужине, 13-14 глава от Евангелия от Анны, говорит своим ученикам, я вам даже не буду всю целиком приводить, я, чтобы никто, вернее, тоже не смущался, конечно, надо понимать, Иисус говорит, там есть контекст, очень важный, вот, но мы сегодня его опустим, он к этой теме, потому что в Евангелии всегда есть слова, притчи, на которые можно очень по-разному посмотреть, и найти ответы, мы сегодня с вами будем вспоминать, и притчу о богачей Лазаре, там, да, и другие слова Иисуса, в частности, апостолов, и эти, ту же самую притчу о богачей Лазаре, из нее много можно чего вынести, полезного для себя, нужного, истины, но это другие темы, да, поэтому очень важно, поэтому я, в принципе, можно сказать, вырываю немножко, хотя и по сути контекст все равно остается, Иисус прямо им говорит о будущем, конечно же, о том, что будет после его второго пришествия, это очень важно, но там можно по-разному, если целиком взять контекст, можно разные темы пораскрывать, мы сегодня не об этом, кто-то эти, я заранее скажу, что протестанты, ну, есть, по крайней мере, направление протестантизма, кто эту фразу вырывает, якобы здесь Иисус говорит о восхищении церкви, это абсолютная ложь, если вы хотите в этом убедиться, поэтому не пишите мне даже это в комментариях, я об этом знаю, у меня конкретно еще видео на эту тему разоблачения нету, я напишу, что здесь Иисус говорит не о восхищении церкви, не до великоскорбного восхищения церкви, если так правильно сказать, да, о восхищении церкви, но в день своего второго пришествия, а не бред протестантизма, определенных направлений, там, вроде как, не все протестанты это признают, якобы, что здесь, вот в этом стихе конкретно, ну и вот там, в этой короткой такой речи, она, естественно, имеет глубокий контекст, всего прощального ужина, что там говорится, якобы вот здесь тоже Иисус говорит о великоскорбном восхищении церкви, а потом она там с небес, вместе с Иисусом, второе пришествие пойдет на землю, это чушь, это лживое учение, этих направлений, или частных лиц, кто об этом учит, может быть, каких-то свободных во Христе, это абсолютно не так, второе пришествие Иисуса Христа, жатва, брачный пир, восхищение церкви, это все одни и те же события, это все одни и те же события, одного дня исходить, одного мгновения, там не суть важна, да, это очень важно понимать, поэтому сегодня мы, конечно, об этом говорить о восхищении не будем, это как раз Иисус говорит о своем втором пришествии, и он здесь говорит, конечно же, прежде всего, так как это после второго пришествия будет, ладно, я скажу кратко еще немножко, но я говорю, обязательно запишу этот ролик, сюда я уж не смогу добавить ссылку, а потом просто забуду, да, но у меня есть отдельная, как я вам сегодня показал, раздел, где у меня, вот это, царствие небесное, плейлист, а это именно есть тысячелетнее царство, вот там, посмотрите, там будет этот ролик, и у меня есть отдельный плейлист восхищения церкви, великоскорбное восхищение церкви, вот там этот ролик будет, и скорее всего, в тысячелетнем, я иногда дублирую, вот, у меня есть отдельный плейлист о восхищении церкви, посмотрите, его найдите тоже на канале, там вы все эти ролики однозначно найдете. Прежде всего Иисус говорит о том, что когда он будет идти в свое второе пришествие, мы будем восхищаться и соберемся все в Иерусалиме. Это очень важно. Сул святой нас, хотите, восхитит, да, и всех соберет. Иисусу будем навстречу, он будет спускаться. На небесах мы встретимся, как написано, на облаках, да, и все соберемся в Иерусалиме до тысячелетнего царства. Ну, кто будет достойный этого первого воскресения? Вот о чем Иисус говорит. Ни о каком-то великоскорбном восхищении здесь речи не идет. Иначе это противно, это лживое учение протестантизма противно всем остальным, противоположно всем остальным местам, где сказано о втором пришествии с Христа. Это событие одного порядка. Очень важно, да. Иисус идет, мы встречаемся. Он никуда потом, мы с ним обратно на небеса не уходим. Это полная чушь, это противно всем остальным местам, где сказано о втором пришествии с Христа, о тысячелетнем царстве, о восхищении. Вот, всем местам, где есть там, в апостолах, Иисуса, где есть притчи, где есть прямые слова, это прямо противоположно книге Откровения, противоречит книге Откровения. Этот день описан вот, мы восхищаемся, кто дожили, написано, кто-то воскресает, и все идем навстречу Иисусу по воздуху, летим, встречаемся на облаках и собираемся вместе с ним в Иерусалиме для тысячелетнего царства. Вот о чем здесь речь. Поэтому мы, и еще раз, и казалось бы, я вам сказал, что речь об этом, как мы будем говорить, после дня, после тысячелетнего царства, будет день великого разделения, день суда, когда дьявол будет тысячу лет скован, но потом он будет освобожден, чтобы обольщать народы от земли Гога и Магога. Они опять окружат Иерусалим, восстанут на святых, но что, огонь с неба упадет, вся земля и все дела на ней сгорят, все небеса совьются, скрутятся, и все, предстанут, вот Иисус на престоле, и пред Ним предстанут все народы, и ад, и море мертвых, все отдадут мертвых, все вообще люди от начала создания воскреснут, будет великий суд, кто-то встанет по правую, кто-то по левую, мир разделится, на новую землю, новое небо, на новую гиену огненную, озеро огненное, в котором сатана, и лжепророк, и антихрист, вы помните, и туда будут, и остальные пойдут, вот как раз мы с вами к той теме разговор, что якобы Иисус, и книга Откровения, говорит нам о таком черно-белом, после страшного суда разделения, мы с вами еще раз будем сейчас об этом позже говорить, так ли на самом деле, это было по-младенчески сказано, тем, кто углубляется в эту тему, мы узнаем о всяких кругах, да? Так вот, то есть Иисус, конечно, прежде всего, говорит здесь вот об этом дне второго пришествия, но кто знает, все пророчества, начиная с Ветхого Завета, они очень часто говорят и о том, вот пророчества мессианских, я много раз говорил, они прежде всего, когда говорили пророки Ветхого Завета, они прежде всего говорили об израильском народе, что с ним будет. В прообразе это ложилось и на первое пришествие Иисуса Христа, в прообразе это очень часто ложится и на второе пришествие Иисуса Христа, Если хотите, в прообразе это очень часто ложится даже на день. Потому что это, по сути, может быть, третье такое пришествие, да, где Иисус как бы является уже как Бог перед всеми вообще людьми воскресшими. Людями и духами. Там уже будут и ангелы, и демоны, все, все откроются мироздания. Потому что люди пойдут туда же, где гиена приготовлена, как сказано, дьяволу и ангелами его. То же самое в небесном царстве уже все будут опять с ангелами. Точно так же, как было в начале мир сотворен. Кто помнит, мир духов и мир человеков был одним миром. Он был нераздельный. Мы все видели друг друга, да. После грехопадения мир духов от мира людей был, после потопа, мир духов от мира человеков был разделен невидимой такой гранью. И из одного мира в другой так просто не переходит. И бывают явления ангелов. Короче, я вам с тутем, как всегда, накидываю. Видите, остановиться не могу. Давайте мы, в общем, вы поняли, да. Поэтому мы сегодня, вот эти вот слова, я, знаете, вообще хотел, говорю, еще раз скажу, я хотел ролик по-разному назвать. Многоэтажность там будущего бытия, многокомнатность, уровни, круги. Есть такое понятие ада, ну, значит, есть круги и рая, уровни там, кто как только не называет это, да. Но я решил почему-то все-таки вот у меня так легло в оконцовке вот к моменту записи этого видео, как я нажал кнопочку красную, да. Все-таки назвать именно страничку и ролик именно так. Поэтому, с одной стороны, Иисус, конечно, говорит прямо, прежде всего, первое пророчество, это о дне своего второго пришествия. Но на самом деле, здесь сказано, если хотите, о третьем его пришествии, будем его так называть, это явление его миру, как уже абсолютного бога. Это в день, после тысячелетнего царства, в день, я его называю великого разделения, его называют и страшным судом, опять же, как его только не называют, да. Это когда земля и все дела на ней сгорят. Очень важно. Первый мир был уничтожен водой, второй будет уничтожен огнем. Вот этот день, третье пришествие, это сюда тоже относится. Сусперящество говорит, конечно, и о втором пришествии, но и о третьем своем явлении миру, абсолютным богом, где никто его, увидев, не сможет не узреть в нем истинного бога, по образу и подобию которого мы все с вами сотворены. Так что вот, поэтому я эти, именно эту фразу его беру, как название ролика, как вообще то, что мы как будто даже ее, можно сказать, толкуем, да. Ну и давайте почитаем и немножко буквоедство, да, но она вам будет очень полезна. Итак, в доме отца мы в обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Слово обители в грецком, там муан такое есть, я, может быть, неправильно по-грецки произношу, не суть важна, да. Переводится оно, ну, такие четыре значения. Пребывание, остановка, обитель и жилище. А слово, которое Иисус говорит, что я приготовлю место, ну, по-грецки, вроде как, звучит как топос. И означает оно место, пространство, местность, область или даже страна. В разных переводах, если вы почитаете, первое слово муан, обители, переводят как и еще дополнительно, да, комната, приют или покой. Покой, да, царь находится в своих покоях. Я вас уверяю, что сюда уместно взять такие слова, как палаты, палатка там, да, все сюда подходит. И дом, и обитание, так скажем, да, ну, обитель, обитание одно и то же, да, все очень близко. Сюда все подходят. Причем слово комната, почему я хотел назвать, и вы сегодня, мы с вами будем об этом очень важно говорить, запомните это сейчас себе пока на уст намотайте, мы с вами еще к этому вернемся, запомните, что именно то же слово есть комната, тоже очень правильно. И не просто где-то там, и что это просто значение. А если вы откроете этот стих, сейчас очень легко все это доступно на сайтах библейских, где Библия в электронном виде, там есть так называемые слова, значения, и даже любой стих можно сразу в нескольких переводах открыть, вы увидите, что слово комната практически чуть ли не в половине переводов используется. Сейчас уже настолько большое сравнение, столько переводов с разных языков там, разных годов, что вот смотреть очень полезно. И вот слово комната тоже очень часто, я хочу, чтобы вы тоже это запомнили. Итак, то есть мы с вами о таком вот немножко буквоездстве поговорили, да. И давайте еще раз зафиксируем. То есть вот эта вот картинка, я хочу, чтобы на вас тоже в голове запечатлелась, этот вот небоскреб как бы вверх идущий и такие многоуровни. Тут если вот вы посмотрите, я вам увеличу, то есть вот у нас небоскребик такой, многоэтажный, многокомнатный. И вот такое здесь как бы показано, что это многоуровень, уровней вниз, всяких там жилищ. Тут если бы натуральную картинку я вам открыл, она достаточно в хорошем разрешении, там даже видно, как люди там что-то выращивают, там вот разные земельки и прочие вещи. Вверху как бы вот уровень земли, а это все как будто такой вот бункер под землей. Я хочу, чтобы вот у вас это в голове запечатлелось. То есть еще раз, Иисус говорит ученикам, что у Бога, у Бога, давайте прочитаем по-другому, как в других переводах, это даже не я вам придумываю. У Бога очень много комнат. А если и не так, Иисус говорит, то я приготовлю вам место. То есть он говорит, и так у Бога много, но если не так, под каждого еще, так как вы все разные, я под каждого приготовлю свое место. Итак. И как я вам сказал, что вот эта вот тема, как только не называет, круги там, этапы, уровни, давайте мы с вами следующую тему разберем, где вообще в Библии об этом говорится, и говорится ли вообще. Такая вот картинка тоже интересная, она достаточно тоже можно крупно открыть, я нашел в хорошем качестве. Это такие круги ада, видите, такие, хоп, а в самом низу там дьявол сидит в престоле своем, известного художника, я вам фамилию его не вспомню. Есть ли какая информация в Библии о различных уровнях, я сейчас, мы сейчас с вами сразу разберем два этапа, есть ли что о кругах ада, есть ли что об этажах или кругах, их тоже можно назвать небесного царства. Есть ли какая информация в Библии о различных уровнях, этажах, кругах ада или гиены огненной? Я задаюсь вопросом и отвечаю, нет, к сожалению. Источники информации о различных уровнях, этажах, кругах ада или огненной гиены это либо, первое, какие вообще источники? Ну в принципе, ведь мы все с вами об этом слышали. Действительно, что казалось бы, кто читает Евангелие, Новый Завет, Библию целиком. Скажет, что в принципе, даже вот так по памяти, спроси любого человека, ну христианина или кто-то занимается исследованием, изучением Библии, спросите его, он когда-нибудь об этом слышал, если он действительно подумает, что вот он, ну, в меру своих вот этих вот чтений, подумает, поразмышляет, а правда, я об этом читал ли вот конкретно в Библии? Я думаю, что у многих из вас, вы по памяти так, если прогоните быстренько в своей голове, правда, а я что-нибудь об этом читал, так вот по памяти я могу вспомнить, что прям явно, да, мы на разные темы можем, человек, человек вот нас спросит по какой-нибудь теме, мы можем разные ему библейские цитаты привести, а могу ли я что-нибудь привести в пример, если человек меня спросит о кругах ада? Я вас уверяю, что нет. Я говорю, что источники информации, это либо апокрифы, либо предания, предания церкви, предания святых отцов, там каких-нибудь мужей, вообще христиан и так далее, разных времен, разных конфессий и так далее. Либо художество, ну художественные картины, литература, прямо художественная, то есть, да, она может быть и христианином написана, и христианином. Если мы, конечно, возьмем тему глубже и обширнее, не только христианство, а вообще религиозную мысль о различности кругов ада и рая, то тут я вам скажу, что, конечно же, куда бы вы ни тыкнули, вплоть в то же самое иудаизм, да, ислам, да, в принципе, иудаизм, ислам, и христианство, ну так, в одну группу дельт, это авраамические религии, как бы, ну, от Авраама, как бы, все, да, все равно, как бы, с ним связанным. Возьмите Восток, там, да, буддизм, йогу и прочее, индуизм и так далее. Возьмите язычество, так называемое, да, то есть, религии разных народов. Но тут уж я вас уверяю, вы сами можете поразиться в эту тему, я такой материал не собирал, но сам его, естественно, исследовал, разные, на просторах интернета сейчас все есть, да, то, конечно же, тема о разности уровней вот этих вот, да, кругов ада и рая действительно просто огромное количество. Вы можете им верить, можете нет, можете доверять, можете нет, но они существуют. Это уж каждый там сам выбирать, да, даже в исламе, который я обличаю, даже в самом Коране есть ссылки на то, что вот разные уровни небес, разные уровни ада, да, это есть. Поэтому хотел вас просто тоже, так скажем, проинформировать. Но на самом деле, прямо в Пипле, особенно люди, кто... В иудаизме я имел в виду тоже не прям, потому что иудаизм, Ветхий Завет, по сути, и вернее, Тора, так называемая, да, и вообще те иудейские, так скажем, канонические писания, они, как бы, прямо, получается, тоже не говорят, потому что это такой же Ветхий Завет христианский, потому что Ветхий Завет христианства, это просто переведенные Тора, там, пророки, все канонические основные писания. Вот, но у них также есть и неканонические, у них также есть предания, и поэтому я, когда говорил об иудаизме, есть частное мнение богословов там и так далее, я имел в виду вот это все, вот, и там есть тоже, соответственно, у разных мыслителей, в разных преданиях, есть о том, что, да, Царство Небесное, Гиена Огненная, она тоже делится по этажам. Давайте теперь... Я, знаете, наверное, какой вопрос мы с вами... Нет, мы его с вами чуть... Или давайте и сейчас, и чуть попозже еще раз обсудим. По поводу, знаете, понятий тоже, ад и рай. Давайте вот эту картиночку поставлю все-таки. Ад и рай, Царство Небесное и Гиена Огненная, тоже, знаете, у людей вот такая вот путаница. Ведь, по сути, рай был создан, а ада не было вообще. Тоже, да, вот мы часто рай и ад делаем в противоположности. А ведь кто задумывается, когда был создан рай, никакого ада не было. Но мы сейчас ставим, очень часто это синемичное понятие. Очень часто люди... А поэтому, значит, вы поймите, об рае и аде, как антиной антонимах, да, мы вообще говорить не можем. Потому что, когда Бог создал рай, создал землю, никакого ада он не создавал. Бог есть любовь и добро, и ада он в принципе не создает. А в будущем нас ждет Царство Небесное и Огненная Гиена. Вот после этого Дня Великого Разделения. Это очень важно тоже. Потому что вы поняли, что люди около церковные, околорелигиозные, околохристианские или около там исламские или исламские, очень часто у нас идет вот эта вот каша в перемешках понятий. И только когда вы поймете истину, вы сами, читая, будете понимать, что человек имеет в виду, что он просто в словах запутался. Или его запутали, неважно. Еще раз надо понять, да, вам простую вещь. Когда... Знаете, у меня есть картинка, мы с вами еще до нее дойдем, но я вам тогда ее покажу именно сейчас. Вот она. Мы с вами открываем. То есть здесь как раз у меня показана вся, так скажем, история человечества. И вот надо понять, что вначале был создан рай. И никакого ада не было. А в будущем нас ждет Царство Небесное и Гиена Огненная, которую, в принципе, называют и адом. Да, вот этот вот в нижней, Царство Тьмы, так скажем. Но люди, к сожалению, это называют, или, не знаю, к сожалению, нет, называют адом. Может быть, и можно было бы Гиен Огнью назвать адом. Хотя это уже два слова, называющие один и тот же предмет. Это тоже неправильно. Как Павел однажды сказал очень правильно, что нет в мире слова без значения. И у каждого слова свое значение. У нас, к сожалению, бывает одно и то же. Это знаете, как уже в мире есть помидор, а есть томат. Это же один и тот же продукт. Но правильное слово – это томат. А в народе называют помидором. И люди уже не понимают, что это один и тот же овощ. Просто у нас, получается, у одного предмета в мире появились два слова. И это не совсем правильно, такого не должно быть. Здесь то же самое. Гиену огненную, то есть будущее бытие после дня великого разделения страшного суда, у него уже есть название – это огненная гиенна. Но ее стали называть адом. А значит, соответственно, и царство небесное, то есть верхнее бытие, стали называть раем. Но это неправильно. Раем был назван мир в начале творения. Это очень важно. В котором был там еще и… То есть раем была названа, по сути, вся земля, вся вселенная. Это слово как бы обозначает вот рай, то есть место блаженства. Да, там на земле еще был Эдемский сад, где человек был поселен сначала, а потом он должен был этот Эдемский сад на всю землю распространить, так скажем. Но тогда и все это называлось раем, понимаете. И вот из-за этой вот всякой путаницы в словах, я вам на хорошем примере, мне кажется, это показал, того же самого помидора и томата, два слова, означающие одно и то же. И, к сожалению, люди это все вперемешку. Но рай мы потеряли, его не вернуть. А получим мы когда-нибудь, кто достигнет, небесное царство. Это тоже очень важно. К этой картинке мы с вами еще вернемся, но я считаю нужным, видите, сейчас объяснил, тоже хорошо, тоже будет полезно. Давайте продолжим. Есть ли какая информация теперь в Библии? Я ведь такой небоскреб в небесах для вас картинку сделал. То есть мы с вами разобрались и кругах ада, если что в Библии, прямо в Библии, о кругах ада, в принципе, ничего нет. Есть ли какая информация в Библии о различных уровнях, этажах, кругах рая или небесного царства? Как видите, я здесь употребляю тоже и те, и те слова. Я уже, видите, сам как бы пишу. Рая или небесное царство, как будто это одно и то же. На самом деле это неправильно так выражаться. Но так как люди очень часто небесное царство называют и раем, я пишу как бы о рае, о небесном царстве. Вот вы поняли. Видите, даже мне приходится это все объяснять. Я пишу есть. Если о кругах ада у нас ничего нету. Я, кстати, скажу вам, что если вы, конечно, Библию знаете лучше меня, или даже дело не в лучшем, но, может быть, в какие-то моменты просто глубже изучали, вот, если вы знаете, и я в этом видео что-то не учел, не знаю каких-то мест, пожалуйста, пишите в комментариях, в личку, звоните, давайте обсуждать, я буду рад, поправьте меня, добавьте меня. Можно будет дозаписать еще один ролик, если это что-то прямо вот раскроет прям тему или что-то будет противоречить тому, что я говорю, да, пожалуйста, покажите мне. Вот. Но о кругах рая, так называемых, небесного царства у нас есть, но, к сожалению, совсем немного я пишу. Источники информации о различных уровнях, этажах, кругах рая и небесного царства это опять либо апокрифы, либо предания, либо художество, картины, литература и прочее, либо редкие места Библии. То есть, видите, я как бы написал то же самое, что и с Адам, но если там как бы я пишу, что ничего нет в Библии, то здесь у нас хоть и редкие места, но в Библии есть. Есть то же самое, опять же, если, опять еще раз вам скажу, если возьмем вообще все, апокрифы, предания, художество, а если возьмем еще и посмотрим там через призму других религий, то там вы найдете полно информации о том, что действительно будущее бытие, оно будет вот разноуровнем, разнокомнатным еще в каждом уровне, да. Как видите, небоскреб очень хорошо это отражает. Разные этажи и разные еще клеточки, это комнаты, да. В Библии, ну и в принципе об этом мы с вами тоже поговорили, это давайте зафиксируем, переходим дальше. То есть мы с вами уяснили, что о небесах, о разных уровнях что-то есть. Давайте посмотрим, что и как это воспринимать. В Библии слово небеса употребляется довольно часто. И хотя слово небеса множественного числа, но это в основном, в основной массе, лишь синоним слова неба, под которым подразумевается атмосфера между Землей и космосом, и даже в космосе вместе, и даже с космосом вместе. То есть еще раз, во-первых, хочу просто, чтобы вы тоже этот момент уяснили, в Библии, особенно в Ветхом Завете, очень часто используются слово небеса. И кажется, что оно множественное число. На самом деле, у нас хоть и есть слова множественного, единственного значения, женского или рода, или мужского, но очень часто они не отражают это. Поэтому, когда в Библии сказано «О, твои небеса», это подразумевается, что, в принципе, здесь множественное число, как и облака. И небеса, грубо говоря, она из миллиардов, миллиардов, там, точек состоит. То есть здесь как бы в общем «Вот твои небеса». Здесь не говорится, что небеса уровней. Если вы будете вчитываться, особенно когда это все в контексте читаешь, ты понимаешь, что речь просто идет, это такое древнее слово. Сейчас мы употребляем слово «небо» в основном. Никто, ну, по крайней мере, из русскоговорящих людей, особенно нерелигиозных, как говорят, в мирском разговоре, в мирском быту вы не услышите слово «небеса». Очень редко мы говорим «небо». И очень важно понять, что в Библии, на самом деле, я бы сам с радостью хотел притянуть это, как, знаете, доказательство того, что я вот тут вот не просто так о небесах рассуждаю. Но на самом деле, если вы почитаете, это очень легко сейчас сделать, да, вводите небеса там вот на этих библейских сайтах, где Библия в электронном виде, и там вам все ссылки выходят. Вы просто почитаете вот так, вы поймете. Достаточно просто эти ссылки, я вам сейчас это делать. Вы видите, я даже никакой ссылки не стал делать. Вы просто сами почитаете набор вот этих «Симфонию», как ее называют по этому слову. То есть, такой концентрат стихов на эту конкретную тему. Вы убедитесь, что там речь идет, что это просто замена слова «современного неба». Оно даже не то, что в прошлом, его и сейчас, может быть, люди употребляют, но люди действительно религиозные больше. Может быть, это писатель даже неверующий, конечно, но все равно начитанный. В религиозной литературе, по крайней мере, слово «небеса», конечно же, постоянно. Но оно, по сути, это просто, даже его устаревшим неправильно будет назвать, потому что религиозная литература всегда современна. Это просто слово, как его называют, ну, когда конкретно группе людей, да, такое принадлежит. Вот и все. Это надо просто понять. Справедливости ради. Вот и все. Чтобы не подтягивать под себя неправедными методами, вот то, что там, свою мысль доказать. Поэтому я об этом говорю. Есть также словосочетание «небеса небес». Казалось бы, дает нам повод, потому что есть и такое словосочетание «небеса небес». Казалось бы, дает нам повод утверждать, что имеется несколько уровней неба, но часто тяжело сказать, что конкретно имел в виду тот или иной автор библейского текста. Вот точно так же, более того, если в симфонии ведете небеса, там будет как раз вот это «небеса небес». Вы когда сами почитаете вот так концентрированно, вы поймете, что как бы я не хотел подтянуть это под якобы множество небес, да, то на самом деле это бывает очень часто либо вот такая восхвалительная формула, ну, как «святая святых». Тоже вы знаете библейскую. То есть это такой язык очень часто «святая святых». На самом деле, ну что такое «святая святых»? Это чуть святее, чем там, да. И небеса небес. Ну, как минимум, опять же, если перевести на вот это слово «небо», да, то есть как мы можем прочитать «небеса небес»? Ну, какое-нибудь высшее небо. Или небо, небесное небо, вообще получается какой-то немножко парадокс, да. Если я говорю, вы конкретно стихи почитаете вот так чисто эту симфонию, у вас просто, если говорю, не предвзято, знаете, не пытаться ангажированно притянуть это на свою сторону. На самом деле, мы понимаем, что это прямо там, там не говорится. Особенно, если мы берем еще контекст там всех этих стихов, то это просто идут часто восхваления. Или просто, как я еще раз сказал, это говорится вот именно об этом небе. А небе-то все, что там выше вот, ну, хрубая моей головы, кто будет делить эту линию вот в небе, да. Ведь воздух, который нас окружает, а это вообще небо или что это? То есть, по сути, небесами Библии подразумевается это все, что выше Земли. Или вот до космоса, опять же, в древности знали ли, что там есть космос, какая-то оболочка. Да вообще, эта оболочка, хоть она и видна там на стихих фотоснимках из космоса. Но, по сути, а где ее грань-то? Это же не какая-то такая железка, в которую можно постучать или стеклянный купол, да. То есть, все это одно в другое перетекает. А звезды, космос, который мы с вами видим, по сути, там небесами названо все, что вот-вот-вот выше Земли. То есть, Земля и небеса, да. Сотворил Бог небо и землю. В Библии, по сути, в синодальном переводе написано вот так вот. Небо и землю. Это, опять же, нам перевели. Есть перевод, где пишет небеса и землю, да. Или, грубо говоря, мы когда проваливаемся там в грецкое написание, мы видим разные значения этого слова, потому что вот это вот все. Это очень важно тоже, да. И еще раз, что там говорится, и самое важное, особенно в Ветхом Завете, когда мы читаем, речь идет о материи, о природе. Там под словами этими небесами не идет речь. Там вот почему говорю всегда, можно вырвать, знаете, я бы вам сейчас там ссылок понапривел, я говорю, миллион этих, да. Ну не миллион, там их с десяток, да. Ну даже с два десятка, по-моему, было, когда я сам изучал этот вопрос. Но там не идет речь о вот этом вот втором пришествии Христа, о великом суде, и что это вот о тех, о новой земле, о новых небесах и новой земле сказано. Нет, там всегда контекст, пророки это там, в книге, в пяти книжах Моисеев это сказано, в псалтыре, там идет речь о вот этих наших с вами, сейчас, пока. Это, как я в будущем, я буду называть сейчас, это первое бытие, то есть это вот время от сотворения первой земли, первого неба, да, как нам в Библии сказано, до вот кончины тысячелетнего, конца тысячелетнего царства и великого страшного судна для разделения, когда Бог, Иисус, будет творить новую землю, новое небо, ну и, соответственно, там будет новая гиена огненная, так скажем, да. То есть это очень важно. И поэтому все ссылки там в Ветхом Завете, даже в Новом Завете, там нигде не раскрывается, ну мы с вами дойдем, там Павел сейчас, всем знаменитое место, что Павел был восхищен до третьего неба, вот именно, его почему-то назвало Раем опять, да, или так нам перевели, мы с вами сейчас еще попозже об этом говорить, но очень часто там это слово тоже употребляется, именно как вот это наше с вами, во временной жизни, вот в этом бытие, в этом отрезке бытие, после сотворения мира, первого мира, в котором мы с вами живем, вот этом смертном, тленном после грехпадения, до Великого Суда. И там небом названо просто вот это вот, вот все, что у нас с вами, воздух этот окружен от Земли и туда в космос, конечно. Это важно, я хочу, чтобы вы просто об этом тоже, мы с этим вопросом разобрались. В принципе, мы с вами переходим о том, что, да, то, что сказал, к апостолу Павлу переходим. Самое яркое, кажется, что единственное, но нет, есть притча о богаче, и мы с вами еще будем евангельские места разбирать, что есть самое яркое, кажется, единственное место в Библии, которое дает нам основание о различных уровнях небес, вот этих будущих небес, будущего неба после Великого Страшного Суда и Дня Разделения, да, где автор утверждает, что кто-то, возможно, он говорит о себе, был восхищен до третьего неба, которое он называет Раем. Это второе послание Коринфянам, 12 глава, то есть, по сути, заканчивается второе, апостол Павел заканчивает этими словами, ну, практически, я говорю, последняя глава, свое большое послание. Послание, что первое у него из 16 глав, первое Коринфянам, мы сегодня к нему с вами тоже не раз будем обращаться. И второе послание апостола Павла Коринфянам, 12 глава, всего в нем 13 глав. «Неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям откровениям Господним. Знаю, говорит, человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли он был, не знаю, или вне тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю я о том человеке, только не зная, в теле или вне тела он был, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать». Ну, богословы ломают голову, изучением Евангелия занимается, Нового Завета, Библия, библеистика предмет во всяких семинариях. О ком Павел говорил? Ну, конечно же, все понимают, что, в принципе, он не зря, я вам, в принципе, даже с первой стиха все прочитал, что он говорит, «Неполезно мне хвалиться». То есть, в принципе, он сказал о себе в третьем лице только ради того, чтобы, как говорится, да, к себе похвалу не принимать, что это он. Естественно, в принципе, мы все понимаем и соглашаемся. То есть, библеисты, я себя к ним тоже отношу, так скажем, пусть без образования и корочки, да, но вся моя жизнь была посвящена после покаяния глубокому изучению Библии, да, что, конечно же, Павел говорит о себе, мы это понимаем. Мы, в общем-то, не можем вообще утверждать, какой конкретно это Павел в селе послания апостола Павла, так называемого, написано одним и тем же Павла, может, вообще другой человек, но неважно. Автор, который это пишет, и эти книги вошли в Писание, в канон, именно в каноническое Писание Библии, он говорит о неком человеке, ну, будем говорить прямо о себе, да, что он был восхищен до третьего неба, то есть был восхищен в рай. Ну, формулу А равно Б, математическую формулу, если А равно Б, АБ равно С, то А равно С, я вам всегда говорил, то есть мы читаем эту фразу всегда, восхищен до третьего неба и восхищен в рай. То есть восхищен и восхищен равно, да, значит, царство Третьего неба равно рай. То есть, он третье небо называет Раем. Опять же, здесь я вам уже не стал так глубоко копать в греческие тексты, опять, какой там перевод. То ли здесь слово Рай имелось это, как я вам говорю, что вот эта вот путаница, хотя тоже вспоминал те же самые слова апостола Павла, прекрасная мысль апостола Павла, что в мире нет слова без значения, да, и у всякого слова свое значение. На самом деле мы видим, что у разных слов не одно и то же значение, и бывает одно слово, слово коса имеет сто значений, да, и коса там косичка, коса это там, которые косят траву, и коса это природное место там реки и земли, в общем, одно слово сто значений имеет. И наоборот, один и тот же предмет, у нас слово стул, это и стул, на котором мы сидим, и это выделение человеческой прямой кишки. Вот вам, пожалуйста, одно слово и разные значения. И наоборот, помидоры и томаты, а речь идет об одном и том же, земля и планета, по сути, тоже. Ну, земля и планета, может, не совсем правильно, планета подразумевает любую планету, а земля уже конкретно имеет цвету, наша планета. Ну, вот про помидоры и томаты, мне кажется, я вам хорошо привел, где два слова одно и то же, об одном и том же предмете говорят. Поэтому мы сегодня не будем тут. По сути, Павел, конечно, говорит, ну, вы знаете, он может быть прав, и знаете, слово рай стали употреблять еще... Ведь когда Господь создал землю и рай, и она стала раем, да, для человека, обитанием на ней стало блаженством, пока человек не согрешил, ведь потом человек согрешил, вкусил смерть, стал смертным, естественно. Ведь человек, когда уходит из этой жизни по плоти, да, материальной, ведь где-то душа его призывает, прибывает. И, по сути, это место стали называть раем и адом. Ведь это же еще не то царство небесное и гиен огненное, которое будет после второго пришествия. То есть это якобы, где души без тела обитают. На самом деле, во-первых, любой души все равно есть тело. Люди по смерти не превращаются в невидимых. Да, они, может быть, в земном зеркале не видят свое отражение уже, особенно если некоторое время бродят по земле по какой-либо причине. Но эти души не безвидны. Безвидного вообще ничего нету, кроме наших мыслей. Все остальное, у любой души есть такая же материя, как есть у ангела и так далее. Есть тело душевное, есть тело духовное. В любом случае человек, он имеет всегда какую-то плоть. Даже душа, так называемая, она имеет точно такую же плоть. И поэтому, вот я вам хоть и поговорил, да, по сути, и вот это вот называют раем и адом очень часто. То есть это вообще, вот я вам еще раз вернусь к этой же иллюстрации, которую уже показывал. То есть, по сути, просто вот этот вот рай, то есть сначала он просто был земным, земной плоти, да, то потом он превратился в такой рай для душ. И появился, так скажем, как раз ад. Появился он только после смерти. И то, ведь человек просто стал смертным, помните, в день грехопадения Адам с Евой. Но они еще не умерли. То есть с первой смертью появляется, так скажем, ад и рай, да, образно говоря. То есть куда идет уже, когда человек сбрасывает вот эту вот шкуру, так скажем, прах, о котором Бог сказал Адаму с Евой, что прах, вы и в прах возвратитесь, да. Вот с этого времени, если хотите, появляется такой, получается, опять просто по-хорошему тогда для рая земного, и рая потом, назовем его даже не знаю, как небесным тоже не назовем, раем и посмертным-то я имею в виду, имел в виду иногда, когда вам говорю, посмертное бытие, я имею в виду посмертное, когда смерть вообще истребится, для всех, да, потому что будет побеждена последняя победа Иисуса, это смерть истребится, да. То есть здесь такая частная, когда посмертное бытие. Вот оно названо до дня всеобщего разделения Великого Суда, либо раем, либо адом люди попадают. Это тоже вот важно, видите, вот мы с вами все эти вопросы, как сказать, дошлифовываем, понимаем. И Павел, в принципе, с одной стороны, тогда он как бы правильно пишет, но все-таки рая земной, который был создан, его бы надо было назвать как-то, либо его по-другому, да, назвать, либо вот это вот посмертное частное бытие каждого человека, до Великого Дня Суда и разделения каким-либо другим словом. Потому что у нас, я говорю, идет просто путаница, вот это вот первосозданное, да, бытие. Была земля, природа, такая грубая материя, как ее называют, хотя любая материя грубая, все-таки вот эта тема может до бесконечности углубляться, да, и тут игра слов порой нарушает сети. Ну ладно, я надеюсь, с этим мы с вами тоже вопросом разобрались, у вас в голове, наоборот, не каша, а все более-менее устаканивается. Я говорю, к сожалению, я уже не могу переписать Библию и дать там разные понятия этим словам, да. Я бы, конечно, с удовольствием, как я вам сказал еще раз, день творения и вот эту вот землю, которая названа Раем, либо оставил это слово, и тогда слово, куда души идут после своей смерти, после грехопадения до второго пришествия, когда все воскреснут люди на земле, назвал бы каким-то другим словом, не знаю, какое придумать. Тамапутра какая-нибудь, вот Тамапутра и ад, да, и тогда было все понятно. А у нас, к сожалению, вот этот вот рай, мы знаем, что рай когда-то был, а его уже не вернуть, в прошлое не вернуться, в реку в одну и ту же дважды не войти. Ну, я надеюсь, после моих видео у вас все равно у нас сложилось, теперь вы будете просто по контексту, пусть слово рай вы будете читать в разных местах, в разных исследователях, кого-нибудь слушать, вы будете сами уже понимать, просто по контексту, о чем и человек вам говорит. Он в контексте рассказывает о том рае, который был при створении, где там Адам с Еваса грешил, ну хорошо, вам все понятно. Если он говорит о рае, когда человек в частном случае умирает, и куда-то попадает его душа, это место пока до Дня Великого Суда, Дня Великого Всеобщего Воскресения, Великого Суда, Страшного Суда и Великого Разделения, да, вот это все называется рай, место пребывания светлых душ, а темных называется Адам. Но все это до вот этого дня. Потом появляется Небесное Царство и Гиена Окняная. Здесь мы с вами в понятиях определились. Это очень важно. Итак, дальше я пишу. После прочтения этого места остаются и возникают следующие вопросы. Ну, я уже вам ответил, тут я его написал. Почему это место? Назныраем, ведь мы его потеряли. Ну, об этом мы с вами поговорили. И второй вопрос. Если существует третье небо, значит есть два первых. То есть первое небо, второе небо, а он был восхищен до третьего неба. Но он был восхищен до третьего неба. Но Павел не утверждает, не говорит из-за его писания. Мы не можем сделать вывод. А есть ли четвертое, есть ли пятое, есть ли шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое и до бесконечности? Есть ли они? Павел это место из писания нам говорит о том, что есть уже, если небеса, небес у нас еще возникал вопрос, особенно в Ветхом Завете очень часто, это и восхвалительная форма, я вам уже сказал. По сути, небесами небес чуть ли не космос называют, то есть небом называют вот это вот, как мы сейчас называем, земную атмосферу. Потом вот эту вот черную материю и всего космоса и так далее. Может быть в древности это подразумевали под этим, где-то это вообще восхвалительная такая формула выражения типа святая, святых, ну то есть высшая, как бы сказать, сфера, да. Вот, но не то, что она прям как-то разделяется там. То здесь мы с вами все-таки видим, да. Апостол говорит нам о том, что он был восхищен до третьего неба, то есть пройдя первые два. Это уже повод для нас с вами утверждать, рассуждать и размыслить о том, что все-таки, да, вот это вот посмертное бытие, хотя Иисус очень часто говорил для краткости, на черно-белое мир делил, да, добро и зло, жизнь вечная, погибель вечная. Но на самом деле мы с вами видим, что нет, все-таки есть и такие места в Библии. Давайте об этом дальше будем рассуждать. И ни в этом Писании, ни в других местах Библии, казалось бы, ответа на этот вопрос, вот если два, три, четыре, пять, десять, нет, к сожалению. Но Иисус кое-что прямо поведал своим ученикам на прощальном ужине, а кое-что поведал косвенно, рассказав нам притчу о богаче Лазаре, которая открывает нам завесу этой тайны. Но обо всем этом я скажу чуть позже, то есть мы с вами сегодня еще очень важных два места, именно евангельских мест, почитаем, это еще раз к прощальному ужину обратимся, еще к одному месту, к притче о богаче Лазаре, но об этом чуть позже. Я вот такую картинку уже когда-то делал, мы к ней с вами тоже еще чуть попозже вернемся. Я, знаете, такое, мы с вами такой второй круг пойдем сейчас после часа этого видео, я еще раз задамся вопросами, и мы с вами продолжим, да. Зачем вообще, такими вопросами, как первые, зачем вообще задаваться вопросом о разных уровнях ада и рая, небес и гиены огненной? Что мне это дает на пути с земной христианской жизнью? То есть я вам это в принципе сказал, но в тексте, вы видите, на своей страничке я только сейчас об этом пишу. Я хочу еще раз вам дать вот этот вот ответ. Ответы на эти вопросы, и мы закончим это видео именно еще раз ответами, уже более пространными, здесь сейчас кратко скажу, а там мы подведем более пространные, вы поймете почему и после всех дальнейших размышлений. То есть ответы на эти вопросы дают мне цель, мотив, если хотите, это в принципе слова синонимичные, да, стремиться, то есть слово и дело, теория и практика, то есть цель стремиться, то есть делать что-то, стремиться к совершенству познания истины и абсолютному богоподобию в любви. Мы с вами закончим еще эту мысль более расширенном. Я вам приведу слова Павла в первом послании к Тимофею из второй главы. Бог хочет, я сегодня частенько вырываю, там есть иногда, я говорю, немножко другие смыслы, или относятся, как я вам сказал уже там, к первому, ко второму пришествию с Христа, а иногда мы это все переводим, как я вам уже его обозвал, так скажем, третье, не пришествие, а явление, потому что Иисус будет и так на земле, но он уже явится в другом виде, в амплуа, да, на троне сидящий, весь сияющий, где каждый будет чувствовать, что он бог. Павел пишет такие слова. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Потому что вы знаете, несмотря на то, что у меня какие-то темы, казалось бы, узкие, я вам, видите, в роликах стараюсь и таких разных коснусь, касаются тем. Это тоже очень важная мысль, которую я всегда говорю, хочу, чтобы просто без этого, этой аксиомы, невозможно разбирать никакую тему. Это аксиома, которая и открывает вам истинное бытие. Это мысль, какими другими словами можно, то, что Павел сказал, что Бог есть абсолютная любовь. Да, нам всем известны слова апостола Иоанна. Бог есть свет, Бог есть любовь. Но Павел сказал, другими словами то же самое. Бог хочет, чтобы все, здесь очень важное слово, какое все. Все люди спаслись, да, три слова, ради которых я вам и привел цитату апостола Павла. Это очень важное понимание вообще бытия и сущности бытия, и сущности себя самого. Что Бог хочет и вообще всего этапа, Божьего замысла того, что мы идем. То все это лишь этапы. Но конечная цель, вот у Бога, да, мы с вами говорим, какая у нас тут, как с вами цель всего этого видео. А какая же цель у Бога всего этого, всей этой школы жизни? Это чтобы все люди спаслись. Здесь вот спаслись, надо тоже не протестантский бред, конечно, сюда впихивать по вере. Имеется в виду, чтобы все люди, чего? Мы видим, что спасение, это не спасение по вере, это достижение познания истины. А истина есть любовь. То есть это совершенство в любви. Бог хочет, чтобы все люди, или как Иисус говорил, что все вы боги, чтобы все мы стали богами, а Бог, то есть любовь. То есть чтобы мы все стали абсолютной любовью, через это стали абсолютным Богом. Никогда не читайте вот это вот слово спасение в протестантском мировоззрении. Это отвратительно, тошнотно, это дьявольски, это противоречит истины. Верой никакой, ни в Бога, ни в Иисуса Христа, ни в Его искупительную жертву никто не спасается. Бог ни в кого не верит, Он не верит в Бога. Иисус не верит в Иисуса Христа. Уподобиться Богу, спастись, достичь познания полноты, познания истины и богоподобия можно только в любви, потому что Бог не вера, Бог ни в кого не верит. Бог есть любовь. Это очень важно. Уподобиться Богу, спастись можно только, преобразившись в совершенную любовь. А эта любовь отдает даже самого себя целиком ради этой любви. Это очень важно. Поэтому я пишу дальше, что, конечно же, для меня очевидно, что в конечном итоге все эти уровни, этажи, круги, не важно как их называть, исчезнут. И будет Бог всячески во всем, ибо Бог есть любовь и не хочет смерти грешника. Это первый этап нашей земной жизни. Не его вечные мучения. Это второй этап жизни. Вы сейчас позже поймете, о каких этапах я говорю. А желает абсолютного блага всему своему творению. Это третий этап. Это я вам уже подвожу, как видите на экране. Мы с вами подходим вот к этой именно иллюстрации. Давайте я вам уже здесь, сейчас покажу эти этапы. Мы с вами о них поговорим. Первый этап. Вот эта картинка, чтобы у вас все было понятно. Это от дня творения. Здесь, конечно же, как вы видите, у меня слишком много картинок. И по сути это тоже, это лишь одна черточка. Это одно мгновение. Но она у меня в виде картинок там трех. Хотя сюда можно еще больше добавить. Добавить это суд над человеком. Это вот как раз я притчу тут изобразил. То есть разделение. Иисус творит новую землю, новое небо. А здесь бы еще хорошо добавить его второе пришествие. Может я даже после этого видео и добавлю. Но это все одно мгновение. То есть у нас есть на карте, у нас есть точка. Вот я ее тут могу вначале нарисовать. Видите, красненьким. То есть вначале Бог, это первый стих Библии. Ну я не могу тут с края рисовать, у меня мышка не позволяет. Вначале Бог сотворил небо и землю. Вот этот вот весь этап, он идет. Если хотите, я не знаю, где вам тут поставить черточку. Давайте я, во-первых, подотру все это еще раз. То есть у нас есть первый стих, первой книги Библии. Вначале сотворил Бог небо и землю. С этого все начинается. Человек согрешил, пал. Смерть вошла в жизнь. И вот идет. Вот до дня второго исходить я вот здесь линию поставлю. Хотя можно было и здесь поставить. Потому что все еще раз это вам рисую. Все это я делаю как как будто одно мгновение. То есть вот это все, это первый этап. Если это все вот как большую такую толстую черточку, если вы меня понимаете, то и вот здесь тоже у нас вот с вами черточку мы с вами сделаем. То вот это называется вторым этапом. А дальше все третьим. Когда это третий этап? Когда эта черточка будет? Это черточка всеобщего покаяния. Я в это всеобщее покаяние верю, его исповедую и знаю, что так и будет. Мы сегодня с вами еще об этом будем говорить, ссылаясь на стихи Иисуса, на его учения. То есть дальше у нас пойдет третий этап. Это будет где все покаятся, любовь всячески во всем и все вечный свет. Никакой, ни гиены огненной нету, ни царства небесного. Бог будет всячески во всем. То есть у нас получается с вами три этапа. Еще раз подотрем, и я уже здесь просто нижнюю линию начерчу. То есть у нас есть с вами начало всего. В начале стоял Бог небо и землю. У нас с вами есть день великого... Видите, он как раз так против. День великого разделения. Явление уже после второго пришельства, после тысячелетнего царства, которое где-то вот здесь вот так скажем будет. За все эти там 7 тысяч лет или еще мы как-то живем. То есть все это первый этап. Второй этап после великого разделения. И закончится он этот этап. И начнется третий после дня какого? И общего покаяния. Когда он будет, никто не знает. Ни времен, ни сроков никто не знает. Вот такие у нас три разделения и три этапа. Итак, ну, слова, кстати, да будет Бог все во всем. Вы знаете, это первое послание апостола Павла Коринфянам, 15 глава. Они, конечно же, тоже вырваны. Мы с вами не можем в одном ролике целиком послание читать. Но вот так вот. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос. Потом Христовы в пришествии его. А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо ему надлежит царствовать, доколь не зло у всех врагов под ноги своей. Последний враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам он покорится, покорившему ему да будет Бог. Все во всем. Конечно же, я здесь, если хотите, не то, что извращаю слова апостола Павла, а опять их переношу и на третье. Конечно же, Павел пишет на самом деле об вот этом вот второй рисочке нашей. То есть он пишет, а и то он тоже, как всегда, растягивает немножко. То есть будет день второго пришествия, когда Христовы воскреснут, да, в это такое первое воскресенье. Потом будет тысячелетнее царство, закончится оно всеобщим воскресеньем, то есть вторым воскресеньем. И все. В этот день смерть будет побеждена, смерти не будет, не будет тления, будет уже вечность, я вот так рисую, да, таким значком она сюда начнется с этого дня уже, но эта вечность, в ней будет этап все равно, когда-нибудь, такая черточка, когда все покаются, да. Но до этого будет царство небесное и царство тьмы. И Павел говорит, как будто уже здесь будет Бог всячески во всем. Ну, Бог действительно всячески во всем. Но я просто эти слова его люблю употреблять как раз ко дню всеобщего покаяния. Это очень важно. Вот. Но по сути, да, он говорит о том, что вот в этой точке будет Бог уже всячески во всем. И он будет. Мы с вами об этом сегодня будем тоже говорить. Но надо понимать, что это так же, как я вам говорю, мы можем и транслировать, и вот на эту точку уже в духовном опять. Если здесь он говорит по плоти, что будет Бог всячески во всем, хотя Бог всячески во всем и в первом этапе был, да. Но здесь Павел пишет о том, что все, кто там любит Христа, он будет с ними и по плоти. А все, кто ниже, что там тоже Бог будет всячески во всем, хотя он и до этого был всячески во всем, да. Но вот как мы вот эти слова Иисуса в 14 главе Евангелия Атана, я говорю, берем и телесно, и духовно, да, что когда он там у Бога много обителей принесет и соберет, то здесь мы тоже сяло по плоти считаем это вот к этой первой точке, так скажем, к дню великого разделения. А по духу, так скажем, что все действительно покаются, что Бог будет всячески во всем не в смысле по плоти, да, и всем доступен, а что именно по духу Бог будет всячески во всем. Это, конечно, будет когда-то, когда покается каждый человек. Об этом я буду говорить позже. Я, знаете, еще вам хотел сказать, чтобы сразу мне вопросов не задавали, кто умудрился до сего времени досмотреть. Я еще раз вспомнил, вот тоже, ну это просто отдельный ролик, это вот по восхищению, по то, что вот Евангелия Леотана неправедно притягивают, что якобы у отца в обители много, что они там на небесах. Иисус храм в Иерусалиме, вообще Иерусалим называл домом отца своего. Это очень важно. То есть когда будет идти Иисус с небес, я вот так его нарисую, да, на облачках, да, мы к нему будем с земли все подниматься. На облаках по воздуху, да, и собираться в доме отца моего, и вот он, в Иерусалим, да, в котором мы все, так скажем, собираемся. Иисус здесь говорит как раз обителях, потому что он говорит, дом мой, дом отца моего, дом молитвы, дом молитвы наречется, а вы сделали его местом разбойников. Это очень важно. Иисус об обителях там говорит, потому что протестанты, кто вот это за довлекоскорбное восхищение, я говорю, вот это место из Евангелия от Ана топит, якобы это вот обитель на небесах. Иисус там говорит, я говорю об обителях, он как бы приточно говорит о том тысячелетнем царстве на земле, когда он придет, и что вот эти вот обители, это он говорит о земных обителях, о иерусалимских обителях, в которые все мы соберемся. А если не так, он нам поможет построить свой там частный домик в окрестностях Иерусалима. Это очень важно тоже, чтобы вы мне лишних вопросов в этом ролике не писали, но я обязательно доберусь и запишу, до довлекоскорбного восхищения там разные все эти брала, вот эти стихи, где они их извращают и притягивают до своего довлекоскорбного восхищения. Это абсолютный бред, я говорю, иначе это противоречит другим местам. А вот так все получается складненько. Ну, сегодня просто не тема этого вопроса, поэтому мне хотелось даже в этом видео сказать. Уж этот ролик часа на три точно будет. Так что, уж три или три десять, неважно. Итак, продолжаем. Ну, я уже вам, в принципе, словами сказал, еще раз прочитаю, что я тут написал. Но это будет только после того, вот это да будет Бог все во всем, когда добровольно покается последний грешный человек и последний падший ангел. Я, естественно, верю и знаю, что покаются даже и демоны, и даже сам Люцифер, светлый, некогда светлый ангел. В мироздании, в Божьем мироздании не может быть зла. Мы будем абсолютно счастливы в будущем мире, только когда во Вселенной, в бесконечном Божьем бытие не будет никакой обители, никакое место, куда бы ты вдруг пошел, тебе по голове надавали, как у нас в земной жизни, изнасиловали, обокрали, убили и все. Нет, такого не будет. Не будет в мире точки во Вселенной, где было бы зло. Ты можешь путешествовать, открывать ее, рисовать, и нигде тебя не ждет опасность. Это будет тогда, когда все покаятся. Совместив вот эти вот два стиха, которые я вам привел, Бог хочет, чтобы все люди, под людьми читай и ангелов, потому что читать надо все это всегда, подставить место Бог-любовь. Любовь. Бог-любовь хочет, чтобы все люди спаслись. Это логично. Он же любовь, значит, он хочет, чтобы все спаслись. Только люди, нет, и ангелы. Если вы вначале подставляете Бог, добавляете любовь, а Бог есть любовь, то, значит, слова апостола Павла можно дописать. Это не только люди, но и ангелы. Это очень важно. Я надеюсь, что все это не. Потому что Бог будет всячески во всем. Ангелы – такое же его божье творение. Очень важно. Он их тоже любит, он их тоже создавал из любви и с любовью для любви и хочет, создал их светлыми, добрыми, чистыми, такой же свободной волей. Это очень важно тоже. Потому что есть лжи и утверждения, что они не имеют свободы, как они тогда пали. Ссылаются там тоже лишь на один стих, можно сказать, Библии, что и послание к евреям, что якобы вот духи, служебные духи там, да, то есть они просто служат свою волю, но как они тогда пали, ответьте сами себе на вопрос. Там идет контекст определенный, там имел в виду, что мы такой же контекст, что не служебные духи, то есть так, как мы говорим про себя, что мы служим Богу. Но мы не слуги. Служить и слуга – это два разных слова. Я служу, но я не слуга. Очень важно. Итак, переходим к с вами три этапа бытия. Я, в принципе, вам уже набросал наперед, можно сказать. Ну, давайте еще раз. Я их взял, об этих этапах, теперь поговорим подробнее. Ну, в принципе, я уже начал разговаривать, да. Я для них взял евангельские цитаты, Иисуса Христа тоже, но на самом деле дело даже не в них, а в общем понимании. Но я так их каждую как бы цитаткой заглавил, как эпиграфы, да. Ну, вы помните, то есть первый этап. Теперь мы переходим с вами еще раз к этой картинке, да. Я вот так вот вам буду это все… Нет, если я буду увеличивать, здесь будет все ползти. Получится. Ладно, вы отсюда. Чем на самом деле это все вот у вас на такой картине, тем вам все это будет виднее. Для первого этапа я взял цитату из «Бытия» третьей главы, ну, естественно, да. Ну, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться, от нее во все дни жизни твоей колючки и репей, произрастет она тебе, и будешь питаться полевой травой, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не взвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты в прах ввратишься. Можно было добавить воспитание для Евы, да, что в болезни будешь рожать теперь, зачинать и рожать, и начинать и рожать, вынашивать, да, и рожать детей. То есть, после грехпадения у нас первый этап «Бытия человечества». Я его так назвал первый этап «Бытия человечества» и «Самопознание». Бог хочет, чтобы мы все чего достигли, «Познание истины». Есть любовь. То есть, Бог хочет, чтобы человек познал себя в бытие, познал бытие, познал Бога, познал любовь. Это очень важно. Я хоть вам все время говорю о трех природах бытия, любовь, свобода, вечная жизнь, но все время об этом говорю, что, по сути, вечность и свобода мы ей автоматически обладаем. От них избавиться невозможно. Принимаем или не принимаем, только в зависимости от того, мы себе на горло наступаем или нет. Чем ты раньше принимаешь бытия, не отвергаешь его, что у тебя червяки сожрут, что вечности не существует, ты сам себе просто на горло наступаешь. От свободы отрежься тоже невозможно. На самом деле, когда ты говоришь, «Ну, я был не свободен, на меня прессовали». Нет. Ты сдаешься. Ты выбираешь. Даже отрекаясь от свободы, ты, получается, делаешь свободный выбор. Что якобы я не мог, вот я тут слабенький, меня кто-то заставил. Нет. Ты просто свободно выбрал зло все равно. Поэтому только любовь, то есть доброта и зла, только здесь мы выбор. И именно это составляет нашу сущность, нашу личность, то, что мы выбираем в жизни, добро или зло. Но, конечно же, ради собственного блага принять надо все эти постулаты, аксиомы бытия и сущность бытия. Любовь, свободу, вечную жизнь. Все очень важно. Так вот, первый этап бытия. Отцетворение первой земли, первого неба, о котором сказано в первой стихе, первой главы, первой книге Библии под названием «Бытие». Отцетворение до великого разделения. То есть оно же второе пришествие Иисуса Христа, день такого, если это все сжать в точку тысячелетнего царства, то это, конечно, до дня второго пришествия, дня суда. Тут, потому что, как я уже много раз говорил, у нас даже о тысячелетнем царстве, в принципе, в Евангелии сказано пречно. Поэтому мы как бы сжимаем сейчас. Даже это все в одну точку. У меня шмель поселился зимой. Прикольно. То есть мы с вами все это ради простоты тоже сжимаем. На самом деле, да, мы с вами, кто верит, в тысячелетнее царство, во второе пришествие Христа, потом за ним еще тысячи лет, потом вот эта вот земля и все дела на них сгорят, и все воскреснут, абсолютный великий суд. Так что мы сегодня ради простоты, мы с вами не говорим о тысячелетнем царстве, кто-то из христиан его не принимает даже. И в принципе, принимай, не принимай, главное, живи свято. Это вот те вопросы, которые, как я говорю, ты себе просто на горло наступаешь. Какая радость будет воскреснуть раньше, со Христом еще тысячу лет на земле пожить, да, будучи бессмертными. Поэтому ты сам себе просто на горло наступаешь. Пусть даже лучше ты ошибешься, если ты будешь его принимать, а его не будет, чем ты будешь его отрицать и будешь ждать Дня Великого Суда. Так лучше со Христом воскреснуть в первое воскресенье. Сам пророк, который об этом нам написал, до нас ведь дошло, написано, что блажен, кто имеет участие в воскресенье первого. Чего же этого блаженства добровольно отрекаться? Но мы ради этого сожмем, поэтому я просто сейчас перечисляю, все это как будто одну точку, да, День Второго Пришествия, День Суда, Жатвы, Свадебного Торжества, или Брачного Пира, как его называют, Восхищение Невесты Церкви, и после этого Суда Великого Разделения, то есть Воскресенье всех, вот, все это вот до этой точки. Я даю ему этой жизни, вот этому вот периоду, о котором мы с вами сейчас сказали, поэтому я говорю, ведь я тут даже не знаю, где грань поставить, ну, будем все-таки вот так все это захватим, хотя вот это вот, все еще раз вам говорю, это вот одна точка, одна такая черточка, все, что я вот эти вот картинки нарисовал, по сути, это одна черточка, ну, поэтому я вот вам ниже и рисую такую вот линию, у нас есть начало, и вот эта вот черточка, она же здесь, я вам даже сейчас почетче нарисую, чтобы вот так вот прямо, оп, вот так вот. Вот это все у нас называется первым этапом, это жизнь, в которой мы сегодня с вами все живем, в этом вот этапе. какое я дал описание этому этапу, это временная рабская жизнь, полная несправедливости и страданий, заслуженных и нет. человек создан богом, не добрым и не злым, но свободным избирать между добром и злов, познавая их на опыте, переживания, удовольствия и боли, то есть радуясь и страдая от них соответственно. Ну, то есть от боли мы, естественно, страдаем, от удовольствия радуемся и веселимся. На этом этапе мы претерпеваем как справедливые страдания за свои злые дела, так и несправедливые за свои добрые дела. Жизнь человека рабская, потому что он живет на проклятой земле и зависит от всего, от еды, одежды, крови и прочее. Ему причиняют вред растительный мир и животные, люди и бесы. Все кругом недолговечно и тленно. И мы живем здесь без Иисуса по плоти, лишь недолгое время, один раз в его первое пришествие. Итак, давайте зафиксируем все то, что я вам только что сказал. Бог творит человека. Он не добр, не зол. Он просто белый лист. И на этом этапе, вот я вам рисую, да, человек, что в этой жизни, пока он живет, сам определяется, куда он хочет. Туда или сюда. Мы живем. Это жизнь, что по плоти мы у нас, мы с вами смертны, после грехопадения страдаем, да. Во-первых, мы, конечно, живем как рабы. Мы с вами зависим от еды, мы уже страдаем, нам надо где-то работать. Одно дело трудиться, да, испытывать от этого наслаждение. В Эдемском саду мы должны были трудиться, возделывать его, да, но это было радостно. Сейчас мы трудимся, мы страдаем, все кругом ломается, все тленно, все недолговечно, ты что-то делаешь, это разваливается, это кто-то может похитить, это кто-то может истребить, сжечь. Растительный мир бунтует против нас, да, проклята земля за тебя, как сказано в бытие, да, то есть она нам вредит, что-то все время гниет, плесневеет, заражается, целая проблема, что-то вырастить, природа нас топит, громы, молнии, пожары, то есть мы живем в аду, просто на самом деле, в самом настоящем, уже на земле, после грехопадения, хоть мы с вами уже определились с этими словами, да, что это якобы относится к частному, посмертному бытию одного человека, где он пребывает вот до времени Великого Суда, но на самом деле, люди, которые познали истину, понимают, что мы здесь уже на земле живем в аду, мы страдаем ужасно, да, от всего, от животного мира, который нам причиняет вред и страдания, неважно, накидываясь на нас там какой-то хищник, неважно, там, грызуны нам тут все повреждают вокруг, неважно, там, насекомые все съедают, наши плоды и зелень и прочие вещи, да, мы страдаем от бесов, они имеют доступ к нам, мы знаем, что дьявол делал с Иовом, со многими людьми, да, мы знаем, как бесы даже овладевают человека, мы страдаем от людей, которые творят зло, то есть мы с вами живем в аду, на самом деле, да, но я уже, у меня есть, конечно, эта тема отдельная, ролики, вот эту вот картинку, которую я, сейчас я ее отдельно открою, включу рисовалку, я уже об этом говорил, но сегодня постараюсь сейчас кратенько вам еще раз все это показать, да, на этой картинке я всегда изображал, это такая средняя линия, то есть, ну, линия человеческой жизни, да, то есть мы все с вами от рождения до временной земной смерти проживаем, и вопрос, кто мы, по сути, вот рай, такая нейтральная линия, да, когда мы начинаем творить зло, на самом деле, это, скажем, продуманный этап божий, вообще, это этап, так скажем, отчасти полной свободы, я хоть назвал, ну, рабской, да, это, но на самом деле, полной свободы чего, творения чего мы хотим, зла или добра, да, вот, во втором этапе мы как бы тоже остаемся, это вот антиномия, свободная, на самом деле, мы просто становимся рабами любви, кто там достигнет любви, или рабами срастей, вот, но из них, правда, от них тоже можно избавиться, и на самом деле, святой как бы всегда остается в потенции, возможно, согрешить, но он это просто перестает делать, потому что он становится, у него меняется природа, он сам, он хоть и свободен согрешить, да, но он никогда уже не согрешит, потому что он просто этого не... Вот это очень важно, но наше первое бытие, оно вот все на этой вашей картинке, на самом деле, когда мы творим зло, пусть самое-самое адское, и спускаемся на глубины ада в течение нашей жизни, Ведь зло мы творим. У нашего зла, ну я тут нарисовал такого бесенка, по сути здесь с вами будем смотреть, будем под этим видеть человека. На самом деле, когда кто-то творит зло, это не платочки ненадетые и не пропускание службы по субботам. Зло у зла, у нашего, грех. У меня на этой теме, конечно, полном видео, вы знаете, что такое грех, надо с этим вопросом разобраться, но я, видите, вам и в этом ролике все вынужден опять говорить. То есть у зла всегда и у любви есть объект. Значит, мы против кого-то его творим. То есть мы когда на дно ада спускаемся потихоньку, скажем, душевного ада, да, когда мы творим зло, я сейчас имею в виду, уже видите, все эти слова уже переплетаются. Всегда на каждом этапе здесь мы еще, мы там кого-то просто обманули, обокрали, послали подальше какого-то человека, да. Это еще маленькое зло, мы тут не на самых глубинах душевного ада спуститься. Мы можем, конечно, до ужасного, надо было бы тут не так нарисовать, сейчас подотру вот так вот, вот так вот, тут надо было правильно нарисовать. На самом деле мы это зло творим против кого-то, я надеюсь, вы все это смотрите. На самом деле мы кого-то что делаем, распинаем, вот мы убиваем. Конечно, самое дно ада это когда ты отнимаешь у человека жизнь, тем более отнимаешь жестоко. Вот когда мы спустились туда, но на самом деле мы-то спустились туда, но тот, кого мы убиваем с вами, и тот, кто претерпевает и любит своих врагов, куда поднимается он с этого ада? Вот туда, вот на самые небеса. Да, здесь мы можем тоже кого-то простить, какую-то обиду, слово какое-то 10 рублей у нас отняли. Но на самом деле нас могут отнимать имущество, нас могут отнимать здоровье, свободу, нас в тюрьму сажают, мы уже повыше вот здесь. Здоровье отобрали мы тоже где-то вот здесь, но у нас могут отнимать саму земную жизнь. Если мы ее отдаем, так скажем, врагов своих любим, неотвечаемым злом на злом, да еще их и отвечаемым добро на зло, мы восходим в самую святая святых, вот сюда, вот в самый последний этаж небоскреба святости. Этот человек, который это совершил, да, он упал на дно ада, сошел на него сначала по духу внутри, потому что на земле сделал это. Во втором этапе он где окажется? Вот он вот здесь вот, окажется на втором этапе уже по плоти, уже будет на дне вот этого вот ада. Вот здесь вот будет, да. Но сначала, чтобы туда попасть по плоти после страшного суда, надо сначала совершить это зло по духу. Да, то есть в земной жизни сотворить дела, соответствующие своей внутренней отвратительной природе, природе зла. А, соответственно, тот, кто попадет потом, который возвысился до вот этого внутри, естественно, Иисус сказал, где сердце, где сокровище ваше, там и сердце будет ваше, а сокровище это и есть любовь. Значит, вы там сами будете. Ну, сердце это человек, да. Очень часто человек называет, ты мое сердце. Вот, то есть эти попадут вот сюда, ну, естественно, на самый вот-вот верх, да. Когда-нибудь приходит новый человек в мир и опять становится этим дьяволом. Но этот дьявол, который вчера сам убивал, как апостол Павел, который гнал, потом становится вот на это место сам. Если с этого места на этом месте поступает правильно, там же отправляется опять на небеса, на самый верх, да. Вот, то есть вот такая вот формула жизни мы с вами, и вот это все, вот это вот мы с вами, то, что я вам сейчас нарисовал, это первый этап бытия. Да, мы здесь рабы, нам все вредит. Но через это познание бытия, через эти радости, через наслаждение мы радуемся, да. Через эти наслаждения, которые мы получаем через все вот эти наши органы, чувства, да. Я нюхаю, я боняю, я чувствую языком, я сизаю, я трогаю руками, я слышу, я вижу. Через все это я потребляю, либо я либо кайфую, я получаю удовольствие, я наслаждение, да, и радуюсь этому. Либо через все это, мою кожу, мой язык, мое ухо, мой нос, там, воняет, да, я испытываю неудовольствие, испытываю страдания. Либо я вижу что-то ужасное, либо я на вкус пробую какую-то гадость, либо я слышу что-то плохое, твой адрес. Либо меня бьют, избивают, ограничивают свободой. Через все это зло, через вот эти органы чувства, моей плоти, я либо это зло познаю и что, решаю как на него реагирую. И сам решать, делать ли его другим и как мне реагировать самому на него. На него это первый этап жизни. И от этой моей реакции на то зло и то добро, которое я в свой адрес принимаю и сам из себя это добро или зло извергаю, определяется моя будущая сущность уже по плоти. То есть мой внутренний человек такой, там, внутри формируется черный или светлый, но формируется и моя будущая обитель для меня. Насколько она будет светлой или темной, а она будет в соответствии с моим внутренним человеком. Это очень важно. Вот такой вот первый этап, да. Теперь мы с вами переходим ко второму этапу. Я его назвал, как так, из Матфея 16 глава, где Иисус говорит, за кого его почитают, помните, спрашивали. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отверни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Я добавлю здесь из другого места, где Иисус говорит, что если кто идет даже за мной, но не несет креста своего, то есть называется только христианином, тот не достоин меня и не мой ученик. Очень важно. Ибо кто хочет душу свою, то есть жизнь свою, то душу, в еврейском там слово переводится жизнь, душа и жизнь, это одно и то же слово еврейское. То есть кто хочет сберечь жизнь свою, ну и душу в том числе, да, жизнь будущего душевного человека во втором этапе, да, тот потеряет ее здесь. А кто потеряет жизнь свою ради меня, в Марка еще написано Евангелие, да, то есть жизнь и учение Иисуса Христа, а добавляй сюда ради меня, когда читаешь слова Иисус и Бог, я говорю, всегда подставляйте под них истина, любовь, свобода, вечность, доброта. Вот ради этого кто потеряет ее, тот обретет ее, когда во всеобщее воскресенье и будет новая жизнь, да. Тот обретет ее. Какая польза человеку, и всегда когда читаешь жизнь, по контексту поставляй, благо бытие или адское бытие, да, тот обретет благую жизнь, естественно. Жить человек будет всегда. Вопрос где? Вечное благо бытие или вечное ужасное бытие? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? И какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет сын человеческий в отславе отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому. Не важно, христианин ты, нет, судиться будет по делам, а не по имени человек, не по вере, а по делам. Воздаст каждому по делам его. Он это говорил своим ученикам. Это очень важно. Я пишу, это есть, но это мой такой эпиграф, большие, да, такие, подбирая не в одно слово, просто эпиграфы. Ну, эпиграфы бывают и большие. То есть, второй этап бытия человечества от великого разделения, ну, в принципе, он такой связующий между первым, мы с вами поговорили. Вот мы именно этим и должны заниматься. Мы должны что? Жить в любви, в доброте, потому что когда придет Иисус, поза с каждым по делам. Второй этап бытия человечества от великого разделения до всеобщего покаяния. Я пишу, это уже вечная, но полусвободная жизнь справедливости и заслуженных страданий. Полусвободная жизнь будет потому, что человек будет освобожден от тления и смерти себя самого, своего тела и всего мира в целом. Но он не будет полностью свободен перемещаться в мироздании, в любую точку вселенной, посещать низшие уровни сможет только по особым случаям. В более верхние обители сможет переходить только после исправления себя в том, в чем не был совершенным. Через переживания и переосмысления справедливых и заслуженных страданий человек со времен сможет подниматься выше и выше. Человек богоподновным, святым, совершенным в познании и любви должен стать добровольно, а не из-под Божьей палки. А потому Бог создает лишь условия для возрастания человека в познании и любви, воздействуя и ограничивая лишь внешне по плоти, но не по духу. После второго пришествия Иисуса Христа по плоти будет доступен для всех, кто этого будет желать на всех уровнях. Что я тут вам наговорил, я так пометил, да? Чем второй этап будет отличаться... Давайте я здесь опять подотру и еще раз. Чем вот этот второй вот этап будет отличаться от первого? Мы с вами видим, что первый этап, да, полон страданий даже таких, как плоти, да, и мы друг друг видим. Конечно, пройдя этот первый этап, после всеобщего воскресенья страшного суда великого разделения, образно пока делим, да, на черно-белое появится бытие. Именно поэтому я говорю, что это частичная свобода. Мы с вами еще не можем куда попало пойти, потому что нам там будет плохо, потому что есть темный мир, так скажем, пусть и тоже с разными этажами. Это пока не всеобщая свобода, но мы действительно будем избавлены от смерти тела, от тлений, от болезней. Природа будет новая, уже не тленная тоже, не человеку уже ничего не делающие. Я сейчас не говорю, кстати, о темном мире, там ее вообще не будет, да, вот. Растительный, животный мир уже не будет, уже будут только ангелы там, где ты, да, тебе соответствующие. Там не будет духов тьмы, то есть они будут все внизу, там, с грешниками, да. То есть ты от этого всего будешь, конечно же, избавлен. Но так как каждый получит по своим делам, теперь вот к этой картинке с вами перейдем, да. Так как здесь каждый будет получать тоже, соответственно, по своим делам. То мы с вами видим, что и, конечно же, этажи, мы видим их тут сколько, миллион, да, на моей этой картинке. Давайте ее даже вот так вот увеличим. Что же получится? То есть тут, естественно, много этажей. Каждый получит по делам. Я сейчас об этом более подробно еще мы с вами будем говорить. Я просто до вас общую мысль доношу. То есть это мир будет, несмотря на то, что все вот это вот, вот эти вот страдания, как бы такие плотские, внешние уйдут. То есть внешнее мироздание отчасти будет к нам благоволить, да, благотворить. То в любом случае, да, это мир. Второй этап, если хотите, его правильно назвать. Так, я вот это вот уберу, чтобы уже, наверное, нам не мешалось. Да, вот так я сделаю. Вот этот второй этап, это этап, его очень хорошо правильно назвать справедливости. Если первый этап, это этап несправедливости, мы с вами здесь страдаем, действительно, бывает, нас карма сразу настигает, да. То есть мы сотворили зло, сами у кого-то обокрали, нас завтра сами мошенники какие-нибудь развели, или собственный бандит ограбил, убил там и сам, да, то есть они вместе кого-то ограбили, и тут же тебе прилетело. Какое может быть? Но мы часто, вот именно, как я вам уже зарисовал, мы терпим, да, к нам зло применяется очень часто ни за что, да. Нас могут даже распять, ни за какие грехи, да, а еще и даже наоборот могут это сделать за добрые дела. Это очень важно. То второй этап, каждый получит по делам. Второй этап мироздания человечества, это будет этап абсолютной справедливости. Будет великий суд, у меня есть отдельное видео, что это такое. И если хотите, второй этап, это будет следствие Великого Суда. Это не значит, что на втором этапе, я хочу здесь теперь рассказать об этом, тоже очень важно, послушайте меня. Второй этап, это не значит, что Бог будет жарить кого-то там на сковородке, кого-то беса будет пытать или еще что-то. Нет. Каждый получит по делам своим. И одно дело один раз увидеть, я сейчас вам приведу пример элементарный, как всегда очень люблю, это на веганстве. Вот животные, ты их сам убивал, либо платил за эти убийства, неважно ради чего, еды, одежды, шкуры и так далее, медицинский опыт, ты либо сам убивал, либо платил за эти убийства. Конечно же, в момент суда самого, вот тут у меня на картиночке как бы есть, да, вот в этой точке, когда ты будешь. Да, тебе покажутся все, ты переживешь все страдания, которые ты, это можно назвать дьявольской сковородкой. Ты погрузишься в тело каждого животного, которого ты убивал, ты испытаешься ту боль, которую ты кому-то причинил, это однозначно будет. Избежать этого можно только одним способом, покаяться и сотворить плоды, достойные покаяния здесь, на этой земле. Тогда тебе ничего из этого показано не будет, ты ничего этого не переживешь. Если ты это делал, ты все это переживешь. Ты убивал этих животных, платил за эти убийства. Ты не будешь потом все вот это вот, мы даже с вами не знаем, сколько длительность этого второго этапа до всеобщего покаяния. Ты не будешь, ну давайте предположим, что это будет еще миллион лет. Да ладно миллион, тысячелетнее царство. Предположим, что вот этот вот второй этап посмертного бытия до всеобщего покаяния будет всего лишь тысячу лет. Через тысячу лет до всех все дойдет. Вот этот тысячу лет это большой период. Не путайте тоже, что слово вечность это не антинониум, не антоним времени, что якобы в вечности времени нет. Движение есть всегда, мы будем ощущать это движение. Вопрос в том, что мы просто бессмертны и бесконечны. А время, оно как бы, говорится, идет. Не в том понимании, конечно, сейчас земном, потому что она приближает тебе время к какому-то концу. Там не будет концу. Но ощущение жизни, движения, конечно же, там будет. Поэтому мы образно говорим, что это будет тысячу лет. Вот это вот тысячу лет, ты не будешь всю тысячу лет прикованным к креслу, наручникам и на кинофильме созерцать фильм «Земляне», где там убивают животных, всех животных, которых ты убивал. И у тебя будет каждый день, в течение тысячи лет показывать этот фильм, как ты убиваешь животных. Если ты там был каким-нибудь насильником, воином, который там убивал, не будет тебе каждый день крутить этот фильм, конечно. Это очень важно. Это все будет в день суда. Все это, всю боль и страдания, которые ты причинен к кому-то, ты переживешь во мгновение жизни. В одной точке, у меня есть ролики, я об этом рассказываю, найдите плейлист «Суд Божий». Еще сейчас один ролик, я как раз буду после этого видео записывать, как раз о суде Божьем. Я еще раз буду говорить о том, что будет. Это мгновение, это миг, который, грубо говоря, для каждого. На самом деле, в нем это хоть тысячу лет можно в него вместить. Тебе будет показана вся твоя жизнь, все страдания, что ты… Но это, можно сказать, точка на этой таймлайне, на этой линии времени всего этого бытия и обучения человека. Потому что Бог хочет, чтобы все пришли к совершенству познания. Но вся эта линия называется познанием человека, бытия Бога, любви. Еще раз я об этом уже вам говорил. Так вот, сами, конечно, страдания этих животных тебе будут показаны, можно сказать, один раз, когда ты убивал. Но весь вот этот второй этап каким-нибудь справедливым возмездием и наказанием для человека, который убивал животных. Отсутствием этих животных просто. Вы, когда попадете во второй этап после Великого Суда, до всеобщего покаяния, недостаточно просто вам испытать ту боль, которую вы причините другому. Какое будет правильное, справедливое, так скажем, а еще Бог ведь никого не наказывает. Если правильно слово наказ, его как правильно читают, да, как древнее слово. Наказ, то есть обучение. То есть я наказываю от наказа. Цель любого наказания – это обучение. Это понимание человеком, донесением до него того, что он сотворил. Каков будет будущий мертвый человек? Там не будет животных. Там не будет животных. Человек, который был там нацистом, да, ненавидел всех, кто не такие, как он. Это нацист не только фашистский, как любит. Это и русский, китайский, американский, все. Кто ненавидел всех тех, которые не такие, как он. Он белый, а не черный. Вы там будьте все одинаковые. Вы, когда попадете вот в это вот бытие, второе бытие, все, кто на твоем этаже будут, вы все будете одинаковые. Вы все будете нацистами, и вы все будете вот абсолютно одинаковые. Чтобы вы познали, что вот эта вот наша разность, разноцветность, кожа, цвет глаз, размер ушей, что все, кто гомофобы, вы будете все на одном этаже, и вы все будете одинаковые. Потому что вы считаете, что все должны быть такие же, как вы только. на светлых уровнях конечно там будет полное разнообразие потому что бог прекрасен в своем разнообразии у творчества у красоты нет предела у бога нет предела а бог есть красота бог есть разновидность разномастность это бесконечность вот в этом хоть нас есть ограничение цветовой гаммы как нам кажется на самом деле она бесконечна на черном белом одном миллиарды оттенков до триллиарды кикселярды там чего это мы с вами сжимаем все а так это бесконечность чтобы то втором этапе мир полной справедливости каждый получит по делам своим каждый получит по делам своим это очень важно то есть ему будет показаны дела он переживет боль чужую чик как дела которые причиняли боль кому-то ты испытаешь сам эту боль и ты будешь жить в мире потому что там больше не будет если ты насильником был на твоем этаже будут только насильники естественно придется насиловать друг друга это будет справедливый мир да ты считал что насиловать это хорошо одну жертву износил вторую так кажешься с одними насильниками они будут насиловать тебя бог плохой нет это жертва как мы на земле ищем справедливого суда насильник жертву потом уже застрелить своего насильника таких случаев полно дали ее родственники нет тебя ни бог не мучает ни жертвы никак тебе не мстят и насильник который будет с тобой на одном этаже они такие же как ты это ты сам себе ты сам создал этот мир полный насильников ты и такие как ты вы ненавидели животных убивали их хорошо вы любили кошечек собачек как гитлер там и вы такие же да будет у вас кошечки вы попадете когда если к вам придут с верхнего мира мы сейчас будем позже об этом говорить такие как я да вы поймете насколько мир прекрасен почему-то мы кошечек собачек любим но идем в зоопарке смотрим таких любим передачи про всяких где мир прекрасен всяким разнообразием животных когда вы поживете тысячу лет с одними кошечками собачками вам все это наскучно поймете насколько прекрасен мир таких как я в котором нет предела разнообразию животного и растительного мира и который любит все и не делал ему зла а поэтому этот мир раскрылся в своей бесконечности и красоте и если это кошечка собачка все равно под твоей властью находила в земной жизни да она и там будет такая же только там уже некого будет там и кошечек собачек не будет потому что почему если здесь любил только кошечек собачек а потому что они стали свободными этих собачек держим на цепи заставляем делать что мы хотим нет они будут только в мире тех кто никогда их не порабощат в вашем мире если даже вы в этом мире любили только кошечек собачек даже их там не будет потому что животный мир страдает из-за нас как павел и говорил все творение божьи мучаются и плачет до ныне до того момента когда у детей божьих придет откровение вот так вот это мир будет полной справедливости каждый получит это не просто слова каждый получит по делам во первых переживет все зло которого кому-то делал в шкуре тех кому на это дело животные люди растения даже если хотите да вы просто так без без нужды ломали дерево вы просто так уничтожали природу там ради корыстных целей каких-то заводов что-то там заливали уничтожали вы испытаете все это природа тоже имеет жизнь своеобразную но имеет это очень важно вот так вот это мир полной справедливости и каждый получит и будет жить определенное время до покаяния до до своего личного хотите до всеобщего этой точки никто не знает у каждого на своя кто-то здесь покаяться кто-то здесь кто-то здесь кто-то здесь пока до последнего и этой точка я вот которую на карте так скажем вам нарисовал на нашем тайм-линии это лишь когда здесь последний вот последний человек и последний бес покаяться если такая образная конечно линия но это все и конечно здесь не тысячу лет тут но тут надо взять бесконечность миллионы лет может миллиарды когда там последний грешник покаяться мы не знаем вот хотя когда мы по делам получим получим и каждый вкусит все то зло которое он сделал здесь очень хорошо знаете срать где-нибудь на чужой территории до уничтожать природу а сам-то виллу покупает в самых красивых уголках планеты но это только здесь кого-то там травишь на кого-то химические заводы выплескиваешь а сам будучи владельцем этого завода живешь то в самых прекрасных местах и там ты недовольна если вдруг кто-то бумажку выбросит даже на вашей улице да даже твой сосед вот мы все получим мы все получим и и и и некоторое время проживем до тех пор пока искренне покаемся и что и вернемся отчий дом вот такой вот второй этап это будет этап после всеобщего после всеобщего суда но еще пока не всеобщего покаяния это будет разделение где каждый получит по делам это будет мир абсолютной справедливости это будет мир где уже никто ни на кого влиять не сможет если здесь мы с вами давайте еще раз я давайте мы уже с вами более подробно конечно же разбирать тогда вот я сейчас вам вот эту картинку покажу во первых еще раз несмотря на то что черное-белое как я уже показывал дают картинку надеюсь что вы уже поняли никакого черно-белого посмертного бытия не существует она будет вот таким вот градиентным до черного к белому все таки я вот так вот сейчас нет так не получится ладно буду мелко но пусть все равно будет понятно по поводу всех этих обителей давайте еще раз вот вы сами сможете прочитать если надо вам вот вникнуть вот в это вот второй уровень все что я здесь словами написал я перехожу к разбору как бы этого до более подробного с немножко опять почитаем я буду вам кое-что показывать еще раз для понимания то есть этажи и комнаты второго этапа бытия еще раз скажу несмотря на то что давайте еще раз зафиксируем этот момент что несмотря на то что это названо этажами а на этажах есть комнаты все как в доме в нашем земном с вами вот небоскребы есть дома высокоэтажные кто-то из вас кто меня слушает в них живет я тоже когда-то жил да то есть это все понятно но на самом деле надо понять что эта комната как мы с вами почитали в периодах это вплоть что это целая мир твой это целая страна может быть мы здесь живем это всего лишь там может быть квартиры частный дом в этом и смотрели посмотрите мультика энканто 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 по-моему да да все правильно энканто сейчас посмотрела где там у каждого этого ребенка в чудо семье у них была своя комната там целый мир вот так это как бы и будет действительно вот в ихнем общем доме это растутся целый мир это не говорит о том что у вас будет квартирка только своя нет это вот как сейчас я живу в частном доме я какой-то свой участок так это не просто участок у тебя целый свой свои хотите планеты земля можно и так даже будет с морями океанами горами это тоже важно почему понимать ну давайте я начну уже читать у нас с вами следующие такой раздел идет это этажей комнат 2 этап то есть мы с вами все поговорили выяснили что из 1 2 3 мы с вами теперь углубляемся во второй по сути чему и посвящен мы наконец-то я вижу на часах ровно два часа мы с вами подошли к центру сердцевине сегодняшней темы сегодняшнего видео этого отца моего обители много что там с ними как они какими ним я вам приведу приведу сначала цитату из откровения в последняя глава да вот гряду скоро и возмездие мое со мной чтобы воздать каждому по делам его я есть альфа омега начало и конец первые последние блаженны те которые соблюдают заповеди то есть омывают одеяния свои чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами а вне псы и чародеи любодеи убийцы дослужители всякие любящие делающие неправду мы с вами на этом до остановились когда я размышлял о страшном суде то есть о великом дне разделения и о том бытие который за ним последует меня всегда мучили одни и те же вопросы которые никак не давали мне сложить пазл второго этапа бытия человечества а все мы получим то что заслуживаем и по плоти и по духу в соответствии с тем как провели земную жизнь привожу вам цитату апостола павла опять же из того же послание коринфянам второго послания коринфянам 5 глава я вырываю кто знает я эту месту всегда посвящаю это все 12 стихов над хотя прочитать этого пятой главы я вырываю кто знает кто не знает верю обратитесь к плейлисту суд божий судилище христова и потому ревностно стараемся во дворе если выходя ли быть ему угодно ибо всем на павел себя не отделяет от этих и говорит о христианах он пишет послание христианам они грешникам не к язычникам должно явиться при судилище христова чтобы каждому получить протестанты даже смотря на то что здесь от прямо написано умудряется этот стих обалгивать и говорит что это будет церемония награждения за добрые дела нет павел прямо пишет чтобы каждому на судилище христова и христиане будет получать соответственно тому что он делал в теле доброе или худое очень важно поэтому не верьте в эти бредни протестанты вы как иисус сказал обманетесь в это лживая протестантская дьявольская богохульно антихристианское учение о том что человек спасается по вере бога в иисус христа в его искупительную жертву это полная чепуха вы обманетесь приняв эту сладкую ложь в свое сердце и проживя жизнь если а бы как человек судится по своим делам по своей жизни опять же протестанты извращают слова таких как я и евангелия речь не в количестве дел тем более знаете там совершаемых лицемерно с уловкой что якобы я тут все дела собираю да а сам там творю а сам внутри злой нет речь не об этом дела лишь следствие твоего внутреннего состояния эту когда речь говорится здесь библии когда иисус апостолы весь новый завет весь ветхий завет начиная с бытие с грехопадения бог судил адама с его за согрешенный грех дело который выявила их сущность и речь идет что бог судит и ты будешь судиться за свою сущность ты получил должное и помещен будешь в тот этаж и в ту комнату до которую ты достоин кто то есть на самом деле и с такими же как ты ты же говорил что все такие как я буду ведь вы поймите каждый из нас грешник он на сегодня или завтра праведник мы все как бы говорим негласно что то как я живу это правильно понимаете вот я тут прессую всех несогласных там с моей политикой в политике там даре репрессирую граждан надо так надо делать но ты попадешь с теми кто вот именно всех репрессировал его начать друг друга прессовать сейчас просто у тебя палка до тебя добраться никто не может когда ты пойдешь тот мир ты попадешь с точно такими же они за тебя возьмутся здесь ты можешь избежать этого там ты этого не избежишь будь мир с точно такими же как ты упырями которые тюрьмы бросают всех несогласных о котором то рот затыкаешь почему ты считаешь что вообще имешь право кого-то жизни учить палкой не просто словом а палкой сажая в тюрьмы штрафу я прочие вещи лишая жизни очень важно это не шмели это жук это я думал образ ну вот но ведь мы все такие разные уровень святости и греховности у всех разные как мы будем в одном месте как посмертное бытие может быть каким черно-белым я читая все эти места вообще размышляя о втором бытие здесь вы уже привыкли к этим словам первое второе третье я до вас сегодня это донес я размышлял как такое может быть ну как в евангелии даже как я вам уже сказал кажется что частенько употребляется именно такой посыл но по факту начинаешь размышляться углубляться я привожу примеры я христианин и другой тоже тоже христианин но еще и но я еще и веган а другой нет как мы можем быть на одном этаже я пишу никак мой мир будет полон живых существ любящих меня его мир будет пустым потому что там больше не будет трепещущих вы помните как после потопа да что с животными стало они еще до потопа любили человека после того как он их все до потопное время убивал бог из любви к ним так скажем вкладывает в них это трепетание и страх перед человеком на самом деле они просто это испытывают просто становится фактом да они там не смогут больше их убивать в моем мире наоборот вот я христианин и веган в моем мире будет бесконечное разнообразие живых существ которые любят меня как любили адама в день сотворения которые пришли и он всем называл имена и они все к нему ластились мире пусть даже христианина но убийцу труп ажора там или неважно не веган одним словом потому что веганство это не только еде это любом убийстве эксплуатации животным в его мире их не будет там больше не будет жертв там больше не будет как я вам сказал несправедливых страданий несправедливых животные ни в чем перед нами не виноваты все что мы творим с животным миром это абсолютный грех человека вина человека тут вообще никаких если с человеком человеком против греха там есть оба могут быть виноваты да один подстрекал там или еще что-то то в мире животным бог их верил нам в любовь и заботу и попечения что мы сделали с животным миром мы его весь эксплуатируем и уничтожаем ты считаешь как и с растительным будет в мире христианина не вегана такой же мир как мы можем с ним очутиться после всеобщего суда если я получу одно я обожаю животных я люблю животных я делом это доказываю я не ем не убиваю не ем их трупы не ношу шкуры их до против всех опыта причем не только на словах и не только не делаю а еще и защищаю все это да я представляю какой он будет прекрасный мой мир где все эти животные которые мне не вредят хищники где мы понимаем друг друга где мы сможем телепатически общаться когда они ластятся какое-то удовольствие плавать с дельфинами которых кто-то убивает с этими китами котобойни китобойни дельфинобойни я не такой как они он тоже может быть христианин тоже ходить ходить ставить храмки храм свечки но при этом что работать на китобойни и всеми тем вещами заниматься или на меховой ферме и так далее живьем сдирать шкуры бедных животных что в общем я могу с ним оказаться в одном мире нет я жизнью доказал что мой мир другой я хочу быть в другом мире он жизнью доказал что его мир вот такой вот он считает что это правильно когда я им проповедил он говорил да нет нет меня это не надо но не надо тебе прошу бог любовь до наказует он человека воспитывает он его воспитывает не будет в твоем мире больше никаких животных поживи тысячу лет в бетонной коробке а если даже это будет бесконечный мир это будет просто мир без одного животного я представить такой мир и не могу и не хочу но он будет я не могу в силу своей уже этой природы я такой мир представить не могу меня начинает плохо от этого как может быть мир без живых существ а для тебя он будет я веган и пацифист другой тоже веган но при этом и и другой тоже и веган и пацифист я таких встречал я вам сейчас примеры живой жизнь пишу да все на реальных событиях как говорится рассказываю да все эти люди меня окружают но при этом я христианин а другой отвергает христа он может быть хорошим он может быть буддист я вы знаете признаю буддизм в том плане я считаю ближе всех ко мне чем даже многие христиан до основной массы то что первое их не какая ступень первый шаг первой ступень это ахимса не насилие поэтому грубо говоря на запад этим веганым пацифистом будем подраздать буддиста я христианин я люблю христа признаю его богом и хочу быть с ним на одном этаже хочу чтобы он был с нами ну со мной со со всеми остальными кто его любит и признает да как мы будем вместе на одном этаже возможно тем более с тем вот берем реального человека я вам проповедовал христе а он нет он читать евангелие он не хочет он неплохой человек он веган пацифист но он не принимает христа как мы будем с ним на одном этаже мы будем со христом вместе ходить а он от него бегать будет какими образом на земле мы так и живем и нормальные люди оружие поняли что давно что здесь мы уже как в аду живем нормальные люди просветли здесь просиявшие уже здесь мучаются и страдают как павел и говорит и кричат вместе с апостолом павлом кто избавит меня от этого смерти тела смерти до хочу разрешиться и со христом быть я который здесь достигает конечно же полноты познания истинной любви он понимает что он уже в аду похуй что вы так вот вырваться разорвать себя да и чтобы душевное тело вышло уже из этого вот праха земного да пусть она идет прах к праху возвращается для него эта жизнь уже мучение страдания он уже живет в аду просто ну что опять в ад попадем я здесь мечтает силу этого избавиться чтобы здесь больше никто не убивал животных и они не страдали те кто их убивают я здесь хотел бы что все были христианами давайте сейчас третий пример я три привел их можно бесконечное множество приводить я христианин и космополит и при этом признаю гендерное разнообразие начиная от самого натурала мужчина или женщина до любящего противоположный пол как это говорят да на самом деле другой то чего между мужчина и женщина человек может быть на любой на этой шкале кем угодно может быть посередине бисексуалом и может быть в любую грань там бесконечных черточек миллион я признаю гендерное разнообразие что такая же красота на сто процентов ты мужчина и на сто процентов ты женщина или ты найдешь девять процентов мужчина на один процент женщина не имеет никакого значения боль того по духу мы вообще бесполые это лишь внешние вот и все эти все шкалы вот так вот варьируется более того они варьируются даже в наших их состояниях и поступках конкретно частном мужчину женщина с разделяет только что половые признаки ну и некоторые внешне хотя по сути мы в жизни совершаем основную массу деяний вообще живем практически одинаково мужчина женщина не сильно отличается есть женщина сильнее мужчин мужчину такие слабенькие а женщина вот такая вот там кирпичей ворочат это все по уму женщина бывает умнее мужчины глубей наоборот это не имеет никакого вообще отношения но я такой а другой христианин и даже тоже он может быть космополит он может быть национальность еще как бы признает там до разнообразие но гомофоб как мы будем в одном месте никак никак он считает что он мужик и все на его этаже будь только мужчины только женщины пожалуйста на моем этаже во первых мы все там будем уже бесполый как сускал как павел сказал что там не не женится не замуж не выходит как павел сказал что во христе нет ни мужского ни женского как в библии написано что создан человек по образу и подобие одного бога несмотря на то что иисус приходил виде мужчины хотя это не точно возможно и это было первое пришествие второе пришество может прийти женщиной и цель для соблазнения тех кто вот к этому так относится а а уже после всеобщего покаяния создан человек по образу и подобию божьему один был создан человек потом он был прям не вот так вот мужчина голова женщины туша тело да а вот так вот разделен на мужчина женщина для познания любви на время вот и все помощник нужен для чего помочь мне познать любовь то такая женщина была так скажем и той это не женщина была создана был человек не мужчина создан человек бесполы или хотите двуполы я и мужчина и женщина каждый человек заглянув себя знает что я и мужчина и женщина это знают и женщины и мужчины Во мне пребывают два начала. Вот и все. Это все временное вот это вот разделение. На моем этаже мы будем в семь. И мужчины, я может быть иду мужчиной, через пять минут я могу менять свою природу и тут же становиться красивой женщиной или красивым мужчиной. Через пять минут. А возможно мы будем вообще без всяких полов. В моем мире будет все возможно. Потому что это все лишь разнообразие Божьего, Божьей мысли. Потому что все мироздание это лишь Божьи, Божьи мысли. Вот и все. Это логосы, мысли Божьи. Слова Божьи имеющие плоть. Вот и все. Нет никаких ограничений. Они там будут только я мужик, я женщина. Вы пожалуйста, вас такой этаж устраивает? Меня нет, мне такой этаж не нужен. Это все лишь внешние формы для познания любви и как раз этой ненависти, которую вы испытываете друг другу по внешним образом. Ведь это не добро, не зло. То, что я мужчина или я женщина, как и человек вначале создан, он еще не добр, не зол. Мужчина ты или женщина это не добродетель и не порог. Это вообще ничего. Это просто разнообразие Божье. Вот и все. Это никак не делает тебя более святым и более праведным. А вот отношение к этому делает тебя таким. И зависит от того, где ты будешь, на каком этаже. Я буду в этом плане на самом высшем этаже. Я признаю Божье разнообразие, потому что мужчина, человек или женщина в этой жизни не имеет никакого значения. Наполовину мужчина и женщина по духу и по плоти не имеет никакого значения. На 1% мужчина, на 99% женщина. Или на 2% и 98%. Это не имеет вообще никакого отношения. А на самом деле, как я вам сказал, этот градиент бесконечный. Я беру круглые цифры, а можно еще. Мы все разные. И это никак меня не делает в этом плане ни хорошим и ни плохим. Вот и все. Таких примеров, я пишу, можно приводить нескончаемое множество. Но где ответ на вопрос, как мы будем там сосуществовать, если это место отдыха и свободы, где никто уже не сможет там сделать какое-либо зло, причинив боль. Не зря я вам привел примеры эти разные переводы слова, что даже покой. Вот это есть место покоя. В покоях цари отдыхали. Комната называется еще покоями. Если мы верим, а я верю и знаю, что второе бытие, это будет местом, конечно, для грешника не таким уж покоем, но поэтому речь идет о святых людях. Или где-то там чуть выше серого. Средне назовем серым. И все, что выше серого, классического, там все-таки будет хоть какой-то. Человек там будет, вкусив плоды своей жизни. Я говорю, может быть, там животных не будет. Ну, хотя бы он никого не насилил, не грабил, убивал. Ну, хотя бы там не в самой тьме, это понятно. Мир без животных, мир ужасный. Но хотя бы там нет насильников, убийц и прочих вещей, грабителей. Может быть, там лжецов, обманщиков. Да? Он провел такую христианскую жизнь, но не был веганом. Ну, вот будет вкушать свои плоды и не этого. Ну, там хотя бы этих не будет. Да. Но какой же это покой? Я вот по себе сужу, да? Какой же будет покой, если я буду там вот с такими? Будет у меня мир и покой? Я еще все это привожу, опять на нашу жизнь с вами перекладываю. Мы здесь уже мучаемся, страдаем. Когда приходится общаться с такими людьми, да, одно дело проповедовать. Мы вынуждены это делать. Мы с кем-то пересекаемся. У нас есть родители, дети, друзья. Но мы на самом деле мечтаем, чтобы все стали вот такими, как я, как образно говоря. Я сейчас даже о себе абстрактно говорю, о каждом из вас. То есть я говорю, если я считаю себя хорошим, чтобы все такие, как я стал. Да, и мы все вот там оказались. Мы все жаждем и мечтаем, когда наши близкие, родственники покаятся, сотворят плоды достойные. Покаяние, чтобы мы все вот наслаждались. Мы же страдаем, когда мы разные. Я честно веду, а мой там дядя ворует. Я знаю об этом. Я не могу с ним просто так общаться, да? Меня это гложет. Он грешит. Я его обличаю. Им это не нравится. Мы ссоримся. Так он должен просто... Я же не могу замолчать и не обличать. Я знаю, что он там ворует, допустим. Неважно, на заводе там стальные чурки или там миллионы, будучи там депутатом каким-нибудь, да? Обкрадывая бабушек, на самом деле, воруя из казны. Я это знаю и не могу молчать. Я христианин. Я его обличаю. Его злость. И мы вот так вот в контре. Мы с ним на общей там семейной тусовке сидим за столом. Нам неприятно сидеть. Он вор. Я милостыню подаю, да? Мне это даже тусовка неприятна. Дядя ворует. Это насильник. Этот вор. Этот там считает, что всех надо оппозиционеров посадить. Этот гомофоб сидит. Мне разве будет приятно в таком случае? Нет. Я не хочу даже на него ходить. Я там или стараюсь вообще не ходить, или сбегаю, или вот так же ради любви к тому, кто меня позвал. А может кто-то собрал нас всех за одним семейным, так назовем, столом. Он-то мне хороший. Мы с ним вроде похожи. Даже там любим друг друга, как говорится, одинаковые. Но вот наши родственнички вот такие. Я вроде собрали, потому что надо. Вот это все разве делает этот мир прекрасным? Я говорю, мы здесь живем в аду. Мы здесь живем в аду. Разве я хочу на втором этапе в таком же аду окучившиться? Нет. Я хочу отдохнуть. Я хочу место покоя и получить заслуженное место и мир, соответствующий моему внутреннему мирозданию, моему сердцу, моему состоянию. Мы здесь пытаемся собраться все, какое-то поселение, какое-то село, деревеньку, чтобы мы все съехались, вот к той единомышленники, жили на одной территории, общались друг с другом, создавали вот этот свой этаж, так называемый, где мы вместе пацифисты, любим животных, космополиты. Нет у нас ни сексизма, ни любого другого шовинизма, этого ненависти, таким как мы. Мы все космополиты, все там никого не делим, никакие нации. Мы пытаемся даже на земле, мечтаем то, чтобы жить рядышком, вот-вот все. Я куда попаду? И в идеале мы хотим оградиться от всех этих людей. Мы вынуждены надо общаемся с родственниками, родителями, детьми уже, когда они там, может быть, во тьму даже сваливаются в глубокую, на этой жизни. Мы, конечно, помогаем им, мы стараемся проповедовать, мы говорим, по бытовому им все равно помогаем, но, естественно, извините, это все на расстоянии. И другое дело, близкий нам, родной человек, да мы готовы вот так обняться, слиться, можно сказать, сораствориться друг в друге, да? Как я буду наслаждаться вторым бытием? Ну, я, в принципе, уже ответил, но я вам не дочитал просто вопрос. То есть у меня два вопроса, да? Как мы будем сосуществовать, если это место отдыха и свобода, где никто уже не сможет нам сделать какое-либо зло, причинив боль? А, еще момент. То есть здесь же мы вот именно эту боль принимаем на себя, даже вот в этом общении, говорю, то, что кто-то может дело какое-то злое сделать, да? Вот. Как мы там будем существовать? Ведь там будут продолжаться жизнь, продолжаться дела. И чтобы вор не украл у кого-то, а там он чему-то научался, наказывался во втором бытие, его надо повместить только с ворами. Потому что, вам живой пример, тюрьма в себя привожу. Почему-то, когда ты на воле у лохов, у овец воруешь, ты крутой, ты вор в законе, можешь даже дотянуть до этого звания. Как ты только на зону попадаешь к своим, там воровство, это крысятничество, и за это тебя сразу задушат. Значит, куда ты должен попасть? Мы видим, даже земная проекция вся эта работает. Второй этап, это этап полной справедливости. Ты попадешь к ворам. У тебя два варианта будет. Либо дальше воровать, и тебя за это там будут избивать. А там будут тоже зло причинять. Потому что, помимо того, что воры, вы еще наверняка вот им можете, вы же вырываете у кого-то, бывает там, грабите, грабите или, ну, вор, как говорят, вы знаете, да, вор это кто ворует, но не причиняет вреда. А если еще вред телесный, человеку наносится при краже, это грабеж называется. Ну, хорошо, воры с ворами. И то, он же не бьет жертву, а ведь на самом деле, если у него своровали, жертва-то может избить. Эти воры далеко не высоких правил. Ну, возможно, будет этаж таких воров, знаете, которые не способны избивать человека, то они просто друг у друга будут что-то воровать целыми днями. Ведь у каждого будет своя комната. Мы к с вами, давайте уже потихоньку подошли, что этаж-то один, но у каждого своя комната. И каждая своя комната, это его мир. И точно так же, как в этой земной жизни, мы не хотим, мы там будем что-то делать, что-то трудиться, там будет такое же бытие. Но если мы будем с вами жить в этом, кто светлые люди, у нас уже, хоть и комнаты, но они без ключей. Мы ходим друг к другу, никто ни у кого ничего никогда не возьмет, потому что уже в этой жизни все это понял и доказал. А? Они опять будут друг у друга все это воровать. Значит, кто-то будет что-то трудиться, стараться. Другой взял, пошел, воровал. Пошел ты разрушил. Где грабеж, так еще, может, ему и нокаутировал. Он же живет в этом же мире. Ему без разницы, что он там грабитель. Тоже такой же. Больше нет овечек. Больше нет на этом этаже не грабителей, которые сами воровали и причиняли физический вред своим жертвам. Там будут только такие. Но ему верх, но тому, кто сильнее, и там опять кто-то будет сильнее, кто слабее, ему будет на это до лампочки. Он пойдет, его и ограбит. Это очень важно, вот это вот все понять. Не Бог там будет что-то там зло кому-то делать, не черти будет кого-то там на сковородке жарить. Зло только вот отсюда исходит. Люди сами друг друг продолжать будут делать зло. Это всегда очень важно понимать. Бог, я об этом буду. Я уже, я в принципе, в этом вам все и зачитал в предыдущем тексте, очень как бы так долго читалось. Давайте еще раз. Это вот о втором бытие. Я здесь завещал вам, что посещать низшие уровни через переживания, переосмысления справедливых и заслуженных страданий человек со временем сможет подниматься выше и выше. Человек богоподобным, святым и совершенным в познании любви должен стать добровольно, а не из-под Божьей палки. А потому Бог создает лишь условия для возрастания человека в познании любви. Воздействие ограничило всего лишь внешне по плоти, но не по духу. Просто я не стал вам это разжевывать. Вы еще раз уже поняли, когда мы с вами к этой теме вплотную подобрались. Бог внешне не будет никого жарить. Посмотрите еще раз мой плейлист о Суде Божьем. Особенно последнее видео, которое я сейчас запишу в следующем и туда добавлю. Я буду об этом очень много подробно. Опять вот так же ролик будет очень большой, тоже разжеванный. Еще раз говорить, вмещая в него всю информацию, которую я до этого и говорил, и которая есть еще, может быть, сейчас у меня, со всеми ссылками и так далее. Бог лишь внешне будет ограничивать. Он волю, он свободу человеку никогда не нарушает. Внешне, да, чтобы научить нас, он это сделает и делает. В этой жизни мы также воспитываемся Богом абсолютно. У нас поэтому разные дары, мы поэтому разные. Не от нас зависит, какими родиться, черными, красными, белыми, натуралами или геями в той или иной степени и так далее. Это все внешне. Через это мы познаем сущность бытия, любви и ненависти, через боль и наслаждение. Вот и все. Это очень важно. Но я вторым вопросом задаюсь, да, как я буду наслаждаться вторым бытием в кругу убийц, животных, гомофобов, и тут, как я сказал, можно до бесконечности приводить. Если я даже здесь, на этой земле, сбегаю этого общения. Мы здесь, как я сказал вам, уже пытаемся создать какие-то обительки, где вот только мы живем, оградиться от какого-то мира. Максимум, мы с ним хотим контактить, что-то проповедовать, кого-то перетягивать на сторону света, как Иисус сказал, улавливать, другими словами, улавливать в небесное царство, да, просвещать, светить. На самом деле, нам всем хочется какую-то зону комфорта, начиная с нашей вот маленькой этой комнаты, куда никто не может зайти. Я с вами потихоньку добираюсь еще до очень важного вопроса. Нам всем на этой земле хочется иметь место, где никто над нами не имеет власти. Я буду сейчас позже об этом говорить, но давайте, раз подошло к этому, это очень важно. То есть, когда я говорил, опять же, и мы, в принципе, с вами возвращаемся еще раз к этой теме, где я вам, к этим описаниям первого и второго бытия. На этой земле, мы там страдаем, я сказал, от растительного, животного мира, людей и бесов, то есть, духов злобных, да, и здесь мы рабы, вот мы не можем, мы не свободны, да, нам любой может зайти и лишить нас здоровья, да, всего этого имущества нашего, жизни, там, всего, что внутри этого имущества, самого этой даже самой, той же самой квартиры, да, посадить нас в тюрьму и лишить нас даже самой этой жизни. И мы не властны. Вот это вот второй этап, который будет, да, давайте тут уже опять все подотрем немножечко, то есть, еще раз, вот этот второй этап, чем его будет отличие, я об этом еще позже скажу, но уже, заходя вперед, еще раз, уже сейчас это просто важно сказать, это будет мир, где никто нам не сможет причинить вреда. Говорю, на нашем уровне, вот в этом вот небоскребе, в этих комнатах, которых там тоже на каждом этаже очень много, это люди очень с нами похожие, очень с нами похожие, можно сказать, прям вот, ну прям вот, тютелька в тютельку, можно сказать. Пусть это будет, пусть на этаже будет всего три комнаты, четыре комнаты, пять комнат, но это люди практически единодушны, единомыслны, как говорил апостол Павел. Если они и будут в чем-то разные, только лишь в том, и это, как говорится, может быть, будет друг другу немножко какие-то страдания причинять, они опять же справедливые, значит, в чем-то мы несовершенны, и один через другого будет дошлифовываться. Мы во втором этапе будем понимать, что здесь вот, раз мы особенно на одном этаже очутились, мы не просто так здесь, мы будем друг друга в каких-то местах дошлифовывать, но понятно, что чем выше этаж, это уже люди настолько светлые, чистые, настолько в них мало изъянов, что это будет настолько мелочи, и они все это осознавая будут понимать, что это просто надо дошлифовать и убрать из себя, что вот я вот так вот что я ошибался вот в этом вопросе, раз он здесь, а здесь место покоя, святости и радости, значит, он не просто так здесь, значит, я должен стать таким же, как он, то есть, перенять с него вот эти вот все положительные, да, а он с меня, я, возможно, для него зеркалом являюсь, он тоже в чем, ну, а по сути в том, в чем мы притыкаемся, это есть у обоих, разногласия, только один кто-то прав, один все-таки не прав, и надо просто понять, Бог будет, а ты все понять, Бог нам все, конечно, будет открывать и там дальше, мы будем четко обличаться изнутри и понимать, что мы не правы в этом вопросе, вот какой он, это правильно, и мне будет, ведь святость, она делает меня счастливым, меня, и грех делает же меня несчастным, я буду четко обличаем Богом, понимать, что если я вот это вот приму, досовершенствуюсь, я буду сам счастливее, потому что это правильно, вот так, в этом я был неправ, это очень важно, да, вот, поэтому, конечно же, даже здесь мы избегаем этого, а там мы будем желать этого, вот этого общения друг с другом с такими, и наоборот, на самом деле, внизу, когда мы окажемся с такими же, как я, мы поймем какой-то ужас, да, находиться с такими же, как я, как ты будешь с убийцами находить, тебя завтра грохнут, ты вот здесь убивал, пока есть кого убивать, бедных овечек, которые тебе ничего, а там, там вы будете вдруг кокоть, да, и там вот именно смерть уже не будет, вы просто будете долбить друг друга, да, этой смерти такой образно какой-то вечной, да, и опять будешь оживать, и тебя опять будет долбить, вот как говорят вот это про ад, ты там вечно будешь жариться, да не в сковородке дело, но вы там сборище убийц, вы так и будете друг другу, убийц, насильников, вы будете бить друг друга, там, есть такое слово как бейцы да то есть который любит бить там людей да вот это убивать можно до смерти забивать каждому до смерти опять ну поняли короче до ужасного состояния это мы будьте такие на низших кругах возможно эту смерть как бы она же образная смерть тебя бьют от и опять тебя бьют опять даже умереть не можешь но боль ты все это будешь испытывать даже сам какой-то может быть этот так скажем ужас смерти ты будешь опять как бы тут по кругу выходить свое тело и входить будет все с ужасными какими-то чувства и эмоциями и опять я буду убивать я опять я буду убивать и ты его убиваешь и так вот вы все в этой крови хлебаетесь там это будет бог ты будешь нет вы бог хочет чтоб каждый человек покаялся мы это знаем и бог по-другому не можете исправить и сам он придет нибудь и палка он не будет в тебя просто как учитель на уроке кувалды забивать эту информацию в голову нет ты должен сам когда-нибудь нахлебавшись этого всего вот так уже когда тебя как вот тут встанешь ты блевать этим начнешь вот тогда ты изменишься давайте дальше продолжим а то мы слишком сильно я чувствую это будет один из рекордных видео одно будет да у меня самое максимум три с половиной часа я еще ни разу не прерывался вот это вот три с половиной часа у меня как раз о тысячелетнем царстве где рассуждал что там будет ну так вот какие же ответы на все эти вопросы как это будет я сдаюсь вопросы на самом деле я ведь я на сайте по одному построил все это тут уже вам настолько много вперед рассказывал так далее что мы с вами как бы возвращаемся на другие свои я отвечаю что как это будет вот я я хочу там отдыхать я не хочу быть там с такими как ты каждый получит по делам своим как-то да это все стыкуется вот это вот черно-белое бытие есть на всех поделит христиан христианину рознь писал что звезда звезды разница во славе и у солнца и луны разная слава разно обитель если хотите да я отвечаю а вот как на все эти вопросы дается ответ ну я привожу естественно вот это вот место которое в принципе и вынес в заглавие вообще в тему ролика иисус говорит в этой 14 главе да да не смущается сердце ваше веруйте в бога и в меня веруйте в доме отца моего обители много а если бы не так я сказал бы вам я иду приготовить место вам и когда пойду и приготовлю вам место приду опять и возьму вас к себе чтобы вы были где я а куда я иду вы знаете и путь знаете я здесь вырвал по сути да вы знаете там и до есть место еще расскажу и после я есть путь истинная жизнь мы с вами сегодня первом бытие уже поговорили я стараюсь во всех своих ролик все равно сказать как надо жить да то есть все мои ролики все равно прежде всего о том что мы должны делать мы с вами хоть и рассмышляем о всех тех воздушных кренделях втором третьем бытие самое важное что делать в этом мне сегодня каким сказал что все я к этому подвожу и даже знания о всем этим будущем тех тех вот воздушных кренделях как я их сейчас могу так вот обозвать да они важны если это не просто кит праздные любопытные размышления если они действительно заставляют меня задуматься как я здесь должен жить ради чего я почему я так должен иисус говорит все просто и понятно обители то есть жилищ у бога много у каждого свое место сейчас вынесем за скобки это восхищение вот я уж с вами сегодня поговорил я говорю пытаться меня переубеждать не надо в комментариях это вряд ли получится так что когда я пойду я там приготовлю то есть как я вам сказал что в юрсалиме собирается нет иисус говорит я там где-то приготовлю я же вам говорю слова иисус очень часто приточные же он образно говорит я пойду приготовлю не веришь что он там уже вот я приготовил они там ждут это очень важно и здесь опять же здесь тогда ладно я вам сказал что это отдельное видео кто захочет посмотрите я все это ответа и так наш мы с вами воспринимаем эти слова его как бы вот так духовно тогда проецирую вот на все это там второе третье бытие но возможно ли общение и какой-либо контакт между людьми разных обители мы с вами переходим к третьему такому или третьему же не за какой блок мы с вами разбираем вы как хотите вы можете уже выключить на этой минуте вот вы со мной возможно не согласились считаете что это неправда все я вам сказал во что я верю во что мне открыто на сердце как видите все это подкрепляется и писаниями пусть где-то мы я реальный вкладываю приточное значение не суть важно я убежден что так и будет вы как хотите поэтому дальше тоже решайте сами слушать или нет потому что с этого момента я уже рассуждаю стоям к этому просто подводил рассказывал ваше дело сейчас остановиться и подумать после двух с половиной часов моего видео правда это нет ложится у вас это на сердце слышите ли вы камертон кожи его голос у вас сердце что христалюга правду или несет какую-то хинею решайте сами с этого момента я уже говорю об этом как состоявшись в факте что вот это вот так и так и когда это будет мы будем с вами раздельно по этажам там будут разные комнаты вверх вниз и так далее как я вам сказал уже все равно все это точная грань какая-то я говорю ее не существует она лишь чисто формально самом деле это бесконечное сюда ее можно назвать идеальным серым да конечно же она стремится к белому наоборот стремится к тьме на самом деле все это все эти этажи будут вот именно в раскрас этого градиента разных оттенков серого да так назовем вот и внутри каждого этажа есть свои комнатки мы с вами уже тоже все как прям в настоящем бог создал бытие это это же проекция будущего мира любого мы с вами должны понимать как я сказал конечно же я верю что когда-нибудь все это схлопнется и не будет в мироздании вот я вам все как бы показываю до места куда бы ты не пошел что где-то есть зло что где-то тебя обидит но когда будут вот эти вот разделения этажи то есть вот эти небоскребы вверх и зеркально вниз а там то о чем я говорил перед этим подтверждает притча о как я здесь пишу да иисус дает нам ответы на этот вопрос как мы будем общаться будем ли мы общаться тут сразу такие два вопроса мы с вами поднимем и дадим ответы на эти вопросы во первых но я уже частично не ответил и сейчас мы дезафиксирую что на самом деле если на этой земле давайте мы сейчас эту тему с вами до раскроем теперь давайте я вам сначала причем богачей лазаря чуть-чуть напомню я сюда решил почти всю поместить чуть-чуть концовку урезал для краткости но решил что все так и чтобы никуда не уходить я прям на этой странице добавил давайте еще раз я вам ее напомню она сначала но не совсем до конца но там нам же интересует конкретный момент я обрезал на том месте где нам достаточно некоторый человек был богат одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал пиршествовал то есть пировал блистательно был также и нищий именем лазарь который лежал у ворота его в струбьях и желал напитаться крошками падающим со стола богача и псы приходя лизали с труп его умер нищий отнесен был ангелами на лона авраам увидеть нас от лона авраама появляется по сути вот этот вот рай как я сказал в принципе правильно его называть хотя бы тогда действительно лоном авраамовым но опять что да все начнут отдать все к евреям относится и так далее чтобы хоть как-то от этого отделить от этого рая первозданного хорошо бы вот это вот посмертное бытие душ человеческих вот на первом этапе назвать как по-другому хорошо не лона авраамовым назовем лона христовым кто христиане с вами сейчас отправляется что-то да не стал так выражаться но тогда опять будет лет хри ну лоном божьим можно назвать ложим лоном божьим и от называть тогда ну просто дабы от правильно называть ложим дьявола вот в противовес вот ну как я видите все это у нас надо чересчур запутано умер и богач и похоронили его и в аду будучи в муках богач поднял глаза свои увидел вдали авраам и лазаря на лоне его его запил ну тут тут как бы адом называется видите здесь как бы я вам скажу правильно ведь мы с вами разобрались на первом этапе души отправляется либо в ад вот здесь иисус ведь нам иисус все разграничил только он обращался к евреям им было понятно что кулона авраамовым нам с вами лучше ой вот точно я придумал лона адамова вот как назвать тогда будет все те ну просто опять авраама как бы евреи почитают за святого до адам ты по сути то грешник тогда тоже неправильно я все таки назвал лоном божьим понятно кто признает иисус христа богом все понятно вот она ложа бога христа и в аду будучи в муках богач поднял глаза свои увидел вдали авраам и лазаря на лоне его его запил и возопив сказал отче авраам у милосердия надо мной и пошли лазарь чтобы он омочил конец пальца своего в воде и по прохладил язык мой ибо я мучаюсь в пламени этом но авраам сказал чадо вспомнишь ты ты что ты получил уже доброе твое в жизни твоей а лазарь зло ныне же здесь он утешается опять мы видим слова утешение покой да а ты страдаешь и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть так что желающие перейти отсюда к вам не могут также и оттуда к нам не переходит слушайте это прям центральная притча сейчас удивитесь мы с вами начнем ее вот так вот толковать размышлять вы удивитесь как она дает ответы абсолютно на все интересующие поставлены нами сегодня мною нами вопросы первое что скажу еще раз это притча через притчу открываются многие тайны мы имеем право ее применять вот так знаете как есть такие кальчики накладывают и что-то там вырисовывается не что-то формирует то есть мы это это нам как формула дана гречи можем применять куда угодно грубо говоря пихать это очень важно то есть еще раз теперь я вам эту притчу буду вот как калечку вот так вот накладывай конечно же прежде всего можно сказать иисус говорит нам о земном бытие душ человеческих хорошо мы все это с вами слышали знали оставим нас сегодня интересует мы сами уже добрались до центральной темы это все-таки второй эпизод мы с вами будем второй этап буду не буду вас смущать другими словами эпизод уж говорю этап называет второй вот этот этап бытия вот мы эту притчу сюда накладываем я ее вот здесь вот не просто так вот давайте подотрем вот еще раз вот она вот отсюда начинается то есть у нас вот первый этап я вот здесь буду рисовать до суда вот все суд прошел вот тут тебе все вот показалось в одно мгновение ока как-то там зло творил и дальше последствия лона аврамова назовем лоном божьим вот этот вот светлый мир и и и и лоном дьявола адом да из ада возвал тот грешник что мы видим в этой притче первое он там мучается то есть мучение есть а он там утешается еще раз иисус сказал опять вы мне скажет о но если уже сказал что там либо вот вот теперь на этот небоскреб смотрим да еще раз что здесь либо вот утешаются либо мучаются я вам сказал еще раз это для краткости а значит мы понимаем мы что из этого делаем правильный вывод какой что-то все остается как в земной жизни там и мучаются и и наслаждаются губы но справедливо еще справедливо никаких лишних мучений там нету значит эти мучения просто чем они к выше да если ты на самом верху оказался там в небеса небес там нет возможно никаких мучений потому что ты настолько здесь преисполнился святости и в этой земной жизни достиг самой высоты пожалуйста там на самом верху я вы знаете в земной жизни верхний этаж называется пентхаусом это самый шикарный самый там если везде потолки по три метра то там может быть шестиметровый потолок если там везде такие окна на пол этажа то там большие витражные окна то что никто не заглянет там все самое лучшее там отдельные лифт отдельные коврики это может быть вообще этаж вовсю это может быть комната во весь этаж кстати очень правильно такое размышление то есть там все святые живут в одной комнате там уже нет комнат там одна большая квартира во весь этаж обзор 360 то есть они свои комнатки смотришь с одной точки небоскреба вам доступно на 360 градусов с этим со стеклянным куполом или вообще живете на крыше самое шикарное место это крыша очень модно рестораны на крыше читается очень круто да вот то есть вы либо в пентхаусе еще выше крыши вот ты под открытым небом живешь и кайфуешь там дискотека все все эти вкусности все яства божьи вот у тебя ангелы поют вы сами все поете славные песни да вот это выше там нет уж вы достигли совершенства но если ты даже здесь над понять как я вам сказал какие-то страдания счесть тоже на твоем этаже какие-то люди вы несовершенны и вот на каждом вот здесь вот то есть вот это мысль надо уяснить да иисус для краткости здесь говорит но факт мы правильно должны мыслисти что страдания есть если мы уже сказал мы как факт должны принять что никакого черного бытия нет это сказано для краткости и для младенческого возраста человека во христе в познании истины когда мы доходим до этих полноты мы видим как в других местах нам все это раскрывается да что мир не черный белый очень важно понимать значит это есть пусть это и пусть получается мы с каждого этажа на каждом ниже в этаже чему ниже тем больше страданий уже надо не серединке все это рассмотрит а просто сверху вот с идеального места и вот так вот ниже ниже чуть-чуть серее сильнее сирия сильнее сильнее как веру такое средний серый и все темнее 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 и вот вплоть до черного доходит да это очень важно то есть мы уже с вами если мы приняли эту мысль правильную мысль как я убежден да что мир не черный белый не от центра мы просто рассматриваем и все и там никаких уровней нет но мы только с вами снизу сверху до вверху донизу или снизу доверху рассматриваем как как вот этот вот градиент плавный переход от черных белого ли обернул черного как хотите это очень важно да и вот это вот вот и так мы как из притчи что мы сами делали то что все вот это вот подтвердилось тоже там страдают и что и наоборот утешаются на чем выше чем совершение и полноценнее до 100 процентов это полное утешение и радость потому что ты что земной жизни что почему там он утешается потому что в земной жизни уже закрыл жалко этот эту картинку вы вот это вот помните который я показывал еще раз здесь вы жалко этих рисовалок нет которые то есть ты прошел уже этот почему ты там почему ты там будешь стопроцентно утешаться до без страданий значит и на земной жизни в куче вкусил самое зло то есть тебя грубо говоря распяли за правду как иисус христа да или любое другое любую другую это мученическую смерть вот ты пройдя вот это я вам рисовал данную сейчас я вам здесь хорошо еще раз так вот нарисуем с вами уже сайт то есть ты вот отсюда из рая из из серенького ты вот так вот все вот этот путь прошел тогда ты конечно мы берем что и там ты будешь на стопроцентном утешение все ты здесь все зло вкусил там все такие же как ты ты преисполнился совершенства в добродетелях во всем отношении да там с тобой такие же там вообще страдать то и нечего что вы никакого зла вы своей ценой своей жизни доказали что я меня будет убивать я никогда никому никакого зла не сделаю ни по какому поводу вот это все вот очень важно поэтому до верхней но я не каждый же достигает в этой жизни вот таких вот высот что еще мы с этой притчей видим оказывается можно общаться слушайте мы сейчас с вами привыкли что мы только вот словами общаемся еще сто лет назад 200 лет назад 300 лет назад не знали что такой телефон и знаю что у телеграф факс интернет ясно конечно по-разному с вами уже общаемся и как мы видим казалось бы 500 лет назад людям невозможно казалось это общаться ну это были письма один человек везет другому письмо физическое передает информацию можно было передавать сейчас мы видим как информация достигла того чтобы мы с вами уже даже не тоже телефон уже интернет уже видеосвязь и вы меня сейчас смотрите по сути мы с вами общаемся я вам проповедую вы меня слушайте вы мне в ответ что-то отвечаете пишите звоните мы общаемся оказывается это вообще невозможно я угру это притча конечно же пожалуйста и все это может наложить калькой и на первое бытие мы с вами уже тоже об этом определились лона аврамова и и от лона дьявола но и на второй этап это притча мы с вами и можем применить на любой этап мироздания ну кроме третьего там всеобщее покаяние уже будет да и так мы с вами видим что между этажами возможно общение какого это будет общение рода я вам скажу что любого абсолютно как я тут почище что вот так не было нарисуем так вот это же их не буду так в крайности нарисовать рис нарисую вам вот такой день такой этаж и и кстати не прям рядышком я нарисую а вот тут подальше то есть между ними здесь еще много много разных этажей вот так вот я вам покажу как бы этими точками может здесь общаться один с другим мы видим можем как будет вообще не происходить будет она происходить словесно вполне может быть мы же можем с балкона свести сапортиком с друзьями на разных этажах на жиль можем из балконов общаться можем словесно можем как сейчас я у нас есть телефон или интернет будем и телепатически общаться будем сможем и переходить оттуда с одного этажа на другой сможем притчи обратите внимание внимательно что мы читаем в притче иисус сказал как бы давайте еще раз вчитаемся слова между нами и вами утверждена великая пропасть так что желающие хотящие до перейти отсюда к вам не могут также оттуда к нам не переходит здесь иисус я вам могу только утверждать это на свои на основании своего внутреннего откровения здесь иисус нам говорит естественно здесь хоть и проглочено говорит о добровольном просто так с нижнего этажа наверх прийти разорить его ограбить сделать зло этому человеку на понять это не душа мы уже будем с вами во плоти все будет воскресший все новую такую новую земную плоть обретут да иисус говорит о том что просто так вот если как я еще раз пример наша реальной жизненной вот мы с вами живем вот я проповедую правду любовь сейчас выступаю частности против войны меня за это гнобят меня лишают имущество меня лишает уже самой свободы возможно лишат даже жизни за это да и я не могу никак от этих я не могу проповедовать истину и не страдать за это у них власть палка ресурсы их много злодеев да и они могут сделать со мной мой дом даже не является неприкосновенностью ко мне могут зайти арестовать мне прям здесь убить или 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 забрать меня и посадить меня в тюрьму я не могу даже от них быть независим я вынужден в этой жизни в земной пройти вот этот путь страданий да за правду во втором этапе все никаких несправедливых страданий все по делам то чему ты не научился бог тебя через твои же одноэтажников научит ты все познаешь ты пройдешь суд покажется все твои дела какую-то боль кому совершил она как-то в этой жизни отразится виде тех же людей которые ты просто такими же окажешься ты через это будешь научаться пусть это не самое дно ада это где-нибудь там даже выше среднего как я он сейчас я сейчас вам написал всех два этажа выше среднего но все-таки есть кто ниже мы можем общаться до можем общаться очень свободно смотрите никаких несмотря то что великая пропасть якобы вот которую нельзя там не перейти не перепрыгнуть они спокойно общаются не орут и чего да они просто общаются возможно будет это общение да обязательно словами нет телепатия да можно ли будет физически да может ли с нижнего этажа просто так попасть на верхней нет могу ли я просто так бродить по нижним этажам тоже нет иисус нам этой притчи очевидно хочет сказать что конечно же возможно людям с нижних этажей наверх посмотреть попасть можно будет точно так же и мы сможем спуститься вниз чтоб человек помимо наших слов увидел нас люди на разных этажах от низа до верха будут в разной славе именно плотской славе это будет прекрасно как будет у них у них высших этажах будет по более прекрасный мир и они сами будут более прекрасны как на этой земле есть уродство и красота точно так же и там будет люди на более низких этажах будет более вонючий я промолчу сейчас еще вообще в аду до более вонючий поле уродливые более кривые более косноязычные или полностью если мы дно ада берем да люди люди чем выше они более красивые более умные более светлые более пахучий и прочие прочие вещи то есть верх эта красота низ это уродство да конечно же когда ты явишься как нам на земле мы видим красивого благоуханного чистого светлого там человека опрятного выпрямленного мы же видим это начинаем ему грубо говоря по хорошему должны по белому позавидовать да это будет сделано специально нам будет разрешено посещать друг друга но естественно с какой целью с целью покаяния я не могу вам сейчас точно рассказать как это будет естественно точно так же как вы в свой дом заведомо убийцу грабителя насильника не пускайте может пускать пустить человека с чистыми намерениями как вы думаете но он может оказаться кем угодно до обманув вас еще что-то до льва во время переклинило но специально никто не приглашает так и так и там неважно мы будем уже осознавать что этот человек что на грани покаяния что он просто хочет увидеть чтобы замотивироваться более светлый мир увидеть тебя в своем мире когда ты придешь такой чистый красивый и он поймет что оказывается там так классно если он такой каков мир в котором он живет он здесь в мире без животных а я прихожу как этот эсвентура тут у меня везде попугайчики до мышки там ползают леопарды со мной идут я муж не один его посещу да вот а может быть двое нас будет может быть это еще кто-то может он всех знал будет да и еще возможно просто люди с низших этажей по плоти а перхаю не могут просто так туда попасть и даже попав возможно не могут вредить этой уже это же все материя узнать как духе не могут ли там сейчас вот в нашей первом этапе до духе как бы у нас же тело душа отделяется от тела но она в этом мире не может грубо этом тарелочку двигать там мышку вот компьютерную то есть также там то есть более низшие духе они более такие прозрачные и они той материи не могут ничего сделать либо они наоборот более грубая а более такая то есть даже попав на наш этаж в принципе тот кто снизу не сможет ничего разрушить у того кто сверху он даже будет начать на счетом колотить эту посуду во первых он сразу свалится на свой этаж во вторых у него все равно ничего не получится а если получится образно говоришь вон опять учил то зло кто он сделал это все обратно моментально склеится то что то выше может все это спокойно собирать и я спускаясь вниз он захочет меня ударить несмотря на то что мы все по плоти мне воскресшие но этот кулак пролетит вот так вот сквозь материи потому что он не сможет либо он игру там более прозрачные говорят духе тьмы наоборот более невидимый то есть образ их несуществования до в природе что наоборот они очень грубо а я очень такой вот да я вроде имею все и кажется мне можно вот пощупать а когда начнешь щупать он не может и меня дотронуться это очень важно вот это можно будет посещать конечно же можно будет это очень важные такие моменты дама своим разбирать давайте я теперь почитаю что я написал благодаря этим словам иисуса христа вот о притче богачей лазарь мы с вами понимаем что второй этап будет подобен первому в том что как здесь мы с вами живем все на одной большой планете но при этом у нас есть свой участок дом квартира комната место комфортного личного пространства так и там у каждого человека будет своя обитель свой маленький я так пишу маленький а такими буквами прозрано серым делу не маленький мир но я уже об этом сказал что читается это обитель как угодно начиная от комнаты в коммуналке заканчивая целым твоим и не мирозданием твоей планеты да такое и как на первом этапе мы ходим друг друга в гости когда нас приглашают и ждут для общения так будет и там точно так же как здесь мы с вами можем попасть даже в богатый знаменитый и славный дом будучи сами там бедными небогатыми но по какой-то причине друг другу нас позвал пригласили на работе шеф собрал мы все разного достатка социального уровня но общий корпоратив и мы все на нем оказываемся да и можем попасть в дом в гости к известным великими красивым людям богаты все обычно красивые ухоженные да но от этого мы не становимся сами богаче и славнее и красивее мы погостив немного в этой жизни все равно обычно все равно вынуждены вернуться в свое жалкое жилище до обычно там у него там уж дом коттедж а у нас там коммуналка так и во втором бытие сможем по приглашению каких-то наших близких более светлых людей попасть к ним на уровень чтобы пообщаться и увидеть как прекрасно они живут и куда мы сможем попасть изменив свои недостатки то есть покаявшись до беседа в рама и богача прямо указывает на то что общение будь то словом телепатием и созерцает друг друга абсолютно реально я принес все это сказал сейчас еще кое-что пожуем но пока почитаю вам мы также можем попасть и в дом более бедных грязных и некрасивых близких нам людей но погостив там немного и засвидетельствовал им о красоте истины любви обязательно захотим вернуться в свою более прекрасную обитель как я вам сказал конечно спустившись туда мы потом спускаться будем ненадолго точно так же как в этой жизни какой бы мы там не пришли кому-то там помогать как говорят там людям бомжам или еще кому-то мы конечно надолго оставаться не хотим хотим им помочь сделать принести покормить какую-то там укрытие принести но жить ты с ним рядом не будешь это он выбрал себе такую жизнь ложиться рядом с ним там тусоваться там по подъездам по подвалам ты не будешь ты можешь помогать ты можешь спускаться в самый вонючий подвал за ним принести ему еды но ты не захочешь там остаться ты все равно поднимешь твою нормальное жилье до тех пор а тем более ты можешь ему предлагаешь давай мы эти отсюда вытащу устроена работу пока там арендую квартиру огонь меньше не надо я такой я хочу пить ничего не хочу вот ему носишь только эту еду и бутылку водки если он без нее жить не может вот и одежду да и все он сам не хочет а ты все равно спускаешься помогаешь ты с ним не живешь и он пока к тебе не хочет он должен захотеть этого сам тогда ты ему все поможешь покупать ему квартиру селить он там будет все бухать засирать ты тоже не будешь он должен стать достойным этой обители он должен захотеть жить как человек да как правильно вот это тоже очень важная мысль да и как здесь мы сближаемся с похожими нам людьми начиная жить в одном поселении на одном участке в одном доме и даже спать на одной кровати так и там люди очень близкие по духу будет соединять свои будут соединять свои обители потому что они тождественны они единодушные единомысленные их меры их мир и естественно становятся одним целом потому что они абсолютно одинаково ну здесь я уже сказал о чем я пытаюсь сказать что на самом деле если действительно и знаете ведь злой ненависть она все стамелец отделяется до разделяя власть узнать понятие понятно чем низший уровень самый низкий там да там там миллионы этих делений этих комнатушек миллионы 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 а понятно вот этот назовем пентхаус а над ним еще и крышу а крыша лучше чем пентхаус да то даже пентхаус может быть там всего он хоть и называется пентхаусом высший этаж но может быть он сначала там есть пентхаус 3 уровня где там всего три квартиры на этаже есть где две да есть где вообще одна а есть что место под небом да и конечно же чем выше люди по сути последние или крыши хотите да она символизирует вот это вот что третье бытие по сути это место под крыши и пентхаус их можно вместе совместить они все хорошие нам бы хоть до пентхауса добраться не тоже до крыши это третий этап бытия кто попадает уже в третий по сути он уже что превратился вот в это вот как я вам рисовал именно уже вот сюда вот в третье бытие он попал попал с него в первое или дорос во время второго бытия до него все менял квартирку все заезжал в лучший этаж в лучшие обители да это уж я не знаю не суть важно и по сути вот это вот третье бытие которая здесь мы с вами я вам на этой такой таймлайне показываю здесь просто горизонтально а здесь я вам показываю все то же самое только вертикально да на самом деле сейчас я подотру вот это еще раз на самом деле просто что такое когда произойдет вот этого . который я вам показываю да где она вот тут вот начнется . отсчета третьего бытия она на самом деле произойдет тогда когда вот этот вот верхняя вот эта вот крыша пентхаус по сути сходить она начнет просто захватывать все все туда переходят на самом деле пентхаус как будто спускается и крыша спускается на землю когда просто бог станет всячески во всем когда каждый просто да ну если мы вот тут вот нарисуем еще раз я говорю это же его так куда то у нас ну допустим здесь был один человечек да у нас тут вот на крыше крышу надо рисовать тогда ну ладно пусть это будет вот так вот тут у нас два человечка на втором сверху это же что происходит когда эти два человечка становятся достойными вот это вот сам верхнюю пентхаус или даже я как с крыши называю под небесами что произошло когда они сюда перешли ну да да даже надо было мне не так вот здесь у нас тут нас три тут нас два а тут у нас три сейчас я нарисую три человечка как я сказал допустим на верхних этажах но маленькие недостатки у них есть и они глядя друг на друга что свои недостатки потёрли и стали одинаковыми все им одно и то же нравится они единомыслены и единодушны что происходит берем резиночку как я сказал они даже свои квартиры так скажем стирают грани и они просто троем живут на одном этаже что происходит когда эти вот со второго этажа переходит на верхний вот эта грань конечно же просто-напросто стирается и уже второй этаж сверху становится просто большим первым естественно эти трое точно также дорастают опять дать до них до между ними опять стирается это вот грань уже между вторым и третьим этажом сверху то есть вот так вот бог превращается всячески во всем когда эта грань полностью сотрется так вот до нижнего а если вот прям вы следите за движением моим этом то есть вот этот этаж просто захватывает каждый последующий разрастать разрастается по сути все это превращается в абсолютный цвет и любовь то есть вот в этот вот вот третий этап бытия так хотел я еще момент такой мы сестрицей как-то общались как раз на эту тему тоже по поводу вообще это знаете я почему когда я до этого сам не все это я стал все это дошлифовывать господь не стал все это открывать это знаете разрешился еще один вопрос все время тоже я вам привел пример и просто сделать как людей незнакомых да вот я там веган пацифиста он там я там христи да он тоже веган пацифист буддист но не христианин я христианин это я все вам пример привел незнакомых людей Вот все, что я вам сегодня наговорил, через это открывается и тайна. Вот тоже, знаете, я бы сейчас мог вам какую-нибудь картинку, их полно в интернете, как там люди на небесах встречаются, родители, дети, родственники. И правильно вот эта мысль, как я буду, что я буду созерцать, вот как в притче о богачее Лазаре, как мучается мой там родственник, да. Неужели я там в раю буду вот так вот видеть, да, и наслаждаться этим. Через это открываются все вот эти вот вопросы, тоже закрываются еще раз. Ну, по поводу созерцания. На самом деле, люди, которые приходят к верху, вот на эти высшие состояния, понимания, если хотите такие, как я, да, для меня нет никаких родственников. Люди на верхних этажах, они не делят людей, я вам говорю уже, ни по какому вообще внешнему принципу. Признак родственности, мама, папа, дети, правнуки, двоюродные, троюродные, племянники, дяди, тети, бабушки, дедушки и дальше так до бесконечности, это делят на это, и людей так любят люди, только люди еще с низших уровней. Когда вы достигаете высоты познания истины, вы никогда людей не разделяете вообще по этому принципу, в том числе даже по принципу родственности. Не по расовому, не по половому признаку, не по цвету кожи, там, глаз или еще чего-то, да, и даже по родственности. Это очень важно. Иисус сказал, что братья и сестры мне, мать даже, тот, кто исполняет волю Божию. Все. Очень важно. Поэтому здесь вот наверху будут все, да, те, кто любит Христа, те, кто святы совершенно в любви, и те, кого они будут внизу сосерцать, для него абсолютно, потому что, конечно, надо сначала этого в земной жизни добиться, для него абсолютно не важно, что он здесь видит якобы свою земную маму, да, якобы какую-то на ее же этаже видит другую женщину, святой человек, который вот достиг вот этих высот, а он потому и достиг их, потому что он их любит абсолютно одинаково. Это очень важно. Я всегда говорил, просто не путайте, что мы чисто делами в земной жизни своим близким делаем больше добрых дел, чем кому-то другому, потому что это просто люди рядом с нами находятся, на расстоянии, как я говорю, вытянутые руки, вот мы можем кого-то пощупать. А какую-то там на другом конце даже села живущую женщину, мы видим, может, раз в год, что мы ей можем доброго сделать. И мы не всемогущие, мы не можем весь мир объять, всех голодных накормить, всех детей в одно время убаюкать, всем сказку рассказать. Мы ограничены по плоти, мы можем послужить в этой жизни и делать ограниченное количество тех же самых добрых дел конкретным людям мы не можем на всех распылиться. Вот и все. Но вот в том, о чем мы сейчас с вами говорим, о таких глубоких вещах, сущностных, да, любить всех надо одинаково. И не надо, а ты к этому просто приходишь. Это естественно. Когда ты кого-то над кем-то внешне, кого-то превозносишь над кем-то в своих тех самых глазах, это неправильно, это не от Бога. Правильное достижение своего внутреннего состояния, когда ты людей ни на что не делишь, когда ты равны всех любишь. Проявляться любовь может по-разному. Это просто близкие люди, мы за них очень часто, когда говорят, в ответе это так. Эта же женщина родила этого ребенка, а не другая, она за него прежде всего в ответе. Родила, так будь любезна, корми грудью, а не выкидывай на помойку. Это ответственность, это разные вещи. Любим мы всех одинаково. Поэтому увидишь ли ты там свою мать или еще кого-то. В том, кто увидит там, если он будет выше и достиг таких, у него никаких не будет. Он любого человека хочет спасти. Поэтому я говорю, общение будет любое. Он и со своей матерью, как я говорю, пойдет туда с ней поговорить, показать ей, да, вот у меня отец, допустим, я вам всегда на личных примерах рассказываю, да, все меня убеждает, что его червяки сожрут. Ну, ведь не сожрут же, мы все же это знаем. Увидит он меня там, где я буду, да. Я его увижу, где он будет, да. Вот именно. Если Бог позволит, потому что я говорю, все это будет, как говорится, вот так просто по желанию, как он на притче сказал, такого не будет, что вот у всех просто такой свободный доступ, как здесь. Зашел с ноги, дверь выбил. Нет, такого не будет. Все это будет по разрешению. Я ему захочу показать, кто я и где я живу, конечно. Бог позволит это. Я знаю, что он мой мир разрушать не будет, но я хочу, чтобы он в нем побывал. Он сможет там надолго задержаться, как бедные в богатых домах? Нет, их пригласили ненадолго. Я здесь устал все это слушать. Такий бред. Я там хочу, это нет. Я к нему спущусь рассказать ему об этом, если он не захочет ко мне подниматься. Да. Я его люблю, я хочу ему об этом рассказать, явить себя на словах, рассказать, как там прекрасно. Да. К другому человеку, если я его знаю. Может, мой друг, и он как раз с моим отцом на одном этаже оказался. Я к нему пойду. Да. Хорошо. Это вообще на верхних этажах это всегда люди, не то что прям проповедники, это громкое слово, но это люди, которые светили, свидетельствовали в этой жизни. Да. Это и там и любому заходишь засвидетельствовать. Да. Да. Это так. Но очень важно, знаете, действительно, очень многих людей мучает вопрос, это именно родственников, в самом настоящем смысле слова. Потому что, как говорите, у людей мучает такой вопрос на всех, ну да, я христианин, я там тот-то, я там тот-то, пацифист, веган, а вот у меня там брат, сестра, мать, вот я сейчас про это говорю, а он-то не был. Но он был хорошим человеком. И когда мы размышляем в категориях вот этого вот черно-белого, а он Христа не принимал, может даже богохульничал, но в принципе, да, Христа он не принимал. Да я и сама тогда, может, не особо христианкой была, но он погиб, там, в 30 лет, в 20 лет, в 10 уж не будем брать, такой сознательный возраст, да, в 40 лет, в 50 лет, может быть, в 80 лет, родители наши, да, там, да, а я вот молодой, ну, я уже и Христа принял, там, пацифист, веган, космополит, достиг многих пониманий, проповедовал эту истину, страдал за истину, а мои родители прожили там, я говорю, очень впоследствии с жизнью, или брат, ну, да, творили какое-то добро, ну, средненькая жизнь, а что я с ними, я вот там, а они где будут, что в аду, или будем говорить, как я уже говорил, чтобы не путаться в понятиях, в гиене охненные они будут, давайте это уже подотрем опять, они где будут в гиене охненные, вот здесь вот, вот этим вот богачом, богачом, а я вот здесь вот буду, и все, ну, как он может быть со мной, если я доиграю христианин там, пацифист, веган, я всем помогал, а он там только близким, ну, близким помогал, да, но я каждому бомжу на улице помогал, а он смеялся надо мной, но близким он не отказывал всегда, первым, там, соседям, родственникам, друзьям, но на посторонних людей смотрел, очень холодно, ну да, ничего не помогало никогда, и мы что, с ним будем, как мы уже с вами говорили, как это вообще может быть одно место, и что, а я люблю его, ну да, по-плоцки, я его как бы любил, все-таки это мой брат плотский, хотя я говорю, кто доходит до высших, уже перестает этими вообще понятиями размышлять, и в нем эти чувства сами по себе уходят, я всем говорил, что я своих родителей вообще не воспринимаю, как родители, причем не воспринимал с 13 лет, когда себя осознал, я не принимал их, они для меня были обычными людьми, как брат и сестра, вот я вот, вот это мое чувство с 13 лет, я не мог его искоренить, до сих пор не могу, и уже понимаю, что это и, это мое естественное чувство, правильное, которое было от начала, я абсолютно всех людей, воспринимал всегда абсолютно равным, не абсолютно, независимо вообще ни от чего, я говорю, ни от нации, ни от социального положения, богатства или бедности, кровности уз, казалось бы, само святое, как любит говорить, нет, наоборот, даже вот чем, куда больше давили там на эти кровные узы, что это что-то такое святое, наоборот, меня прямо это еще больше отталкивал тогда, и начинали мне там чуть ли не про святость рассказать, да нет в этом ничего святого и особенного, вообще ничего, но, я таких людей встречался, я уже делился этими мыслями с теми, кто, и мы как бы рассуждали, вот такие вопросы вставали, и люди находили для себя душно, она говорит, теперь я все поняла, да, я вам, конечно, рассказываю о конкретном примере, о сестре во Христе, моей возлюбленной, любимой, мы с ней рассуждали на такие темы, она как бы любила очень своего брата по плоти, вот, и она все поняла, она говорит, все сходится, правда, да, пусть он не такой, да, пусть будет второй этап, мы все там должны познать, вообще вопрос, ну, он рано ушел из жизни, он мог перевоплотиться, и достигнуть, он может уже нас переплюнул, стал и христианином, и веком, и еще там, и уже распят был за Христа, мы этого не знаем, ну, допустим, он на низших этажах, да, и она все поняла, она говорит, это здорово, это здорово, да, потому что, все, теперь я здесь, я могу и с ним быть, я могу к нему ходить в гости, он может ко мне, я знаю, он меня там не обидит, да, вот, но он познает высшие миры, вот так вот, то есть, все это, как видите, опять вот на всех этих моментах срабатывает, тут остается и справедливость, да, то есть, Иисус говорит, что перейти, и еще, когда Иисус говорит, а перейти, последнее, что я вам хочу на эту тему сказать, очень важно, и у вас прям, как это, печатью поставится, еще раз говорю, не ходить, не в гости, подперейти, Иисус подразумевает, он говорит, избавить меня от этого места мучения, очень важно, подперейти Иисус, поэтому все верно, он тут сказал, ну, понятно, Иисус есть Бог, да, очень важно, то есть, на этом этапе, на втором этапе, как я вам сказал, навсегда перейти, поселиться, здесь как бы нельзя, хоть я вам сказал, как бы, что вот это вот, все вот это, как бы, сверху донизу, потихоньку захватывает, и бац, это превращается. Я имею в виду, опять, духовно. То есть, еще раз, обратите внимание, сейчас я вам рисую, да, как вот точно так же в первом этапе, я вам буду все время их подписывать, надо было их сразу подписать, чтобы эти цифры не рисовать все время. Как на первом этапе, мы с вами, когда избираем добро и зло внешне, пока это никак не проявляется, это воздаяние, мы здесь строим, но мы здесь внутренне строим свой будущий мир, и пока мы это делаем внутри, а потом все это мы заслуженно получим. Точно так же и здесь ничего не меняется. Вот этот вот этап, мы когда хотим вот сюда прийти кверху, мы пока это делаем, как только внутри, но оставаться мы будем здесь до последнего мгновения. Только когда все это разрушится, вот еще один такой будет, если хотите, третье воскресенье, перемен, то есть, тогда мы сможем все изменить. То есть, перейти по плоти, просто так поселиться в другом этаже нельзя. Надо будет все отдать до последней копейки. Это очень важно. Поэтому, конечно, ааа, я увидел туда, пошел не, так не работает. Это очень важно. Давайте мы еще почитаем, и я еще кое-что скажу. Благодаря этим словам Христа мы с вами понимаем, что второй этап будет подобен первому в том, что как здесь мы с вами живем все на одной большой планете, но при этом у нас есть свой участок, дом, квартира, комната, место комфортного личного пространства. Так и там у каждого человека будет своя обитель, свой немаленький мир. И так как на первом этапе мы ходим друг к другу в гости, когда... А, я вам все это уже прочитал, да, наверное? Так. Я, наверное, все это вам прочитал, да? Там быть, пообщаться, Аврам, да. Мы также можем попасть в дом более грязный. Это я вам тоже прочитал. Так, это я вам все прочитал. Я вам хочу привести цитату еще из Луки, 12 глава, где Иисус говорит, продавайте имение ваше и давайте милостыню, пригодоляйте себе жилища, не ветшающие, сокровища, не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и будет сердце ваше. И давайте прочитаем, что я подписываю к этому месту. Существенное отличие первого и второго бытия в том, что на первом этапе наш участок, дом, квартира, комната, как угодно все можно назвать, имущество в нашей земной этой жизни, здоровье, свобода, наша сама жизнь, эта временно земная, может быть отняток, может отнять кто угодно. Любой, кто сильнее и могущественнее нас, у кого в руках власть и ресурсы, кого больше, чем нас, просто количеством берут, но на втором этапе, на первом этапе все это можно сделать, на втором этапе, сделать это уже будет невозможно. Никто из низших этажей не может без приглашения вторгнуться в чужую высшую обитель и разорить ее, навредить ей и человеку. Ни у кого из нижних этажей уже никакой власти над людьми с высших этажей не будет. И кто приходит с высших этажей к низшим, ничего плохого не сделает, потому что исполнит любви и желания, и желает низшим только добра. Я, в принципе, вам об этом, обо всем сказал, мы уже поговорили. Видите, я просто для себя пометки делал, по сути, хоть я вам не дословно читаю, потом где-то вперед забегаю. Но все-таки это видео, проповедь моя, поэтому я не прямо придерживаюсь текста. Но об всем мы еще раз поговорили. С высших этажей идет он не делает никакого зла, он выше них, он не сделает, а низший просто, как я вам показал, это как бы физически не мог. Во всем об этом мы с вами, в принципе, поговорили. Это я единственное, тогда не проводил вам, а вот цитата у Луки, вы знаете, все это место Иисуса, очень хорошее, где он и говорит, что приготовляйте жилище не ветшающее, сокровище не оскудевающее. То есть ничего там уже, где вор не приближается, ну и здесь такой пример, как моль не съедает и где вор не крадет. То есть еще раз, в этих мирах, в этом этапе, вот этом втором, да, который я вот так изобразил в виде небоскреба вверх и вниз, никто уже вредить, вот так как здесь, не может. Здесь вот именно вор может зайти, убить нас могут, тюрьму могут полицаи посадить, да, и судьи, всякие эти сильные власти мира, всего. Там этого всего не будет. Мы от этого будем в справедливом мире, будем уже все ограничены, отграждены. То есть каждый единственный будет в том мире пребывать, который он достоин. Очень важно вот это вот уяснить, да. В принципе, практически все. Мы с вами заканчиваем. Я говорю, это будет рекордный ролик, уже 3.20. Я им перещеголяю тысячелетнее царство. Последний вопрос, который мы с вами разберем, это как же, я не знаю, как его толком назвать, как же Иисус один или у каждого свой, что-то типа такого, да. Последний камень преткновения, который может быть в этом вопросе, вот в этой теме, которую мы разбираем, что а как же Иисус? И я сам поначалу, так скажем, соблазнялся и притыкался на этом вопросе, что вот как бы, ну а как с Иисусом быть? Иисус-то будет один. Если мы предполагаем, что бытие будет черно-белое, если черно-белое бытие, то все понятно. Иисус вот здесь и все хорошо, да. Давайте я все-таки вот на этом рисунке, здесь я рисовать могу. Если бытие черно-белое, то все хорошо, вот здесь небоскреб, здесь у нас такой Иисус Господь, один на всех, да. И мы тут рядышком такие же, да и небоскреба никакого нет, вот и мы все вот в этом белом бытие. А если это небоскреб, а если это этажи, а если это комнаты, то как Иисус? Он что, разделится? Я так и пишу. Ну и последний вопрос. Как же Иисус будет со всеми христианами одновременно, когда все они такие разные, все будут в разных комнатах, на разных этажах, вплоть до глубин ада, где будет гундяев, ткачев, инквизиторы и прочее? Это я, знаете, к той теме, тоже уж я тоже оговорюсь. Это вообще к вопросу того же самого христианства и суда, вот здесь мы с вами тоже подчистим сейчас. Это по поводу тысячелетнего, вот именно, вот тут вот мы нарисуем тогда, как всегда, вот так вот, тысячелетнее царство со Христом, то есть первое воскресение и второе. По поводу христианства и дел тоже, это вечный, еще раз просто аргументка хочу тем, кто еще как-то колеблется в этом лживом мучении протестантизма. Смотрите на таких христиан, я говорю, как так называемый православный патриарх Кирилл Гундяев, да, или там такие проповедники, как ткачев, всем известны, как такие профессора, как Осипов, которые людей тянут просто сами на дне ада и людей туда тянут. Эти люди могут воскреснуть в первое воскресенье? Да, конечно, нет. Воскреснут они во второе воскресенье для всеобщего суда, это уже очевидно. Люди, которые призывают убивать других людей, которые такие же нацисты, делят людей по национальному признаку, да, убей украинца и будешь там на самом высоте вот именно небесного царства, какие-то христиане, их христиан назвать нельзя, но они-то себя называют, они верят во Христа, молятся, в храм ходят. Разве кто-то может быть Осипова, Ткачева или Гундяева назвать как бы не христианами? Люди, исповедующие такое, так называемое, формальное такое каноническое, можно сказать, да, как они называют себя, христианство, да, пусть одно из веток, там, католицизм или возьмите любого этого, папу римского, всех этих инквизиторов, ну а все они творились под правлением папы, да. Все вот эти вот инквизиторы, все эти, которые, возьми опять Россию, там, старообрядство, кто знает, от разделения Никона, все эти никонианцы, старообрядцы, когда-нибудь там сжигали друг друга, начиная с самого этого, так называемого, первого патриарха российского, московского, да, Никона, это они что, воскреснув в первое воскресенье и будут тысячу лет со Христом? Да, да. Царствует. А во второе свое воскресенье, вы думаете, они на верхних этажах окажутся, да, это же святейший патриарх Кирилл, вы думаете, он будет во святая святых за все свои злодеяния? Вы видели книжечки, какие они на фронт шлют, да, вместо Евангелия, такую, такую, дерьмо им шлют, да, куда идут все эти люди, прямой дорогой в ад, где они будут? Они любят, как они утверждают Христа, ну, они ему молятся, пух, целыми днями, богослужения ему там целыми днями, делают. На каком дне ада они будут? У меня вопрос, в принципе, закрытый. Я вот вам тут нарисую, да, это очевидно, где эти дети дьявола будут. А они будут желать увидеть Христа на этом дне ада? Конечно. Конечно. Они будут желать? Да. А они увидят его? Безусловно. Как я? Я никого не убивал никогда, не призывал к убийствам, против любого нацизма, там, ненависти к людям, тем более к убийствам. Как я буду с ними не то, что там на одном этаже. Я думаю, между нами точно будет великая пропасть. Я люблю Христа, исполняю его заповеди, хочу быть с ним по плоти. Они тоже любят Христа, но не исполняют его заповеди о любви к врагам, но тоже хотят быть с ним по плоти. Расскажите мне, пожалуйста, как мы вот тут вот все разорвемся? Так Иисус один по плоти или его много? Псалом 138, 7-8 стих. «Куда пойду я от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты». Здесь опять нам показано, как черно-белое бытие, но вы поняли смысл, да? Неважно. Хоть я на самые небеса небес попаду. Ты там? Да. Сойду ли в глубины преисподней, на самое дно, и там ты. Это говорится о Боге. Дальше я читаю вам, что я записал. Верующие в Бога люди верят и знают, что Бог слышит их всех одновременно. Мы же с вами молимся. И очень часто люди за молитву понимают, что надо вот там встать как-то на колени или нет, ручки сложить перед иконой или нет, принять какую-то позу или прям подумать о Боге. На самом деле молитва – это любое общение с Богом. Любое. Когда ты с Ним взываешь, советуешь, просто гуляешь, просто вопрошаешь. Секундную это что-то было момент. Даже когда мы действительно имя Божье не в суви произносим, а действительно говорим «Господи, помилуй, Боже, помоги там дать что-то найти», мы пусть там не супердлинную молитву произносим, но мы обращаемся к Богу. Любой человек, а здесь я сейчас вам сказал, несмотря на то, что я процитировал Псалтырь, это по сути иудейская иудейское Писание, и христиане его изучают тоже, как Ветхий Завет. К Богу обращаются и мусульмане, и все на свете, все язычники к каким-то богам обращаются. Мы понимаем, что Бог один, просто люди пока в первом этапе воспринимают его по-разному. Но на самом деле Бог-то есть, Он един, Он один, этот Бог Иисус Христос по образу и подобию, которого мы сотворены. Мы все верим, что мы обращаемся к Нему, и Бог слышит нас. Слышит нас, отвечает, решает наши вопросы или просто с нами в ответ беседует. Мы просим Бога, чтобы Он нас наставлял по Писанию, не важно, Библии, Корану, Педам. И Бог как будто нам шепчет на ушко, толкует, растолковывает, открывает нам познание истины. У него как на всех время хватает. Так это мы с вами только те, кто на земле живет. У нас сейчас 7 миллиардов, 8 уже, говорят, перевалило. Из них, я думаю, только одних католиков говорят, миллиард, мусульман там, или уже по 2 миллиарда. Короче, одних только верующих во что-то, Бога там, атеистов, наверное, меньше, я не знаю, там, 10 процентов. 7 миллиардов обращаются к какому-то Богу, ведомому или неведомому. Это только на земле. А сколько за всю историю человечества, от первых песен Адама и Евы, сейчас находится на лоне Аврама, как мы с вами сегодня вспоминали, или в аду, в лоне дьявола. Миллиарды, сотни миллиардов, миллионы миллиардов, триллионы, миллиард миллиардов, то есть триллионы, тикселионы, сколько этих душ уже человеческих. Ну, кто-то перевоплощается, а кто-то, может быть, и нет, а кто-то завис, где-то еще что-то, до великого суда. Бог что, сколько у него ушей, сколько у него умов, мозгов, если хотите. Как он воспринимает всю эту информацию, и как он способен со всеми общаться. Задумайтесь над такими вопросами. Я сейчас очень важную тему поднимаю, как такую печать на сегодняшней теме, которую мы зафиксируем. Христиане, давайте сузим немножко, да, христиане верят, что Иисус также слышит всех своих учеников, плохих или хороших, неважно. Гундяев сегодня тоже молится, Ткачев что-то просит, Осипов и так далее. Те инквизиторы прошлого и настоящего тоже обращаются к Нему и общающихся с Ним. Христиане верят, что Иисус также слышит всех своих учеников и плохих, хороших, обращающихся к Нему и общающихся с Ним. Я воспользуюсь этим моментом еще раз хочу сказать христианам, которые во что только кто же не верит. Кто в Иисус верит? Даже христиане, только в том, что я знаю, я встречал христиан, которые верят, как мусульмане, что Иисус это просто пророк. Кто как учитель его почитает. Кто почитает его Сыном Божьим, второй ипостасью там какой-то троицы, кто-то почитает его Богом. Единственная истина верна. Ну, конечно, все, тебя совмещает все, и пророк, и учителя. Да, это однозначно. Но прежде всего он Бог, прежде всего и в конце всего. Я просто хочу к христианам, таким, кто еще не почитает Иисуса Богом, задуматься вот над этими вещами. Как Иисус, если вы почитаете его кем-то, может вот это все делать. Он и есть самый настоящий Бог. Подумайте, как он слышит всех христиан. Уже пусть даже мы теперь не от первых песен Адам и Ева, а от первых апостолов берем. А тех, кто стал его учениками и последователями. Которые сейчас тоже где-то там, либо на лоне Аврамова, там есть и горе-христиане. Всю историю они там сжигали друг друга. Когда эта вся ортодоксия появилась при царе Константине, они там друг друга уже жгли, убивали. Где там эти христиане, так называемые патриархи там, те, кто на этих соборах собирались, да, они там друг друга ненавидели. Одни уже там почитали иконы, другие вырезали других за непочитание и так далее. Это что, христиане? Ну, они все по-внешнему назывались христиане. Друг другу руки рубили, Максиму Исповеднику он, кто знает о ком, я говорю, тоже руку отрубили, язык вырезали, да. Такие вот христиане делали друг с другом. Да, это христиане. Каждый будет не по вере судиться, еще раз скажу, а по делам. Но при этом все они молятся к Богу, молятся к Христу, к частности. Сколько у нас уже миллиардов христиан за всю историю Нового Завета, который сейчас продолжается. У Иисуса сколько ушей, этих, что он слышит. Сколько мозгов у него, в хорошем смысле слова, да. Понимаете, о чем я говорю. Как можно столько потоков информации одновременно принимать, воспринимать, анализировать и выдавать ответную информацию. Плюс ты выдаешь и тут же принимаешь. Мы люди с вами сейчас в этой земной жизни на это не способны. Мы живем в очень ограниченной плоти. Мы с трудом бывает один источник информации воспринимаем. Я уж не говоря о двух, уж не говоря о том, чтобы на первый давать ответ, когда ты воспринимаешь второй источник информации. Мы с вами верим, что Иисус на это способен. Значит, и на первом этапе бытия Бог Иисус способен воспринимать миллионы потоков информации, отвечать на них и сегодня. То есть, он сегодня здесь это делает. Если это так, а это именно так. Я утверждаю, что это именно так. Бог Иисус способен на это. Сейчас нам кажется это невероятным чем-то, но на самом деле все возможно. Если это так, а это именно так, то что невозможного в том, невероятного, да, что Бог Иисус по плоти будет со всеми любящими Его. Ничего нет невозможного для Бога Иисуса. Я вам напомню опять первое послание апостола Павла к Коринфянам. Такое вот место. 15 глава. Она, конечно, вырвана. Я говорю, деваться некуда, мы с вами не можем целыми главами зачитывать. Ибо я первоначально... Ролик и так. Я уже вижу, он пошел на рекорд, обогнав тысячелетнее царство. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял то, что Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Иисус погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, то есть Петру, апостол Петру, потом двенадцати первым ученикам, потом Иисус явился более нежели пятистам братьям в одно время, из которых большая часть и до ныне в живых, а некоторые уже почили. Дальше мой текст. Вот и подтверждение того, что Иисус может быть по плоти одновременно в нескольких местах, общаться с каждым человеком. Очевидно, что он не просто явился, что-то сказал, когда всем ученикам своим близким сначала являлся, со всеми что-то беседовал. Как мы видим, апостол Павел говорит, что Иисус одновременно явился более пятиста человеком. Очевидно, что он с ними общался. Он именно общался с каждым этим человеком. Естественно, это были его ученики в большой массе, в такой не только двенадцати, что он общался, получал какие-то ответы. Они что-то им отвечали, удивлялись, спрашивали. Для нас это кажется невозможным сейчас. Мы просто пока не можем в себе даже вообразить природу будущего бытия. Нам сейчас на первом этапе кажется невероятным, что можно одновременно слушать миллиард человек, воспринимать эту информацию, усваивать ее, то есть понимать, да? Поразмыслить над ней и реагировать на нее, давая ответ. Ну то есть как-то мы же реагируем на информацию. Но все это будет возможно. И так как мы созданы по образу и подобию Бога Иисуса Христа, мы и сами будем такими же. Мы одновременно будем присутствовать в своей обители с такими же, как и мы людьми, одновременно будем принимать близких и гостей с верхних этажей и посещать близких нам людей, находящихся на низких уровнях, которым мы хотели бы помочь усвершенствоваться и взойти на высшие этажи. Я немного отвлекусь и еще в полноте, чтобы договорить эту мысль. Вы заметили, я очень часто употребляю слово близкие. Я здесь это стал делать тоже не случайно, чтобы я и себе, как бы такую пометку. Я не стал эту тему своими словами раскрывать в тексте. Но вот видеоролики скажу. Я все равно и оставляю место для простора видеозаписи, для слов. Потому что я вам говорю, что тексты мне дают себя тяжело. Мне это, я ленюсь, конечно, писать уж прям все совсем подробно. Хотя стараюсь вам это делать, чтобы это и в тексте было. Вот, ну уж как есть, да. Вот я когда вам говорил вот об этом, о том, что мы там являемся маме, папе, друзьям, братьям. Я просто, знаете, ведь, вот сами посудите. Я опять расскажу на собственном примере. Вот мой папа. Он верит, что его съедят червяки. Ну понятно, что он, когда эту грань смерти перейдет, он убедится, я ему об этом сто раз говорю, что, конечно, никакой смерти не существует. И он где-то окажется вот на каком-то вот уровне, да. Уйду я раньше или позже, это не важно. Он может раньше меня уйти, может позже меня мог тут казнить в любой момент за мою деятельность. Как вы думаете, когда мой отец там окажется, до или после меня, не важно, он захочет меня увидеть? Тем более, такой, как мой отец, он меня, конечно, по плоти любит. Даже здесь, несмотря на то, что он считает, что меня надо в дурку положить, оказать мне психиатрическое лечение за всю мою жизнь и проповедь. Но он меня любит по плоти, вот как земной здесь грешный такой любовью любит. Она иногда служит злую службу. Но он меня любит, действительно. Он захочет узнать. Во-первых, он вспомнит, конечно, все мои слова. Бог ему будет в ушах капать на мозг через уши. Он будет все это слышать, что я ему говорил, что вечная жизнь будет. Естественно, когда он начнет вкушать все плоды своих дел, конечно же, ему будут и мои слова свербить, как громом с неба, что я обо всем этом его предупреждал. Но захочет ли он со мной встретиться? Конечно. Как бы я не любил всех одинаково, я захочу его увидеть. И не просто, естественно, перед ним похвастаться, какой тут святой, повеселиться над ним, угорать, какой он там грешный, да, и мучиться. Нет. Я, естественно, захочу просто показать более светлый мир ради того, чтобы он захотел подняться наверх. И сделают я, потому что я его тоже люблю. Как у любого другого пусть человека. Но его я просто знаю. Как я могу явиться к кому-то, кого я не знаю. Как кто-то попросит ко мне, кого он не знает. Это очень важно. Богач обращался к Аврааму. Почему он обращался к Аврааму? Он его знает. Почему, конечно же, и названо это было Лоном Авраамом, потому что евреям это знакомый образ, да? Иисус не мог привести какого-нибудь праведника времен Авраам, что Авраам один был на земле хороший. Да нет, были другие. Просто они знают и почитают его за святого. Конечно же, являться мы и к нам будут не просто так, а люди близкие. Вообще принцип жизни, это принцип такой цепочки, да? Мы друг друга будем из ада доставать. Это очень важно. А он знает еще кого-то. У нее есть свои друзья знакомые. У нее есть своя мама, которая тоже, из которой тоже, ну, она не читала про что и червяки, хотя была коммунисткой, но потом, так скажем, в православие уверовала. Ну, правда, за родину, за Сталина и все такое. На каком она кругу будет? Тоже большой вопрос, да? Вот. Он захочет, в особенности он сам поднимется или будет выше нее? Он захочет к ней? Конечно. Он ей расскажет о том, что он ошибался в таких-то вопросах? Да. Как мы видим, вся наша жизнь, мы все в этой жизни скреплены вот этой вот цепью, вот этих вот именно, как хотите, как раз теперь отношений. И родственник, ну, тут просто опять не к родственникам сводится, а наши друзья. Вот все мои друзья, которые у меня здесь проповедовали столько времени после своего покаяния, да, призывали ко Христу, к веганству, к пацифизму, к космополитизму, да, к святости, к христианству. И никто не воспринимал меня. Когда они перейдут эту грань, захотят они меня увидеть? Да. Я захочу явиться им и засвидетельствовать, что все это, они и так по себе будут видеть, что все правда. Но они захотят, они будут обо мне думать? Да. Когда они только подумают обо мне, я явлюсь им, конечно. Когда я захочу к ним пойти, я окажусь перед ними? Да. Или сможем мы вот так вот общаться, как сейчас по телефону? Мы же не сомневаемся, что мы друг с другом общаемся. Сможем мы так общаться, не являясь друг другу? Тоже, да. Может, мы сможем звонить и сами решать, брать трубку, как и здесь, не брать, беспокоить меня или нет. Может, я не хочу сейчас, да. Может, мне будет звонить какой-то знакомый, но совсем псих, с самых нижних этажей. Может, я в этот раз не захочу трубку брать, я эту связь закрою. Хочу немножко отдохнуть в небесном царстве, во втором этапе. Пару деньков, как только туда попаду. А мне там названия будут с нижних этажей. Это тоже очень важный момент. И, по сути, мы, конечно, все будем друг друга вытаскивать по цепочке. Это тоже очень важно. Такой момент. И по поводу, то есть, явления. То есть, мы с вами видим, давайте теперь опять еще к этому вопросу, что оказывается, на каждом этаже, оказывается, что Иисус, Бог и мы с вами, все образы своего подобия, оказывается, мы можем одновременно быть в каждой точке мироздания, вселенного Божьего бытия. Вот в каждой. Мы причем. Еще раз. Иисус является пятиста людям одновременно. Это возможно? Нам описано, что это возможно. Он со всеми по плоти находится? Да. Мы верим в это? Ответьте себе на вопрос. Мы верим в то, что он в этой же плоти, сейчас где-то на небесах, слышит, возможно, уже, я говорю, миллиарды, миллиардов голосов к нему, вопиющих одновременно. Кто-то с ним очень долго общается. Кто-то непрестанные молитвы творит, Иисусову молитву, или там какие-нибудь псалтери сутками вычитывает в монастырях. Кто-то с ним общается. Кто-то просит его, подсказывает ему, когда он исследует Писание, попрошает с ним, беседует, ложится с мыслями о нем и разговорами с ним, и встает, и в течение дня постоянно разговаривает с Иисусом, делится своими мыслями, переживаниями. Для него это как живой дневник, потому что он знает, что он живой, и он с ним общается как с абсолютно живым человеком. Ему говорит, слышит его ответы в сердце своем. Мы верим в это? Я вам, христианам, задаю вопрос, вопрос моим братьям и сестрам. Верим или нет? Я верю. Если он уже тогда на этой земле, еще вокруг, только он был в изменившейся плоти, но вокруг было то же самое бытие, и он тогда явился пятистам братьям. Может ли это быть в следующем, втором этапе бытия, когда само бытие будет? Непонятно вообще, какое природа какая будет, да, невероятная. Само природа, я сейчас даже не природа, по-смысле растительный мир подразумеваю, а природа бытия, всего, вообще всего. Там слово природа может уже другой смысл принять вообще. Какие мы там будем струны видеть, всякие электроны, электроды, материи, да. Что это вообще такое будет, нам сейчас вообще не понять. Верим в это? Я верю. Сможет он быть одновременно Иисус? Я вот сейчас здесь побольше нарисую. На каждом этаже одновременно. Еще раз. Расширьте свое сознание до того, что этаж – это такое абстрактное понятие. Это может быть, вот как сейчас, земля. Круглая или плоская, не суть важная. Сейчас посмеюсь над этой темой, потому что споры, это ужасно, когда ты слышишь споры над этой темой. Можно порассуждать, но никак не пытаться что-то там другому в голову вбить, да. Каждый этаж – это будет, возможно, большой мир. Представьте, сколько нас за всю историю уже родилось. Каждый этаж – это огромное мироздание будет. Вполне возможно. Будет там свой Христос, да. В каком-нибудь кругу ада, где Гундяевы, Ткачевы, Осиповы, и они как раз от других там убийц отделены. Будут они там, будут все вместе. Они и тут вместе очень хорошо ладят. Они и там вместе окажутся. Будет там с ними Христос? Ну, будет, да. Примут они его? Нет. Он будет там ходить с ними по земле? Да. Но они точно так же, как… Потому что они сейчас призывают убивать людей. Точно так же, как они распяли Христа, тех, кто распинали его. Точно так же, они будут ходить, какой-то дурачок тут ходят. Они его будут признавать за Бога? Там? Нет. Они будут думать, что они на этом этаже, и нам какого-то дурачка сюда подсунули. Ну, что он тут вообще делает? Будет нам объяснить. Будет Иисус в аду проповедовать Гундяеву, Ткачеву, Осипову? Конечно, будет. Будут они его за Богом почитать? Нет. Опять, как и те, которые убивали его в первое пришествие, это вот такие же книжники, законники, фарисеи, просвещенники. Они и там. Ну, они его там второй раз не распнут, но проповедовать он будет пытаться. Бог будет за грешником до последнего, за любой пропавшей овцой, он пойдет на глубины ада. Будет он там, да. Я говорю, там будет немножко другое бытие, там все изменится. Они же тоже хотели Христа. Он там будет с ними. Но они его не узнают. Потому что он будет не вот этим вот, автоматом и пистолетом, с гранатой наперевес, как они там, с мечом, за Христа, Отечество, Церковь Православную, Русский мир. Нет, он таким не будет. Он будет тем, кем он есть на самом деле, абсолютной любовью. Они его узнают? Конечно, нет. В их головах другой Христос. Хотя они все, казалось бы, созерцают распятым на кресте, но у них мозгов не хватает изменить свое сердце. Те, кто распинали Христа, тоже знали, что распинают его лишь за добрые дела, предъявить им больше нечего было. Тоже все это видели и понимали. Будет ли он на самом верху с теми, кто почитает его Богом? Конечно. Будет ли он с теми, кто пониже чуть-чуть? Тоже любили Христа, то ли были тоже были христианами. Но много чего в своей жизни не достигли. Будет он с ними? Конечно, будет. Бог будет со всеми. Вот чем будет отличаться второе бытие. Бог будет открыт каждому человеку. Вот это вот второе и как я вам там раньше, если вы помните, зачитывал уже тоже, мы сейчас уж к этому тексту не будем возвращаться, что чем отличается первое, ну где я вам про три бытия как бы давал им такую формулировку, что там полная несправедливости, страдания и так далее, и что Христос здесь всего за всю эту историю первого этапа, вот это надо подберечься, первого этапа всего лишь явился один раз на короткое время. Уберем возрастание от младенчества до совершеннолетия, что он там попроповедовал-то всего тройку лет. Но уже во втором этапе Иисус будет по плоти со всеми. Ну понятно, в третьем этапе он уже будет со всеми, все познают, всякое колено преклонит перед ним, преклонится перед ним. Второй этап, будет он со всеми, да, кто-то его будет признавать, нет, от признания его Богом будет просто зависеть части самого человека, потому что он для них будет раскрыт точно так же, как когда он преобразился перед учениками, да, они сами его будут видеть светлым, он будет в ихнем светлом мире, те, кто будет на высоких лажах, мы сами будем светлым, короче, они будут покупаться в любви, в абсолютной, да, вот и все. Поэтому, конечно, это кому надо, это надо нам самим прежде всего. Возможно это, конечно. Мы сами, какими будем? Если мы будем такими, как он, потому что мы созданы по образу его подобию, и в нас это раскроется, то мы на самом деле с вами тоже сможем быть одновременно. Мы с вами, возможно, ну я в этом уверен, так просто говорю, потому что все это, конечно, пока не открыто. Мы с вами будем одновременно общаться и с тем, кто стоит на нашем этаже, причем с одним, вторым и третьим, в разные комнаты заходить, с кем-то, у нас уже может быть будет объединенная комната, я с ним на одной, как говорится, кровати нахожусь, на одном ложе, потому что у нас же мир объединился. Я и с другим общаюсь, который в другой квартире, потому что у нас еще этаж целиком не объединился, да, и мы вот так вот. Я могу принимать посещение от более верхних, если я не на самом верхнем этаже, я могу посещать и более нишки, я могу либо просто все это в мыслях воспринимать и общаться, могу и спускаться, я могу быть и по мыслями везде, и даже по плоти я могу находиться одновременно в разных местах вот этого всеобщего мироздания, вот этой всеобщей вселенной, которая будет многоуровневой. Это вся бесконечность, как сейчас мы космос называем, все это разные миры, как бы, их здесь не важно, я их рисую параллельно, все это из-за плоскости, понять все, как это вообще возможно в мироздании, это такие кусочки вселенной, вот именно вот такие пироги, это абсолютно вообще не важно, мы до сих пор не понимаем, что этот космос, материя, мир, а я уже много раз говорил, что это все вообще не существует, это лишь мысли божьи, это не важно, как это воспринимать, из разных точек все по-разному воспринимается. Это мы сейчас все на бумажке, плоско пытаемся понять. Смысл схематический именно такой, как это будет на самом деле, вот именно с космоса Земля, вроде бы шарообразная, но по сути мы с вами ходим как будто по плоской Земле. Это все вопрос восприятия, точки созерцания и так далее, да, про электродность, кто там увлекался, атомной физикой, я немножко в это проникал, да, электрод существует только в момент его наблюдателя, его нет, его не существует, вот так вот, а весь мир это черная материя, на самом деле, вообще пустота, по сути, вот это очень важно, такие вот понимания. Открыли мы с вами такой удивительный, очень важный вопрос, вот этот вот, по поводу того, как же Иисус будет с нами, со всеми, да, будет, он будет на каждом этаже, абсолютно, где бы, сколько бы их ни было, будет в каждом из нас, и мыслями, и по плоти, возможно, это, у нас есть евангельское доказательство, чего могло быть вообще не быть, вот именно, что, как я вам сказал, все эти темы, настолько прикровенны в Евангелии, потому что, суть земной жизни, конечно же, не все эти знания, мы с вами потихонечку завершаем, я подбираюсь к последней теме, к выводу, чтобы подвести все к тому, что это дает мне в моей сегодняшней земной жизни, конечно же, как я вам сказал, я надеюсь, что у вас просто открылись те вопросы, которые волновали вас, не состыковывали вот это вот все, да, и они закрыли все вот эти моменты, да, давайте я, в принципе, мы уже подошли вплотную, я вам зачитаю свой вывод, который я написал, и своим слайдом скажу, но это мы с вами закончим, это мой рекорд, 4 часа видео, это я не монтирую, я все сижу, я даже, я встал всего один раз, чтобы немножко кровь, уже все пережата, ноги, вот, но ничего, вывод, что дают все мне эти знания, о вот этом посмертном бытие, и втором, и третьем этапе вообще, да, вы помните самый изначальный вопрос, который я поставил, зачем мне это, да, что это, они дают мне первое, ну, как всегда делится очень просто, на теорию и практику, на слово и дело, первое теория, учение, это мне дает понимание, гармоничности, и сложности пазла, извечности, свободы, любви и справедливости, то есть, из всех вот этих вот, по сути, вопросы, это и тезисы, и вопросы, и сущности бытия, но все-таки, как все это гармонично сочетается, вечность, свобода, если Бог ее не нарушает, любовь, а любовь и справедливость, я, конечно, хочу скоро записать отдельный ролик, любовь и справедливость тоже, вот, в принципе, через призму, вот, это вот, о чем сегодня мы говорили, будете смотреть, поймете, потому что, по идее, кажется, любовь и справедливость, несовместимые вещи, если грешник согрешил, ну, как говорят, если я его люблю, то надо простить, а если по справедливости, его надо доказать, где же, как любовь, разве и справедливость может быть в одном, ответ найдете вот, в том вот ролике, в принципе, кто уже дозрел до этого, он и из сегодняшнего все понял, я надеюсь, как этот второй этап справедливости, мы с вами видим, включен, просто в это, потому что любовь, это сущность, а справедливость, это лишь временное средство, как мы видим с вами, это всего лишь второй этап, это не сущность бытия, поэтому вечность, свободу и любовь, это сущность бытия, а справедливость, лишь временное средство для достижения любви, я так и написал, что если противоречат друг друга, но любовь есть вечная сущность, а справедливость, это лишь временное средство, или этап вот именно, Этого пути, тайм-линии, временной линии бытия, на котором справедливость – это лишь эпизод, это лишь одно бытие будет, такой отрезок вечной жизни. Для чего? Это лишь временное средство для познания любви. Потому что мы понимаем все только через формулу, как Иисус сказал, закон бытия. «Люби ближнего, как самого себя». Или другими словами, сказал, поступай другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Или не делай другому ничего, чего себе не желаешь. Это лишь средство достижения полноты познания истины, как мы с вами прочитали в Ветхом Завете, хорошую цитату, вернее, и у Павла прочитали, что Бог не хочет смерти грешника, но чтобы все спаслись и достигли полноты познания истины. То есть это лишь справедливость, это лишь этап, это не сущность бытия, очень важно не путать это. Поэтому Бог не справедливость, Бог есть любовь, но Бог в определенное время, в определенный этап человеческого познания, Бога познания в частности, будет этап, где он будет поступать по справедливости, чтобы человек вкусил школу жизни на опыте своей собственной шкуры. Это очень важно. Только через это мы можем. Нет другого пути просто. Поэтому, если хотите, Бог вынужден поступить по справедливости, чтобы мы, потому что Бог есть свобода при этом, и не может, и нарушает человеческую свободу, потому что люди богоподобные, он не может ее, в принципе, нарушить. Поэтому есть только один, вот через такие уроки, уроки жизни, воздаяние, справедливости, человек достигает любви добровольно, плохо, гранично, мы с вами сегодня уже говорили, внешними какими-то событиями, чтобы человек изменился внутренне. Внутренне он его не ломает. Справедливость – это всего лишь отрезок, период, этап. Но это не вечность. Вечно только любовь. Это две сущности, вот так идут. А это будет только время для достижения полноты и познания истины, которой есть любовь, познания истины, любви. Второй этап бытия человечества – будь справедливым воздаянием за все дела. Мы не будем уравнены в белом или черном, а потому каждое злое дело, каждое почернение души – плохо и будет наказуемо. Это очень важно. Еще раз говорю, выкинуть из головы этот вот протестантский бред. Вы идете не туда, вы теряете время своей жизни. Вы обманетесь, как Иисус говорил. И многие из вас потеряют и то, что даже фантазируют о себе, как Иисус сказал, что они имеют. Вы этого не имеете. Вы обманетесь. Дьявол вас обманул. Каждое злое дело, я еще раз скажу, протестантский бред, он коверкает идею и учение евангельское, учение истины о том, что человек судится за свою жизнь, за свою сущность, не за количество дел. Это приписывают слово. Протестанты добавляют это слово, якобы такие, как я и как Евангелие, типа неправильное, проповедуют, что человек будет судиться по количеству дел. В ад отправляется за плохие, за хорошие, в рай там, да нет, там слово количество нигде не стоит. Когда Иисус говорит по делам, подразумевается по твоей жизни, по общей, это вся твоя внутренняя сущность. Не у каждого из нас есть каждый возможный день подавать нищему 10 рублей. Не у каждого он встречается, кто целый день дома сидит. Кто-то работает в таких местах, где он чаще ходит мимо нуждающегося. И то же самое злодей. Иногда у него нет, он хотя бы каждый день убивать. У него не каждый день предоставляется возможность в этом. Дело не в количестве дел. Потому что один убивает целыми днями, а другой, может, раз убил и в тюрьме сидит. Он там не может никого убивать, его в одиночку посадили. А по сущности Бог видит сердце каждого человека. Они оба убийцы такие, что готовы по тысяче человека убивать. Просто одного есть возможность физического, другого нет. Но Бог знает сердце человека. Здесь то же самое. Когда Иисус, а потом апостолы проповедовали о том, что человек судится по делам в своей жизни. Иисус говорит, что приду воздать. Он не имел в виду количества, там нет этого слова. Это протестанты, вкусив этот дьявольский плод, это учение, лживо коверкают Евангелие. Иисус нигде не говорил о количестве дел. Он говорит о сущности бытия твоего человеческого. Кто-то есть. Дела лишь проявления. И там нет слова количества. Не галочки ставит. И там какие-то есть счеты. И вот да, кто больше, тот там. А при этом он может и злые тогда творить. А как тогда с ним быть? Он может 10 рублей подает, а сам эти 10 рублей из казны ворует. Это как-то да, воспринимать. Вот именно. Дело не в количестве, если это формально все будет. Нет. Это никакое не доброе дело. Он ворует. И этими деньгами я подает. Очень важно. Так что вот так вот. А сущность его злая, потому что он ворует. И то он не может все, что воровать, все раздавать. Тогда бы он вором не был. Он, значит, раздает какую-то часть там для чего-то, для показухи, чтобы о нем думали, что он хороший. Он все равно себе забирает какую-то часть от ворованного. И это только нам внешне кажется, что это там дело доброе. А это в глазах божьих абсолютно злое дело. Так что вот так вот. Это очень важно. Поэтому не то, что тут я опять пишу, что каждое доброе дело важное, как на счетах называется, я не помню, это шайбочка, да. Дело не в этом. Я имею в виду, что все, что мы в этом мире к добру стремимся, к доброй жизни, если как Петр так писал, чтобы было ваше доброе житие, что если кто-то за злое пострадает, да. Кто за доброе даже пострадает ради истины, да. Главное, чтобы никто за злое в житие не пострадал. Вот там Петр так и выражается. Он не говорит о делах, но он говорит, что ты какое-то злые дела делаешь, то есть твоя жизнь, в житие, называется злым. То есть кто из вас за злое, то есть за убийством, то он начинает переселять. То одно дело, вы как праведник пострадаете, да. А другое дело, не дай бог, кто из вас окажется убийцей, насильником там и так далее. Тогда горе таком, это он христианам пишет, апостол Петр, да. Одно дело за доброе дело даже пострадать, но это высокое дело, да. А другое дело, не дай бог, из вас, христиан, кому пострадать за злое житие, за грехи, там, убийства или еще что-то такое. Поэтому я пишу, что нам вот это дает, эта теория о том, что мы видим, что очень важно стать совершенным, о чем он все время говорит, что учение христианства, Иисуса Христа, это учение о совершенстве во всем, любви, совершенной любви, жертвенной любви ко всему Божьему творению. Это природа, животные, духи, люди. Перестать желать даже Люциферу вечных мучений. Нет, он когда-нибудь тоже покается. Да, он свою пройдет, второй этап тоже. Он покается когда-нибудь, мы желаем ему этого. А второе, каждое доброе дело, каждое, пусть и маленькое преображение души, я как бы тут разжевываю тоже, я хоть и говорю о делах, но я как бы показываю смысл, что это смысл не в деле, а что это изменение, либо почернение, написал твоей души, либо наоборот, преображение души в любовь, то есть еще больше ее свет, еще больше ее красота, будет учтено и вознаграждено. Это евангельское учение. Это протестанты прямо коверкают, извращают учение самого Иисуса Христа, о том, что он придет и воздаст каждому по делам. Речи ни о каких там язычниках, не христианах нет. Он обращался к своим ученикам, к своим слушателям. Учение о спасении по вере в Бога, в Иисуса Христа, в искупительную его жертву, это учение дьявола, это учение протестантов, оно абсолютно ложное. То же самое, как и православных, католиков, о том, что можно грешить, а потом ходить под полотенчиком попика и каяться там. Нет. Есть только одно покаяние. Это когда ты раскаиваешься в согрешенном грехе, и сам себе в тот день, в то минуту, в то мгновение, когда ты осознал, что ты совершил зло, или ты и раньше осознавал, но шел против себя, что оно совершал по тем или иным причинам, ты решаешься так больше никогда не делать. И более того, делаешь вещи противоположные. Раньше воровал, перестаешь воровать, наоборот, творишь много милостыни. Раньше убивал, теперь идешь спасать жизни тем или иным способом. Это очень важно. Что эта теория нам дает, вот это вот учение? Это очень важно. Выкинуть это протестантское, православное, католическое дерьмо из своей головы, из своего сердца, принять истину. И что? Если такая теория, вот первое, что мне это дает? Оказывается, я вижу, что будет этап справедливости, воздаяния. Что никуда не денется ни мое маленькое злое, если я просто так у попика под полотенчиком формально покаялся, а дальше продолжаю делать, да. Или я протестант, верящий во спасение, в его искупительную жертву, и тоже дальше продолжаю грешить. Нет. Все будет, все отразится, за все я все увижу на своем личном суде, кто их мыторствует, называет как угодно, да. Все, мне это будет открыто, все, я это узрею. И потом еще и буду этап справедливости проходить, вкушая плоды этих дел. Да, саму боль я не буду созерцать весь этот этап, но я пожну ее плоды, я буду жить с такими же, как я, в таком же мире природы и животных, которых я здесь ненавидел. Там не будет ни природы, ни животных. Будем все в серой конуре с такими же убийцами, насильниками и маньяками, как я. Да, да. Так что второе это дает мне? Мотивацию. Вот эти все знания, о которых я вам сегодня поговорил, я надеюсь у вас, как Хисус сказал, как я хотел бы огонь не звести на землю, как хотел бы, чтобы он уже разгорелся. Мой ролик, цель любого видео, любого проповеди, возжечь ваш этот огонь. Огонь стремления к совершенству, к святости. Чтобы быть невестой, как сказано в Писании, без пятна и порока. Быть совершенной в любви, совершеннолетней невестой. Быть полувозрелой невестой, потому что замуж дают невесту полувозрелую, совершенную девицу. Одевают ее чистую, без пятна и порока. Она в абсолютном белоснежном платье, да. Она помытая, чистая. Это совершенство, учение совершенствия. Совершенствия любви ко всему. В природе. Начать сортировать мусор. Бережно относиться к растениям. Ко всему растительному миру. К животным. Стать веганами. К людям. Перестать делить людей на всякие внешние признаки. Кого-то уничижать кем-то. Или пусть, да ладно, он там. Ну, я, конечно, геев не ненавижу. Уже я там, как бы, пить его не буду. Ну, типа, это вот все богомерзкое, да. На одном этаже со мной не надо. Вы далеко не подниметесь с таким отношением к людям. Геями не становятся. Это они рождаются. Ты сам в будущей жизни окажешься тем же самым геем в этом мире справедливости. И все такие же гомофобы, как ты, тоже окажутся геями. Да, потому что бог вас всех там сделает мужчинами или женщинами, и вы будете друг другу испытывать чувства. И ты посмотришь, как с этим бороться. Может, ты, конечно, уже в этой жизни там в какой-то переуплотишься, и это все-таки познаешь эту истину. А может, и нет. Может, там это будет. Но бог да я донесет, что внешние различия никак не влияют на любовь к человеку. Не должно вызывать ненависти к ним. Это очень важно. В том числе и духов. Духов злобы, да. Они сегодня злые, ты считаешь, потому что они свободны, как и люди. Но они тоже покаются. Тоже должны делать все, чтобы они покаялись. Значит, даже дьявола надо пытаться привести к покаянию. Как? Да очень просто. Прежде всего, не служить ему, а служить Богу, Иисусу Христу, жить святой жизнью. Он все это видит. Каждый бес злой все видит, как живут люди. Они все так же чувствуют боли, страдания, радости, счастья. Пусть сейчас от нас после грехопадения закрыт, разделены мы на ангельский и человеческий мир. Потом все обратно срастется после страшного суда в день великого разделения. То есть, мне это дает мотивацию становиться совершенным в любви ко всему творению Богу. Здесь и сейчас, сегодня, здесь и сейчас, всех, кто дослушал до четырех часов в десяти минут практически, я призываю вас здесь и сейчас решить для себя быть совершенным. Это нужно вам, не мне, не Богу. Вам прежде всего. Ради самих себя, ради собственного счастья. Вы просто, когда достигнете этого, вы поймете какое-то счастье. Быть абсолютной любовью, а уж быть любимым, мы и здесь вкушаем, и уж там в полноте вкусим. Потому что будем окружены вот такими вот людьми. Здесь и сейчас, сегодня, решить этот вопрос. Это дает нам сегодня мотивацию становиться совершенными в любви ко всему творению Бога. Ко всему мирозданию, которое нас окружает. Ибо Бог-любовь все равно. Рано или поздно, вы только сами себе наступаете на город. Потому что Бог есть любовь. И этот Бог-любовь, Иисус Христос, все равно сделает. Все, чтобы сделать каждого из нас самим собой. То есть им, Иисусом Христом. Сделать любовью, сделать богами. Через то, что мы и обретаем полноту блаженства. Потому что это делает нас счастливыми. А Бог хочет, чтобы мы были счастливы. А счастливым абсолютно можно быть только пребывая в абсолютной любви. Испытывая эту любовь ко всему творению Бога. Богу самому, потому что Он всячески во всем присутствует. Так что не будем довольствоваться малым. Будем ревновать о совершенном состоянии любви. Чтобы обрести максимально возможную полноту блага бытия. То есть счастливой жизни. Вот такой вот ролик. Я сам обалдел. У меня уже сел голос. У меня уже все седалище пережалто. Я пожертвовал обедом. Да, у меня полчетвертого. Уже времени. Но вот такое вот видео. 4-10 минут. Я надеюсь, вы из него извлечете максимально для себя пользы и радости. Потому что вот эта вся информация должна вас вдохновить. И должна открыть вам многие истины. Закрыть те недостающие пазлы. Вложить в вашу картину мира. И вы здесь и сегодня решите для себя быть совершенными. Постарайтесь все для этого сделать. Мы с вами все обязательно встретимся там. На самых верхах. Где будет Иисус. Где будет любовь. Где будет свет. Где будет прекрасный мир. С прекрасной природой. Животным. Растительным миром. И сейчас мы даже представить не можем. Я вам в конце напомню еще раз слова апостола Павла. Я сегодня их вспоминал. О том, что нам. Ни в ум. Ни в сердце. Да во все наше существо. Мы не можем себе даже представить. Почувствовать. Испытать. Пережить. То, что приготовил Бог. Любящим. А Он во всем своем творении. Любовь к Нему можно проявить. Как Иисус сказал. Только исполняя Его заповеди. Только любя все Его творение. В котором Он всячески во всем присутствует. Любя все мироздание. Мы любим создавшего Его Творца. Мы любим Бога. Мы любим Иисуса Христа. Ибо все им от Него и к Нему. Им все сотворено. И на этом все. Кому нравится мое видео. Обязательно ставьте лайки. Я, видите, сколько для вас потрудился. Сам-то я все это знаю. Я хочу, чтобы я делюсь этим только из любви к вам. Хочу и желаю. И цель моей жизни, как сказал Иисус. Как можно больше из вас уловить. Небесное Царство людей. Небесное Царство Иисуса Христа. Чтобы все мы там были. В свободе. В счастье. И вечно там наслаждались и кайфовали. Делитесь этими роликами на своих ресурсах. Если считаете полезными. Обязательными. Отрадными. Как я уже говорил. Их можно перезаливать. Перезагружать. Нарезать. Делать все, что угодно. Я никаких авторских прав не заявляю. Никаких проблем у вас с каналом. Ничего не будет. Здесь вы можете их цитировать. Пользоваться текстами с моих сайтов. С моего сайта. С любых страниц. Можете не ссылаться. В общем. Мне главное, чтобы мы там все. Как можно больше нас там встретили. Я не ищу земной славы. Истина никому не принадлежит. Эти цитаты. Это лишь набор слов. Букв. Я их придумал. Вот так вот. Главное. Светите. Проповедуйте истину. Ничего не бойтесь. И всегда следуй за светом. Бог Юзуев. Светит. 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 Продолжение следует...